Ну что же, дорогие друзья, дорогих друзей, здравствуйте. Да, действительно, последний тег. Вот. Рад приветствовать вас на этом... ...пятничном стриме в понедельник. Моя подруга говорит, что ее полнит белое. Но я-то знаю, что у нее просто распухла рожа от будничных стримов в 5 до 5 утра. Рока и кока, Роман. Здравствуйте всем. Привет всем. Да, последний тег. Стрим уже заканчивается. Прошу понять и простить. Спасибо большое за... ...прематур донейшнс от тысяча минус 7 мяу и вовли. Привет, ты че, хуя? Все так поставлено. Да. Простите. Ну... Ну, как бы по делу замечание. Не могу, как бы, спорить с этим. Как бы, вроде и по факту. Вроде и обидно, а вроде и по факту. От этого обидно вдвоем нет. Привет, Верт. Здравствуйте. Я понял твой хитрый ход. Тебе стало совестно, что из-за тебя Сас узнал о Поднебесном, и ты решил лишить нас стримов и хайлатов. А то так Алибрак Соловьеву скатается и семецких мятежнику Джеку, и я не уверен, что мир это выдержит. Доброго стрима. Благодарю. Благодарю стрим. Я думаю, будет очень добрым, потому что сегодня мы будем смотреть специальные бутиковые файлы смерти по... Да, всем привет. Всем привет. Что-то я пересвечу на мальца. Бугата. 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 Вообще ничего не изменилось. Нормально. Ну, вот такой вот он и друг получается, ежик. Здравствуйте всем. А что если мы просто будем ждать? Вот я запустил стрим, и мы будем просто ждать пока... Кстати, это не так уж и много времени. Типа до трейлера GTA 6 осталось, ну, чуть больше 12 часов, но как бы... Ну, ладно. Не чуть больше 12 часов, а примерно 21 час с половиной. Но как бы... А что? А кто? А никто. Да, пересвечено, может, у тебя просто не настроен баланс белого. А я что, расист, что ли? Вы не говорите. Да, фемстримы не переносятся по три раза, потому что их не существует. Поздравляю, колдплей, с днем рождения. Чтоб выстоял и бабки были. А вертолёту я собака, ты собака. Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака. А ведь мне скинули гайд, как скипануть донат. Нашёл ли я время? Он три минуты длится, чтобы ознакомиться с ним за прошедшую неделю. Новый тьяк от моей любимой группы Мухоморы Старкозы. Короче, мы будем стоять бутиковые файлы смерти, которые называются GTA-отходы. Спасибо большое, PHD, по терпению. Был бы ты у меня в городе, я сначала тебе рожу плюнул, а потом ебанул бы по твоему еблищу. Человек, который не любит переносы. Спасибо большое. Здравствуй, Максим. Ну что ж, Брейн и Зуллин это, ну ладно, Зуллин не очень, но Брейн уважаемый контент. Ну вот, а что ты там это, выёбулся. А вы говорите, буллинг в интернете не работает. Пожалуйста, человека забулили пару стримов назад от хейта Якудзе до нового Якудзе-фана, и так будет с каждым. Так что, я бы сказал по-японски, милости прошу к нашему шалашу, но я не знаю, как это будет по-японски, поэтому могу сказать кетсую ватабе. Ради Лулзы зашёл к Либри и спросил про хоколост. Так он разогнался на 15 минут, закончив тем, что он не отрицает Холокост все равно, чтобы ничего там не думали. И что в отличие от Голодомара, придуманного украф фашистами, он был, жду, когда он себе на бутылку наговорит. Осуждаем, бутылку за слова даже в отношении Либри осуждаем. Я ради Лулзы зашёл к Либри на стрим и спросил он, что отрицает Холокост. Так он на 15 минут разогнался, закончив фразой, что он не отрицает Холост, который в отличие от Голодомара был, а Голодомар придумали украфашисты. Здравствуй, Паша. Не на этом. Да, на нак, это запись. Спасибо большое. Ты главное, живи. Последние стримы, как сны, при температуре 38, а теперь у меня температура 38, такого комбо я не выдержу, посмотрю в записи, передаю за проезд. Кстати, ты знал, что тебя полнит белое. Странно, ведь это знаешь, что меня объюхатил чёрный. Спасибо большое. За золотой дождь всем. Не в первую заблачу канал за пророссийскую позицию. Конечно. ВК-пост сделал, где бомбанул и сказал, что пендосский Ютуб ему не нужен. Уйдёт в ТГ. Конечно. Что случилось с видосами на канале Хайлогера? Про это сейчас скажу. Короче, самое потрясающее, что Нефедову забанили этот канал и разбанили старый, с буллингом детей. Ну, я надеюсь, ты любишь школьные драмы вокруг старых частей ГТА. Как бы, кто их не любит, но я думаю, они всем нам нужны. Тем более, вот, понимаете, что меньше суток осталось до анонса новой ГТА. Последний раз новую ГТА анонсировали больше 10 лет назад, тогда, когда Нефёдову не то, что не банили канал, он был на восхождении, на пик. Ларин ещё не бросил пить, ещё даже не вскатился в интеллектуализм. Сверк от мира передач про бинарные опционы с Анной Чапман. Поздравляю тебя с 28 годиками Явы Скрит. Спасибо, спасибо, ты вспомнил. А также поздравляю Хайлогера со свободой 232 годами британской газеты Z-Observer. Либра когда-то сказал, что боится евреев. А потом я начал кидать ему хуй Влада Семецкого. Здарова. Заводи скорее файлы смерти. В жопу этих донатеров. Хим, как их видал. Спасибо большое, Мосби. Спасибо большое всем, дорогие друзья, дорогих друзей. И отдельно Санчо Панса за, как всегда, лаконичность. Что я хотел сказать по поводу Хайлайтера. Хайлайтер... Ну, если я правильно понял, Хайлайтер принял предложение, от которого нельзя отказаться, и все-таки соблазнился на то, что ему предлагали пару лет назад, а именно ушел быть официальным наречщиком Ники. Так что... Да. Спасибо, Самбон. Привет, это моя первая зима в Варшаве. Тут в четыре вечера уже темно. К этому вообще можно привыкнуть? Можно. Ты ничего не подумай, я не просто так он песню про коровку хуйней назвал. Я бутылка, ты бутылка, я бутылка, ты бутылка, я бутылка, ты бутылка, крышачка, крышачка, крышачка от бутылки. Почему говорил, как говорит крышачка так распевно? Спасибо. Голодомор, это, конечно, ужасно, но надо быть умнее и брать пример скорейцев. Крюшки бабло. У них и так... Да блять! Да почему я не посмотрел гайд по скипу донатов? Блять! Привет, Верчи! Привет! Дай бабла, дай бабла, дай бабла! Передаю за проезд, рассказал своему другу про твои стримы, объяснил ему, что такое файлы смерти. Возможно, он тебя смотрит сейчас. Передай с вашей бульбачкой любви, Алексей О3. Ну, вы повидай, с чего нужно начинать погружаться в мультивселенную файлов смерти? Бла, вот это сейчас, конечно, сложно. Казачка любви, Алексей О3, пожалуйста, приятного просмотра. Стримопереносчик-вертолет копеечный. А вот на феймстримах я в прямом эфире показывала, как писалось Емецкому. Ну, привет, как дело? Как стрижка? Я опять уезжаю и опять пойду побираться к старижу за записями. Не болей вся херня. Спасибо большое, спасибо. Стрижка растет. Дела как обычно. Насчет Варшавы и четырех это... В Варшаве, походу, еще вам повезло, потому что у нас темнеет уже. Начинает активно в 3, к 3.30 я бы сказала, что уже темно, поэтому... Это еще хуже. В принципе, на третий год ты уже реально привыкаешь и, в принципе, нормалды. Так что похуй нахуй, похуй нахуй. Спасибо большое. Мультивселенная файлов смерти, конечно, на фоне последних событий сложнее стало. Но записи-то есть. Ну, короче, что? Я думаю, можно сразу главного блюда с... Получается, скольки уже, блядь? Добрый вечер. Стримов по Семецкому. МБ уже вечер. Называется «Фури нацисты и коммунисты». Есть инфа, что с каналом Хайлотера случилось? Я боюсь, я могу сказать только про Нику. Я... «Мои липс аж силд», как говорили в одной игре, чье продолжение все никак не выйдет. Вот. Короче, по Семецкому. «Фури нацисты и коммунисты из Третьего Рейха», по-моему, как-то так называется. «Я крышка от бутылки в собаке». «Ты крышечка от бутылки в собаке». «Я крышка от бутылки в собаке». Да, блядь, три минуты нахуй не выделил, не посмотрел гайд. «Я крышка от бутылки в собаке». «Ты крышечка от бутылки в собаке». «Я крышка от бутылки в собаке». «Ты крышечка от бутылки в собаке». Здравствуй, петух. «Я крышка от бутылки в собаке». «Ты крышечка». «Файлы смерти, как Сайлент Хилл. У каждого свои и у каждого свой берег для вхождения в эту темную воду». В чате к друзей скидывал отчет по переписке со Шкелетом. Блин. Ну, скини, пожалуйста, потом еще раз. Мне очень интересно. Я надеюсь, ты прислал ему примерно то же самое, как 101-й Рубин Либрариуму. Вот, так сказать. И у него в переписке есть семецкий, и у тебя. Но, как говорится, есть нюанс. «Файлы смерти, это прекрасно». «Я никогда не интересовался этой частью гейминг-культуры, даже не задумывался о том, что она существует, пускай мог себе представить, что люди определенного склада чем-то таким и занимаются. Спасибо тебе, вертолет. . . . . ты открыл для меня новый мир». Спасибо справедливости ради, мой вклад, я бы сказал, что довольна. Ну, типа, есть, но... «Вы, когда заходили в эту файлы смертошно, тут на входе рядом с камерами стояли сканеры. Если с вашим билетом было все в порядке, сканер издавал такой звук. Пиу! Если же с билетом были проблемы, то он издал звук «Эй». Так вот, когда верт заходил за нер, сканер сказал «Собака ты собака! Я собака ты собака! Я собака ты собака! Я собака ты собака! Я собака ты собака!» Блядь, а ты не думал поехать в стендап-тур с таким материалом? Короче... Глицпрама за раз на стриме собака, 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 собака... «Собака, собака, собака, собака...» Сейчас все будет. О, качественная заставочка. Собака, 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 собака. Да блять! Да не закончится! Всем привет, это Герман и сегодня я расскажу как приостановить донат. Вот, у нас есть вот такая вот шняга. У нас есть топ-донат. Есть обычный донат. И нам решили задаваться, например, вот, 25 рублей, 20 рублей. Просто пример. Да сколько там блядьских собак Здравствуй, битвы А еще поздравляю всех собак с юбилеем видоса мистера Панина О, это правильно Это вас Господь наказал за то, что вы бездуховные европейцы Спасибо, Рубин Залидую твоим одногруппникам Это я Я уже поздравлял, но еще раз присоединяюсь, так сказать, колдей с днем рождения Счастья тебе, здоровья Пью этот чаек, вот этот донат Это так Говорят, услышав эту песню в 95 метрах, Алексей П. Изменился навсегда. Не знаю никакого Алексея П. А, вот ещё такая. Адрей думает, что его молодит этот андёркат. Но мы не знаем, что на деле я собака, похуй нахуй ты, собака, похуй нахуй я, собака, похуй нахуй ты. Ладно, это была последняя, сука. Ты меня разорил. Доволен? Немножко да. Спасибо большое всем за этот золотое дождище. Так. Вот, файлы смерти, вклад мой не так силён, потому что в основном... Я сам это когда-то пропустил. То есть некоторые вещи я как бы запомнил и знал, но в целом меня как бы это люди кидали, приносили хранители файлов смерти, а сторож, вот, и хайлайтер это всё старательно сохраняли. Поэтому это коллектив эфорт, так сказать. И я тоже рад, что это культура. Ты нахуй, собака, пидорасы. Ебычи бы вам набил. Че нахуй за аудитория токсичных долбоёбов у тебя? Шутники хуйбы. Ненавижу, блядь. Ай. Спасибо, Валькмар. Вам задонатили, у вас стоит звуковая озвучка, и там написано, я собака, ты собака, и так... Даже здесь, сука! ...так повторяется на протяжении двух минут. Чтобы это не слышать, есть специальные настройки... Здарова, Кэр, да, да. Прон с Филиновым я зачинил. Спасибо за все, дорогие друзья. Ну, это не знаю, Кэр, сначала будет стреть ГТА-отбросы. Вот, там целая серия роликов. Давай сюда! Я собака, похуй, нахуй, ты собака, похуй, нахуй, я собака, похуй, нахуй, ты собака, да... Спасибо большое за ваш донат, я хотел сказать. Сейчас, все, в... Андрей Мыльный. Что ты там стримишь? Да, и вот работу ищу. Удачного стрима, я безработная. О-о-о. Соболезную. Вот теперь, наверное, да, конечно, появляются, к сожалению, в всех этих деньгах, отправленных Либрариуму и мне, но, бля, удачи. Потому что под Новый год, как я однажды выяснил, эмпирическим путем на работу довольно сложно устроиться. Поэтому удачу, может быть, рождественское чудо произойдет. Катца, что про мечту Максима Катца? Если решишь, можешь ты стать одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. Вот вам Винкс. Спасибо. Да, сначала собаку в Дону Цуют, а потом пьешь охоту крепкую за 5К, а потом мормышку за 2. Здравствуй, Инди. Добрый Ве, что с хайлайтером произошло? Это личная проблема или техническая типа авторских прав? Сначала Михаил Кумирович удаляет свои реакты на Либру, даже платные. А теперь пропадают реакты вертолета на Лорные войны. Верните... Но есть записи на трэштроне. Я кот, ты кот, мы коты, вы коты, он кот, она кошка, а не кошка. Лукошка. Я не могу ответить на этот вопрос. Хайлайтер ушел к Нике. А вот Либре в донатах собаками не спамят, уважают стримера. И хайлайтер у него появился, кстати говоря, парень скиловый. Спасибо, Инесса, Инесса. В левом углу ринга собака, в правом углу собака. Удар собаку, ворот собаку, удар собаку, ворот собаку, удар собака, фаталити собака. Победила собака. Поздравим ее с этим. Спасибо. Да, устранил конкурент. Перезаливной монополист. Звучит как изысканное блюдо совковое на Новый год. Скоро к сторожу пошлешь людей. Мы аудитория токсичных добо-ебов. Спрашиваю я вас. А? А это потому, что кто-то расхуярил наши домики на деревьях. Кстати, я бы послушал, как Ларин говорит слово «расхуярил» своим... Расхуярил! ...за я собака. Ты кто? Мне больше понравилось «ягуар». И «обьюхатил» тоже не самый хороший, конечно, выбор слова для его скиллов. «Ягуар», «приода» и «обьюхатил». Спасибо. Семецкий снял исповедь, где за все извиняется. Дэм. Здравствуй, Эльдар. Да, все хайлайтеры попадают в рай прямо как собаки. Факт собака. I believe in HTTPS. Слэш слэш двой точью супримаси. Возможно, колдплей. Спасибо тебе всем в чате и сырнику за поздравления. Еще спасибо за файлы ГТА. Жду режиссерский пересмотр Тошнальгии. На Новый год будет. Хотя бы этой зимой. Даже не говорю про 2023. Включит ЕГ. Окей. С днем рождения. Возможно, колдей. Здарова, а точка, а точка, Андрей. Сижу под записями года три. И вот завтра выходной. Походу первый стрим, который я застану полностью. Я, ты, мы, кто? Правильно. Никто. Вот и думаете. Вот и думаете. Спасибо большое. Вадим Лох. Приятного тебе выходного. Выходной взял, чтобы трейлер ГТА посмотреть. Ну, разумист. Семетки ПКД за все извиняется, а потом делает точно так же. Лучше бы ВНС деньги вернул. Она бы их Вертус донатила. Признает, что хайлайтер ушел, потому что ты быканул на Алина Телона. Хайлайтер ушел к Нике. Вот шок. Вот она, конечно, отомстила через года. По поводу работы похуй на еду. Ну да, по возможности не меняйте работу в декабре. Не очень темка такая. Да. Я. Однажды это мне почти вышло боком. Последний момент прокнуло. Да блядь. С кучей собак ебаться. Мечта Максима Катца. Исповед Владислава через латинскую V. Фейк. Прямо как подписка сына Виталия Миронова на инструм и желудя. Кек. Что? Привет. Это я. Та самая я собака. На протяжении многих лет я создавал иллюзию того, что тебе отправляют собака. Но это была я собака. Сейчас я напишу я собака со всех собака. Я собака, ты собака, мы собака, вы собака. Хорошего стрима. Спасибо. О, я... Я... Скипнуть бонаты довольно легко. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш shift plus собака plus... к плюс собака 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 Спасибо, PHD по терплению, терплю. Нажимаем, все, его больше нет. Делаем следующий тестового включения. Добавляем очередь, так вот. Нажимаем вот так, ждем. Так что он там, блять, нажимает? Не видно нихуя, блять. И следующий динам, который появится, он сразу же должен отоплываться. Дайс, после отключения и исключения источника, вам не будет отображаться в прошлом сообщении. Как же это все настроить? Заходим в донат, и здесь вот настройка. Добавили адрес. Здесь есть такая вот кнопочка, отключать, когда не видим. А-а-а. Собака плюс, собака плюс, собака плюс, собака плюс, собака плюс, собака плюс. Оно как раз само кончилось. Блять. Рассказы о собаке. Собака думает, что ее полнит собака, но собака-то знает, что собака залетела от собаки. Собака. Подробности по ссылке хаттпс двоеточие слеш, слеш. У собака нет других, собака есть собака и мол... Йес! Спасибо за донат. Можно вернуть мне 1.06 доллара. Было уплачено за 9, я собака, похуй нахуй, ты собака, похуй нахуй. А проигралась всего одна, я собака, похуй нахуй, ты собака, похуй нахуй. Ты еще и скамер получается. А вот пензинский смурай не ворует. Думайте. А питерская сходка привет передает. Трега попрощать с ваганыча, записать с видос, записываем трек при помощи собака плюс собака плюс собака плюс собака плюс собака. Дякую. Я зрозумею. Добрый ты. Я больше никогда не буду донатить ничьим хайлайтером. Это печально. Ёбаные собаку, ёбы, идите ебать гусей. Вот намус паузу. Спасибо большое, Тарин. Спасибо всем собачникам, собаководам, собакофилам и собакофагам даже. Ой-ой-ой. Интересно, кто победит, стоя собака или трехминутный видос. Я собака, ты собака. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, у Димы все хорошо. А сами хайлайты вернутся. Хотя бы к стараджу в ТГ залить. Надеюсь. Сам надеюсь. Ну, насколько я знаю, у Димы все действительно хорошо. Насколько это возможно. Он просто ушел к Нике. Сейчас все будет, Дмитрий. Здорово, Верт. Сразу прибери. Почему не отобразился мой донат в 1-0-0-0-0? Ты его получил? Расскажи, что с Димой. Я в бункере был. Сейчас посмотрю. Кстати, о немецком. Вот тебе, Крохотулька, про змею с сиськами. И даже символы еще остались. ММММ. На что бы их потратить? ХТ, ТП, С. Нет, Лебринбастер. Предыдущий был вот про файлы смерти. Ладно. Теперь я точно все. Хорошего поточка. Алса, кто собакой недоволен? Пошел нахуй. Я собака, ты собака, я собака, ты. Спасибо. Все, что я могу сказать про Диму, то, что он в порядке. Оставшим как собака после кончалки я вспомнил о моменте из фильма Майор Гром. Где ботан такой говорит, ты собака. Я собака и мы. Сука. Стай. Приятного стрима. Чмокер Бульбол. Спасибо, Дук Хантер. Осуждаю рот деятельности, но... Чатик дорогих друзей. Хорошего потока. Сам сейчас лежу с температурой 39. Ситуация прям так себе. Зато наконец смогу до конца смотреть субботний понедельничный стрим. Как говорится, файлы смерти — это тема. Да. Файлы смерти — это тема. Йоу, Наруто Узумаки. Я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем Наруто Узумакам. Добрый вечер. Здравствуй. Как твоё дело? Здравствуй. Я разъебал свою святыню, свой обелиск, свой монумент, свой монолит, колембас, колбас. Ну, хоть не изгэшку, так что нормально, похуй нахуй. Украсил дом. Собрал ёлку и украсил её. Думаю, украсить стойку. Даже новогоднее настроение появилось. Осталось дождаться минус 30 на следующей неделе. Здравствуй, поздравляю. Ну, колбас, слушай, печально, но такова судьба колбы. Она рано или поздно разобьётся в любом случае. А что Хамасу? Хамасу холодец, да-да-да, Израилю да. А что Хизбалле? Хизбалле Джигурда. Спасибо, что посоветовал канал-магазин 364 дня. Настоящий русский арт-хаус. Будет ли на стримах? А как насчёт британской и юлии высунской? Спасибо за контент. Чем могу? Побольше бы этого контента, блядь, было. Что там нарезать? Дорогу с соевую колбасу из австрийского ВСЖ. Престуанство. Всё так. Нарезать домашние записи Ники и Паши, если ты понимаешь, о чём я. Либра на донат 10. Ух, блядь, ух, блядь. Ну всё, ну всё. Ну и чё? Ну всё, жди теперь. Не обязательно даже, чтобы вас звали Димой. Ты собака, я пошёл нахуй. Поздравляю с днём рождения Колдея и его брата Колдплея. Легендарного Колдплея и его брата популярного Колдея. Спасибо большое. Вы уже создали архив хайлайтов с тем, что удалось спасти. Вот. Я сейчас ссылку продублирую в чат. Так, это что? Да, хайлайты находятся. Оказывается, что хайлайты какие-то есть на Рутубе почему-то. Какие-то есть на Нудл-магазине в разделе порно. Нарежьте, те собаки сутулы и стылились. Чекаем мы завтра Мамаситу Каталину с Ретро Вейв Сити. Дякую, Игорь. Да, всё так, но у меня очень... Кстати, вот, возможно, из-за того, что мои ожидания не то, что низкие, а почти отрицательные, может быть, всё будет хорошо и, типа, вряд ли... Ну, вряд ли они смогут сделать ещё хуже, чем я жду, что они сделают. Лишнее бабло. Спасибо, Максим, но не, я хочу купить настоящий Синолоджи. Слушай, а что случилось со старым каналом Ни... Что? Воу-воу-воу-воу, вейт, в смысле, в смысле тем самым? Что Трэй Баба Капцнин Фёдаво Фрэндзену, а Хайлайт Эра. Всё на месте. Так не пугайте. Вер, ты бачев, там один плойка айфона, филм, микробом, шевцов, залив новый видос. Да и хуй сем, дякую, конечно, але похуй нахуй. Это не та ссылка, Ева. Или та, блядь. Или я попался на... Фух, не пугай меня так. Блядь. Ну, кстати, я попался бы, я её в ссылку не проверил перед тем, как её закинуть. Там могла быть любая. Получил тут на днях так называемые деньги. Как водится, грех не поделиться. Жаль, что я тут пролётом прямо в царствие Морфея. Надеюсь приснится, что шесть. По классике всем десять килограммов. Картошечек, любви, сладкий... Мур-мур-мур-мур. Спасибо большое. Но если ты проспишь до завтрашних пяти вечера, что абсолютно реализуемая задача, я тебе говорю, как человек, который не раз её достигал, абсолютно к этому не стремясь, то... Пожалуйста. Кто же ведёт, что ты бэкапит не Фёдовый френд-зону хайлайтера. Так, мяу. Вер, ты бачев-то... Прошу прощения. Слава богу, стрим. Работа замучила меня постоянно меняющимися правилами. Я заебалась. Исцели мою душу, пожалуйста, меньше, чем три. О! Спасибо, Мобилайф. Спасибо. Я не уверен насчёт этого. Но... Что-нибудь придумаем. Сейчас немножко сплюну брызг золотого дождя, и мы отправимся в удивительное место. Удачи тебе на работе. Удачи. Я бы посоветовал посмотреть на другую работу, но сейчас очень плохой период для смены работы, поэтому... Надеюсь, у вас хотя бы есть новогодний корпоратив. Потому что корпоратив, вот... Это прекрасно. Ты бесплатно ешь, бесплатно выпиваешь, смотришь, как кто-то нажрался, валяется в луже блевотиной. У вас выступает кавербенд Верки Сердючки, и в целом хочется жить. Сладкий подарок, может, дают. Не фонд разумизма. Тем более, они уже были. Ничего, Паша. Не моя война. Сейчас все будет зачитано, Михаил. Там не пара проскипана. Здорово, Верт. Сразу предупреждаю, что я собака. Это TPS двоеточие слэш-слэш. Шутки в сторону важный вопрос. На работе продают Maci Pro 2018-2019 года на Интеле за 500 злотых. Руки на стол по одному на червь пидора. Загвоздка. Надо менять батарею и SSD. Что еще? Плюс 2500 стоит ли? Ну, это какие-то странные цены называешь на батарею и SSD. Типа SSD-шник ставится через переходник любой. Ну, с батареей может быть посложнее, но батарея не будет стоить 500 евро. Поэтому, скорее, да, чем нет. Ну, а как бы такое. Надо подумать, потому что вроде варианты хорошие. Но все-таки есть вещи, которые могут пойти не так. Клава, в которую попадает всякая хуйня, она клинит. В том поколении уже была типа улучшенная клава, бабочка, но она все еще может заклинить. И, конечно же, шлейф гейт, когда шлейф экраном умирает и забирает с собой экран. Поэтому, ну, хуй знает. Хуй знает. Нет, если найдешь тот, который реально в основном типа лежал на полке и им не пользовались, вот, то есть он прям в состоянии такой и не узану, то в принципе взять можно. Вот. С остальным, ну, крепко подумав. Хотя, блядь, 500 злоток это реально бесплатно. То есть это в любом случае можно в любом виде доукомплектовать и обернуть на OLX, типа там X4 цены, поэтому. Кристина Фингпад. Вообще-то мне не так уж и нужно, чтобы ты провел 150 прекрасных часов за игрой года, Baldur's Gate 3, но это дело принципа. Давай так, я тебе деньги плачу, и по законам про социальных отношений в интернете ты мой раб. Спасибо, Кристина Фингпад за двухевренник, блядь, но... Может быть, в другой раз. Хороший собачек тискать, заводи шарманку. Я собака, ты собака, я собака, ты собака. А вот я не могу поспамить, так что терпи, и я потерплю, украинофоб. Это не я, это сервис Коуфай. Там у Рудова вышел ролик, где он объясняет, почему доносы – это плохо. Нахожу это крайне забавным. Да, ну, я не то, чтобы суперзнаток Лора Рудова, но он вроде как в доносах не был замешан. Он, типа, хотел по-пацански, наоборот, разобраться и кому-то ёбач набить. Так что, в принципе, из всех остальных, типа, интернет-комми, на фоне их остальных, я к Рудовому даже умеренную симпатию испытываю. И мне не стыдно. Привет, Андрей, хорошего... Добрый вечер. Уже давно меня мучает вопрос. Кто собака? Я верю, что кто-то есть ещё. Ух, Евгения, как бы... Боюсь даже представить, где у тебя татуировка Берки Сердючки. Надеюсь, где-нибудь спрятана получше от солнца, чтобы для счастливчиков это было прекрасным сюрпризом. Могу порекомендовать в будущем расширить свою портфолио татуировкой Ильва Лещенко. Вот. Вот. Например, на одной руке Ильва Левченко, на другой Винокура, чтобы им не было грустно, потому что они друзья. Лёвчик и Вовчик. Дайнэмик-дуо, так сказать. Привет, Андрей, хорошего поточка. Как ты относишься к гипнозу? Есть простой тест, можно ли тебя загипнотизировать. Закрой глаза, представь солонку с солью в руках и потряси её на язык. Если почувствуешь соль, значит, тебя можно загипнотизировать. Ну, спасибо. Спасибо, пан Алексий. Я уже проверял. Проснулся в электричке на шмяны без почки, поэтому... Да. Я их видел вживую, они будто новые и без царапин. Говорит, что SSD средний чел может сам поставить. Свою пеку сам собирал, вроде ещё дышит, так что скилл имеется. Да, с SSD там проблем нет, они... Стоп. Или нихуя. Блядь. Нет, подожди, надо загуглить. Нет, да, блядь, я вспомнил, в чём подвох. Там распаянные SSD, поэтому столько стоит поменять. Нет, тогда забей. Там распаянные SSD, поэтому их там хуйпами как высверлили сплат, поэтому просто забей. Это я думал про предыдущее поколение. Да, как минимум ещё есть сама Верка Сердючка, как человек с татуировкой Верки Сердючка. Я напоминаю, что я купил прошлую осенью билет на концерт Верки Сердючки в Гданске, но заболел. Пришлось пропустить. Сейчас смокер. От меня, в общем, 10 из 10... Есть один вопрос. Используешь ли ты какие-то свитчи или подобные для подключения множественных консолей к плазме своей? Мне очень впадло, меня все руками. Хочу на кнопку просто. Что посоветуешь, если да? Шаптли. Вертя, я очень на тебя зал. На одном из стримов недавно я увидел, как ты поносишь на чём свет стоит редактор Мовави. Это просто невообразимо. Мовави это не говно. Это хороший простой редактор, в котором нет ничего плохого. И я в нём и смешные видики делал, и дорожку для кино вручную синтронию. Прости, прости, но я уже выбрал Windows Movie Maker, как хороший простой редактор, в котором нет ничего лишнего. И на вершине может быть только один, поэтому сорян. Насчёт свитчей. Да, as a matter of fact. Да, на самом деле, с цифровыми свитчами всё просто. Мне кажется, можешь брать буквально любой. Мне подвернулся, судя по исполнению, какой-то вообще полупрофессиональный, потому что он в промышленном исполнении, чуть ли не в рэковом. Кёник через умляут, то есть О с двумя точками. Потому что, как всегда, я его в Германии на eBay купил. За три копейки. Но, как бы, опять-таки, их дохуищ. Это фишка, это не просто свитч, это матрица. То есть, у неё четыре входа, два выхода. И они все, как бы, коммутируются, как захочешь. То есть, это у меня и дублятор сигнала, и просто свитч. И, как бы, у меня это суперудобно, потому что у меня один выход получается на плазму, второй на карту захвата. И я, вот, специально подрубил в свитч 4 источника, которые, как бы, мне время от времени нужно захватывать для будущих видосов. Да-да, не удивляйтесь. Вот, всё работает заебись из минусов. Так как это официальный продукт, он нихуя не убирает HDCP-защиту. Но, впрочем, я не думаю, что у тебя что-то есть с HDCP-защитой, что ты будешь записывать. Вот, поэтому, как свитч, всё работает прекрасно, всё работает хорошо. Но не обязательно именно этот брать, типа, мне кажется, любой. Можно взять чуть ли не с Алика, потому что цифра, прелести цифры в этом и состоят. Да, главное, с Premiere Pro не связывайтесь. Я не настолько осуждаю Мовави, как... Мовави больше кекал из общих соображений, как будто, блядь, им пользовался. А вот Adobe я в целом просто ненавижу. Я не помню, какой, но один видос я как-то смонтировал в премьере, я страдал всё время. Там мы сможем не умереть с голода, когда там начинается более активный сезон найма, удачного стрима. Один из немногих плюсов увольнения. Можно полностью стрим смотреть и не бояться никуда опоздать. Так и живём. Так, о, соболезную котик из интернета. Ну, не знаю, когда прям начинается активный, но, как я понял, вот ближе, получается, начинается к следующему фискальному году, то есть вот в районе марта. Ну, ещё зависит от страны. Мой самый грустный опыт был в Минске. Вот там вообще. Там я, получается, за неделю до Хэллоуина уволился. В 2016 году. И, короче, к Новому году я исчерпал все... Откликнулся на все вакансии, которые были на работу Тутбай. Когда я сижу дома и слышу на стриме «Ты собак» и «Все производные собак», мне хочется ставить пробелы перед запятыми. Зачем вы ставите собак? Отрекитесь собак, через них враг имеет доступ к вам. К С Т А. Я уволился вчера. Десять российских. Сука. Рублей — это не зарплата. Это пизда. Пиздец. Зачем ты донатишь мне? В таком плачевном-то положении. Господи, бро. Не надо. Спасибо большое. Всем удачи с работой. Короче, реально затяните пояса потуже, потому что, ну, декабрь точно всем не до этого, думаю, во всех странах, потому что нужно тупо к концу года там раскидаться с всякими премиями, хуемиями и проектами. Ну, наверное, где-то с середины января все должно начать оттаивать, но, как бы. Здравствуй, Ваджимка. Да, у меня за окном тизер ГТА 6. Да потому что надо было искать работу на заводе, а не на працо.бай. А, на заводе на працо.бай. А то нашелкают своих кнопочек и доллары получают. Ну, вот я этот урок изучил, да. Ой, не знаю, Дмитрий, наверное, не рекомендую, потому что по факту, типа, это все-таки уже старье, и то поколение маков было реально неудачным, и столько с ним ебаться и вкладывать, типа, ты за эти бабки можешь купить бэушную в отличном состоянии прошку на М1, либо там новый Air на М1, у которого гарантия, потому что новые майки лучше их брать с гарантии, так как это лотерея. И по-настоящему в этой лотереи выигрывает тот, у кого все пошло по пизде при гарантии, потому что без гарантии нахуй и в пизду. Так что, наверное, не рекомендую. Здравствуй, голограмма. Ну, ушел к Нике. Уже как полгода монтирую в Adobe Premiere по работе VSoft Adobe. Еще ролики делаю для нормисов в Facebook. Спасаюсь файлами смерти и ГЧМиксами. Вот сейчас у тебя будет отличная доза внутривенна, потому что, ну, кор... Я не знаю, что со мной не так, но, типа, я просто, я не могу, блядь, ебаный, этот Adobe. Я и Photoshop, как бы, приходится его терпеть, блядь. Из всего софта мне более-менее нравится доисторический Lightroom, который, по-моему, не обновляли годы, типа, с 2016-го кардинально или, там, 2013-го. И аудишн. Примерно с такой же ситуацией. А, типа, Adobe Premiere-то... Я просто его нахуй не понимаю, кто тупой. Хайверт. Вдал его потоку конвертации у вас у собак безробитных пиздосев у бабло. Андрей казав, чего павныть биле, але ненавидев вин все одно червоных. Я пяс ты пяс. Дякую. Все так. Хватит говорить на реле эти темы именно когда они у меня происходят. У меня от этого шиза начинается. Буквально сегодня, слава богу, прокнула смена работы. Увалился за день до Хэллоуина. Новую, правда, заранее нашел. Но декабрь действует и на миграционный офис. Чуть в рапшку на меня отлетел. Не-не-не-не. Это плохая идея. Ну, поздравляю. Поздравляю. Да слушай, ты же там в своей гермашке. У вас там социальное государство, сосуд, защищенность. Не зря ж ты 60% налогов платишь. Давай сюда. Так что это нормально. Нормально. Я думаю, ты дал бы рады. Тунеядец. Продолжаем тему работы. Сам потерял работу месяц назад. Что ты сейчас хер что найдешь? Причем не только у меня такое. Хорошо еще, что мне выплатят компенсацию большую. Всем удачи. Всем действительно удачи. Компенсация. Моя компенсация была то, что я еще смог пролезть по проходке на следующий новогодний корпоратив и послушать скутера. Это было охуенно. Концерт скутера был просто огонь во всех смыслах. Не, аудишн, с аудишном проблем нет. Аудишн, типа, я, собственно, почему я люблю аудишн и лайтрум, потому что они давно не обновлялись, и там, типа, все нормально. Я ими пользуюсь с удовольствием. Но, типа, ебаный премьер, сука. Я даже какие-то видеогайды по нему смотрю. Я, правда, пытался в него вкатиться. Но, во-первых, я не вижу ни единого плюса даже в сравнению с Вегасом. Ну, как, единственный плюс, типа, он вроде стабильнее. Так я бы с Вегаса никогда не уходил, но вот знаменитая история, как мне Вегас чуть два видоса не уничтожил, готовых, вот после этого понял, что пора уходить. И, как бы, сначала я попытался на премьер, но это просто невозможно. И поэтому я, типа, года два с половиной ебался с Хакинтошем на 10.60, чтобы монтировать в Final Cut, и это все еще было лучше, чем User Experience Adobe. Вот, а потом я пересобрал комп, понял, что Хакинтош стал, кажется, сложнее и совсем не работает на материнках от MSI. Забил хер, перешел на DaVinci и понял, что, блядь, для моих задачей DaVinci вот так вот, типа, блядь. У меня невероятно примитивный монтаж. Я бы, на самом деле, блядь, я бы на Вегасе сидел, но просто приколы с нерендером видосов меня как-то смущают. Так After Effects это другое. Ну, что ж. GTA отходы. Так, правда, как бы, ага. Номер первый Азот. Всем здорова. Последнее время Ютаб нехило так спамит меня на главную разным ёбаным говнищем, в той или иной мере посвящённом теме GTA. И всё бы ничего, но сегодня утром Ютаб предложил мне захавить какого-то особенно мусорного дерьма. Я решил, что не мне одному о, здорово, хуя себе. Когда новые видосы давненько тебе не было в уличных гонках. Нужно страдать в данной ситуации, поэтому предлагаю вам вкусно покушать вместе со мной. Ну погнали. Покушали! Покушай вместе! покушаем посидим мой покушай. Йоу, ребят, всем привет. Я прекрасно понимаю, с конца августа у меня какой-то кромешный пиздец. Стартап разорился. Указ про паспорта. Он у меня до след лета. Поэтому конечно по пособиям и страховкам тут соцгос выпракает, но в визовых вопросах я кожей и гражданством не вышел. Сдаю через две недели на карту поляка и возможно нахрен эту социалку. Ну удачей, что я тебе могу сказать, сдаю на карту поляка. Ну хоть получается немножко все-таки кожей довышел, особенно кровью. У меня таких опций нет, как и карты попыта все еще нет. Удачи, удачи всем нам. Ну и соболезнование от счета стартапа. Мы подписчики уже с трудом переносят шутки про неумение Томми Версетти. Уже который раз пытаюсь добраться до этого стрима, чтобы сказать эту важную весть. Чел, который писал музлок Steam и релизу Dwarf Fortress, писал музлок Goodbye Volcan High. Страшно жить. Плавать. Большинство людей пересмеялись над этим еще во времена упячки. Лично мне не совсем понятно, почему во многих пабликах ВКонтакте до сих пор считают, что это смешно. Однако мало кто поистине задумывался, почему Томас, как и все жители Вайсити, напрочь не переносит воду. И не нужно говорить, что это ограничение движка игры. В Вайсити используется тот же самый движок, что и GTA San Andreas, в который возможность плавать присутствовала. Кроме Скалатрон даже не впаривает, что разные версии движка имеют принципиально разные возможности. Самый первый Call of Duty и Black Ops 4, который им вышел не так давно, объединяет как минимум то, что они по своей сути работают на модификациях одного и того же движка, а между этими играми аж, блять, пропасть целых 15 лет. А теперь взгляните на экран и скажите мне, похоже ли то, что вы видите на Call of Duty Black Ops 4. Да не атоматы. Я все реально устраивает в Da Vinci. Da Vinci хороший видеоредактор. Если пока что он так не тормозил, блять, правда, но... Боже. Вот и я думаю, что нет. Из серии Жита абсолютно такая же ситуация. Рок-звезды точно так же как и любая другая компания не стали на месте и с течением времени вносили изменения в игровой код движка. Ну ладно, поехали дальше. Кроме того, она достаточно легко внедряется модами и я уверен, что разработчикам не составило бы больших трудностей добавить это в игру. Модификация с возможностью плавать появилась в AsiCity значительно позже не только с момента ее... Голос у него похож у ведущего на голос раннего Русяеча на видосиках его. ...выходы, но и с момента выхода ЖТА Сунь в Андрея. При этом даже самый косоглазый определит, что анимация безбожная. ЖТА Сунь в Андрея. Ой-ой-ой. Это расслабьтесь, либералы. Это называется геймерский юмор. Отжали у Нигера и без... Четыре года... А, это перезаливы. Это перезалив, поэтому неизвестно сколько этому лет. Ну вот это год... От 17-го там до 19-го. То есть старое, но не суперстарое. Здорово, Сергей. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Да, Алекс, некоторое время повисит, но все записи стримов есть по ссылке в описании в телеге. Да, Русейч сделал GTA-отходы. Видосик ждем. Ждем видосик. Да это нормально, Last Bullet. Да там потому, что, блядь, протонули этот... движок. Как его? Рэнпай. Кримпай. Ой-ой-ой. Тем более не обошлось. GTA Vice City имеет открытый мир. Так, а я как будто пользуюсь нодами в Da Vinci. Мне насрать, я пользуюсь в Da Vinci как будто в это Вегас. Александра Поляк, любимая часть это Вичи Чит Историас. Человек буквально сошел с ума на своих лорных видосах, затирает про какие-то уникальные механики. Спасибо за стрим. Я собак, это копейка. Спасибо большое. Нет, я не знал таких подробностей, но единственная уникальная механика, которую помню из Вичи Историас, это когда тебе ебут голову бандиты на улице. Но может быть, он уже просто столько раз был на безопасных чистых улицах Ви Ци Сити, что ему как бы в кайф, когда его постоянно пытаются убить или что. Но опять-таки я бы не рискнул спорить с человеком, у которого столько лорных познаний насчет ГТА в голове. Мне кажется, это типа, знаешь, как Фродо, который преисполнился и в конце уплыл вместе с эльфами, куда они все уплывали. Это примерно эндгейм любого лороведа по ГТА, когда ты преисполняешься по-настоящему знаниями о ГТА, ты понимаешь, что все это время лучшей частью была Ви Ци Сити Сторис. И это только промежуточная стадия, потому что потом ты по-настоящему достигаешь просветления нирваны и понимаешь, что на самом деле лучшей частью ГТА все это время было ГТА Адвэнс на Геймбой Адвэнсе или типа того. Не помню петух, правда не помню. Не имеется масса возможностей. Возможность переодеваться, принимать пищу, покупать недвижимость, покупать бизнесы. Однако такую банальную возможность как плавать разработчики почему-то упустили. Если разобраться в этой ситуации поподробнее, в игре можно... Невозможность плавать в Вайс Сити ракстары даже лорны обосновали, мол там нашествие акул-убийцы плавать невозможно. Дома крестьянка режет от базированных нодов в да Винчи. Бля, так приятно смотреть на эти покатушки на лодке по Вице Сити прям, ну я не могу. Надо Вице Сити перепройти. И как же круто было, типа чит-код на плавающие машины. Господи, насколько это вообще охуенно и как же этого всего мне кажется не будет в Вице Сити которая новая, которая шестерка. Не знаю, петух. И все это сопоставил, я сам очень сильно удивился, как до меня никто из игроков этого не замечал. В общем, усаживайтесь поудобнее. Так. А сначала православной рекламы, как же без нее? Ты опять застал. До наступления эры 3D многие разработчики игры использовали воду как дополнительную преграду для игрока. В линейных играх довольно-таки часто используют подобные препятствия, чтобы игрок не заблудился и не зашел туда, куда не следовало. Однако в играх с открытым миром, которые начали появляться еще задолго до GTA, море обычно не представляло никакой опасности для игрока и было лишь дополнительным объектом для изучения. В GTA 3 или BTC Stories люди тоже не умели плавать, однако там это смотрелось вполне логично, так как действия происходят явно не в летнее время и возможность плавать там была бы не совсем уместной. Бред сивой кобылы. По этой логике в GTA 4 тоже не должны были добавлять такую возможность, потому что там, блядь, на дворе глубокая осень. в принципе, запускать поток в понедельник. Еще, наверное, мой новый ТЕК не включал. Не успел на начало ТК забирал проигрыватель с доставки. Хуя, виниловый что ли? Теперь у меня есть проигрыватель винила, но нет денег на новый винил грустный. Покупай старый. На мус-паузу мой новый ТЕК еще не ставил. Еще не ставил. Спасибо большое, Санчо. Поздравляю с винилом. Конечно, хотелось бы узнать, что за он. И не Кросс ли это или Крюзер? Надеюсь, хотя бы этот. Хотя бы этот. Сони или аудиотехника современная диджейская. Ты же диджей у нас. Кислотный. Лучше же та же та Купянск. Это никем никогда не скрывалось. Но в Айсити же город курортный. В игре присутствуют пляжи, отдыхающие, в воде расставлены буйки. Кроме того, я хочу напомнить, что в Айсити сторис, действие, которое тоже происходит в Айсити за два года до действия оригинальной части, на пляжах действительно можно заметить людей в воде. А также главный герой плавал без каких-либо... Ладно, я не ожидал увидеть польскую локализацию GTA в Айсити сторис. Блин. Они перепройтили мне GTA все GTA с польской локализацией. Язык подтяну. проблем. Как оказалось, я уже далеко не первый человек, кто задумал... Ну, бред же! Бред! Ну, Вайсити это курортный город, ну, я понимаю, Liberty City осень, ну, это курорт, там люди на пляже... Вы что, вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, не понимаете, что люди на пляже плавали бы? Эта ситуация с плаванием таит себе множество интересных моментов. На англоязычных сайтах имеется целый ряд статей на эту тему, однако одной из самых популярных версий считается намек на необычные свойства. Я думал Last Bullet, но изначально Курвака проходил на польском и как будто бы вообще ровно ноль из него вынес, потому что это еще в Минске делал, поэтому... Я пока кинчик классический смотрю. Здравствуй, Тони. Да, английский учил по GTA. Собственно, да, один раз у меня этот план уже сработал. Я, ну, реально сделал очень серьезный шаг, действительно, к освоению английского именно благодаря GTA San Andreas. Возможно, стоит просто повторить трюк, типа, просто пройти San Andreas на польском и как бы сразу буду говорить, как заправский пан. Да, тем более в San Andreas есть как минимум один этнический поляк, офицер Пуласки. Воды в океане White City. Указание на это было... Что же это, блядь, за свойства-то такие необычные, в которых люди тут же тонут? Велькие злодии самоходов. Ставлены разработчиками на пляже Океан Бич, эти имели спасательные будки с надписью Rip Currence, что в переводе означает убийственное течение. И вполне вероятно, что это можно оценивать как некоторую отсылку к Бермудскому треугольнику. Я напомню то, что White City это продаж... Ох, Лера. Это Си Джей. Майами является одной из вершин Бермудского треугольника. Отсылку к Бермудскому, блядь, треугольнику. Ну заебись, нахуй. Так вот, кто виноват. А я, дурак, блядь, 16 лет голову ломал, почему Томми Гарь плавает как топор. А это, нахуй, ебаный Бермудский треугольник. Ну-ка, блядь, ну продолжай, нахуй. Я недавно узнал, что мой одноклассник разрабка астонного сервера Тайонлайн. У него 15 кафалаверов на Твиче и стремит, как настоящий игровой журналист с колюмбосиной. Вот, кстати, спасибо большое. Кстати, да, типа, я даже был знаком с несколькими людьми. Короче, реально, это какая-то теневая аудитория, теневая индустрия. Ладно, там все мы знаем пиратские серваки по каким-то всяким линейкам и вовам, и то, насколько это много денег приносило, но оказывается, что потом кастомные серваки по ГТА начали приносить едва ли не больше денег, и типа там люди прям поднимались во всех смыслах этого слова на этом дерьме, пока я как лох сидел, играл в синглплеерные игры. Ой, давай посмотрим. Здесь действительно очень большое количество намеков на какие-то стихийные бедствия. Затанувшие корабли, затанувшие яхты, корабли-призраки, утопленники. Утопленник, блядь! Утопленник с бетонными ногами. Утопленник, блядь! Это отношение к бермудскому треугольнику, блядь! Точно он виноват, кто же еще... Механика плавания в Витя-Сити Сторис абсолютно проклятая, там тупо полоска стамина, и при расходовании Виктор умирал. Ну, как в Зельде. Потом японцы это украли в Зельду себе. И масонская ложа, и инопланетяне, а пятая часть жита такое говно, наверное, потому что ее делали во время негативной фазы Луны. А если в Луну выстрелить, то она увеличится и сменит фазу напротивофазу. Быть буквально в шаге от гражданства. И тут Лука все обосрал. Впрочем, как обычно, и не в первый раз. Ладно, не буду душить. В Новом году расчет на поточки с золотым дождем раз. Железки и прочее хобби. Такая вот передача за проезд, блядь. Спасибо большое Silent Top и удачи тебе. Удачи. Надеюсь, все-таки что-нибудь сможешь рекоментировать свои потери на немецкие доки. Хоть что-то должно из этого выйти. Второй фильм. Ну, что поделать. Нормальная часть жизни у ретро-коллекционера. В 1984 во время действия в iCity Stories этого всего не было. Да, чтобы было робить, то ехать за путенком CJ. И был похож на обычный благополучный курортный город. Производится пи... Да я, блядь, в жизни не играл в iCity Stories, но я без лупы, без микроскопа вижу, что здесь используются модификации движка от Суньв Андрея. Нахуй ты продолжаешь сравнивать разные версии движков. Давай уже рассказывай, почему паровозик Томас нихуя не умеет плавать. Я уже эту хуйню, блядь, ебаную, размусоленную заебался слушать. Впечатление то, что в перерыве между iCity и iCity Stories, то есть между 1984 и 1985 годом в городе что-то действительно произошло. Мне нравится, как он продолжает абсолютно серьезно разманживать типа лорное оправдание тому, что нельзя плавать в iCity. Типа, в городе что-то действительно произошло, ну подумайте. Ура. Стрим в понедельник с лоревидами пакта. Сейчас заварить чайку. Покурей тут тут по клавишам работать. Пользуйсь случаем. Поздравляю, колдестра. Обнимаю. Целую хуй. Колдей, это все для тебя. Спасибо. Тоже пью чаечек. Да, Томми, Томас, Тома, Том это кот, коты боятся воды. Только звука турбины не хватает для рейджа. Нет, колдей, не в курсе, но я думаю, мы до этого дойдем. Ты решешь, люди из похожего в Скайриме с Ралиси избивали рейджу и ведьму. Там в Твиттере какая-то Тиан, короче, есть, которая выкладывает постоянно свои голые фотки и делает это даже не за деньги, а просто так. Она, короче, нашла, она явно смотрит, посматривает стримы, она, короче, где-то нашла зайца, точно такого же, как у Либры, выложила, типа, голую жопу с зайцем, написала, что пост спонсирован вокально-инструментальным ансамблем Синий Заяц. Вот и думайте. Дальше идет самое интересное. Самое интересное. В пособнике Томми Версетти существует достаточно известная пасхалка, связанная с тем, что некоторые картины по какой-то причине порваны или чем-то замазаны. Фанаты очень долго пытались разгадать, что же на них было изображено и кто зачем по какой причине стал их портить. Однако, если приглядеться к оставшимся обрывкам, то... Да вроде нет колдей, ну либо у него новое. Можно заметить, что на картинах изображены какие-то природные я нашел я нашел ее довольно обскурным способом, а точнее меня нашли, как обычно. На некоторых из них можно... Да, ни копейки, если мне не все, просто так сделал. В конце стрима я вам ее покажу. В принципе, там такая степень ноготы, которая позволена на ютубе, поэтому я вам потом покажу. Но потом... следить пляжи, а также морской горизонт. Причем в игре никак не объясняется тот факт, почему эти картины порваны. Если у кого... А-а-а-а! Да, ты уверен, что это не жопа Либри? Порваные картины, уебище ты еб... Мы в школе могли попиздиться буквально из-за спора о лоре GTA. Слушай, ну у вас была высококультурная школа, у нас... Никто даже как бы не пытался разобраться в лоре GTA, потому что всем было похуй и все хотели с читами убивать людей. Ебаные появляются только после того, как Томми Гарь вместе с Шоколадным Зайцем отожмет хату у Карлика, блядь, и решит, что ему эта лепка на стене просто нахуй не нужна. Скорее всего, картины порвутся уже в процессе... А вот скоро благодаря Верту не только Поднебесно, но и Либра будет купаться в пуси. Захвата особняка. За каким хуем ты вообще это из себя выдавил? Я, блядь, просто не понимаю. За каким хуем... Злой, злой молодой Русяич. Негодует, что кто-то перепутал Геннона и Геннендорфа. Это просто какая-то натянутая, ебучая, никчёмная, несуразная теория. Какие-то из вас имеются какие-то предположения на этот счёт? Обязательно напишите об этом в комментариях. Я сейчас как раз копаю информацию по этому поводу, поэтому если появятся ещё какие-то интересные разгадки, я обязательно сниму про это ролик. Нихуя себе. Какие у тебя чёткие были парни Мосби в классе. У нас в классе было два лороведа по ГТА, потом они стали лороведами Сталкера, даже набивали себе Сталкер иголкой и чернилами из гелевой ручки. Ебать. И зачитаю вашу версию. И да. И это всё? И это всё? И это всё, блядь? И это всё, блядь? После этого, того, что он сейчас с нам напиздел, дальше будет только реклама и хорош. Смотрите. Если кто-то из вас интересуется прокачкой... Прокачка от Азота. Он просто реклами... Азот 671 Геймс нахуй. ...себя. Видос называется Почему Томми Гарь не умел плавать? Вся правда. Где ответ? Где намёк? Где хоть что-то? Тупоносик просто посидел за компуктером пять минут. Тупоносик. Выдавил из себя какую-то полуразложившуюся, полупереваренную информацию, которую сам, блядь, у кого-то высмотрел. Насал в уши ордом бестолковых детишек впарил две рекламы, одна из которых посвящена себе. Себе! И в результате это что, контент? Каким же, блядь, ёбаным... Да, надо предъявить Русевичу за этот видос покер, что не он его делал. Наедом надо быть, чтобы это хавать. Это просто пиздец какой-то, я ума не приложу. Насколько ж народ нынче пошёл ёбаный, ты же готов встать на колени, открыть рот, а потом, когда в него на суд, сказать спасибо и попросить добавки. Это просто пиздец какой-то. Облизнулся и попросил добавки. Блядь, что это за контент? Где? Я нихуя не понимаю. Что это за доводы и тезисы? Блядь, короче, если вы фанат данного персонажа, у меня для вас очень плохие новости. Лучше, блядь, идите в больницу, в психушку нахуй ложитесь. Да, Тарас, ну шо поделать, там типа игра так делалась. Под голопередочек прокапайтесь и всё сразу нахуй хорошо будет в жизни. Это просто шок-контент, блядь. Ну ладно. На самом деле такого контента на Ютабе чрезвычайно много. Если вам впирает данный ветвь развития, можете кинуть лукаря, подписаться на наш добрый ченнел, вступить в наш славный... Ну я кинул лукаря. Как бы. ...поблос. И вас ждёт намного больше подобного вкусного дерьма. Ну а с вами был Джеймс Эрл Кэш. Всем спасибо и до новых встреч. Всем здорова. Признаться честно, представленный далее персонаж... Да, вы не ГТО-обзорщики, вы отбросы. ...по себе является настой... Да нет, конечно, Гренус. Проходил в основном на компах в клубах в нулевых. ...только жалким и ничтожным... Да, скули, как повитая шлюха, что кто-то не рассказал, почему Томми не умеет плавать в Вайс-сити. Да, Джеймс Кэш брат мистера Кэша, очевидно. ...что даже я не сразу подобрал слова, чтобы его охарактеризовать. Представляю вашему вниманию пидорайлю. Пидорайля. Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что же находится... Рыжий молодой Егор Крит. ...под водой в ГТА-4, да, какой же подводный мир в этой игре? Съёмка крупным планом и загримированные ебальцы уже на старте... Она не загримированная, это просто вебка. ...наемикают нам на то, что ничего хорошее. Просто это школьник, у него нет морщин. Хороший у нас явно не ждёт. Я не знаю, кто советует малолетним модникам стричься таким петушиным образом, но... Слышь ты, блядь, отличная... Это классическая прическа, не... Какие модники, нахуй, это классическая прическа? Эндеркат это классика, как смокинг. Это уже ни в какие рамки. Деточка, ты что, с мамой ходишь по её знакомым кассиршам из пятёрочки, я не подбираю тебе имидж? А может, ты ещё и губы красишь, прежде чем натянуть на себя просто, не пойти подёргать пипетку на своё отражение? Я и сам был школьником каких-то лет десять назад, но мне... Если ты сейчас в десятом классе, то как бы можно сказать, что ты был школьником десять лет назад, но ты всё ещё им являешься. Никогда ей в голову бы не пришло наводить красоту. Моё ебало, если и было загримировано, то исключительно ржавчиной, которая щедро сыпалась на него с авдеповского грифа штанги. Моё ебало. Моё ебало, если и было загримировано, то исключительно ржавчиной, которая сыпалась на него с авдеповского грифа штанги. Да, ребята. Да. Челкари, вам не понять. Не понять вам, челкари. Петухи, да. Да, лороведы уже не те. Я думаю, никогда не задумывались, поэтому сегодня, ребят, мы с вами... Да, на флоте он не служил случайно, а в игромании на письма не отвечал. Полностью уберём воду в этой игре, поэтому смотрите обязательно до самого конца. Я думаю, вам понравится новость. Нет, вы только посмотрите на эту мерзкую, наигранную мимику лица. Прям так и вижу, что сценарий для вступления он писал со своими одноклассницами после уроков, а репетировал в женском туалете, держа перед собой маленькое розовое зеркало со своей младшей сестры. Ути-пути, поросёночек, а ну ещё губки надуй, а ну сделай гомосексуальное по бровями, а ну ещё дёрни голову. Как этот человек пережил выход игры GTA 4 баллада геетони, мне интересно. Ой, как ты делаешь во время заглота у трудовика дяди Гены. Умница какая. Ну всё, держу пари в вашей местной петушильне, место на кегле ты себе уже сто процентов обеспечил. Я не понимаю, нахуя так пыжится, если ты всего лишь анонсируешь тему очередного бессмысленного кликбейтного ролика. Ты же выглядишь, как маленький бездарный шут, который готов бегать в присядку перед барином за порцию объедков с его... Каким барином? Какой... Что, блядь? Что? Каких объедков? Какой шут? Опять Киша в качалке слушал? Что, блядь? Стала. Мне интересно, они вообще пересматривают своё говно перед тем, как его... Никак, он говорит, что ДЛЦ про байкера и угля из гей-клуба говно, а... Ну, слушай, он остался верен своим взглядам, моё почтение. Что заливать? Я же как будто... Да, литр ли донаты верта после стрижки. Что смотрю в превью к гей-драме, нахуй. Всем привет, с вами снова я, Арайли, и мы начинаем. Ребят, я загрузился с сохранения и выхожу теперь из своих апартаментов. Как вы можете видеть, ребят, перед нами уже представлен, обезвожный, если можно так выразиться, Либерти Сити. Выпрыгиваем с этой высоты, конечно, Ника Белик, благодаря своей физике, красиво так падает. Вот, и теперь, ребят, стремительно бежим перед дорогу. Прикольно, что у этого школьника голос и произношение как у какой-то новой русской бабки из этого, из телешоу. Типа такое... Или как у Константина Абрамова. Водоемчику, да. Я революция. Как вы можете видеть, ребят, это все потрясающе выглядит. Кораблики у нас, ребят, находятся в буквальном смысле в воздухе. Да. Ну-ка, попробуй... Ну, кстати, шутки шутками, но в GTA 5, помню, вот все, хотел это сделать, но апатия к GTA 5 оказалась сильнее. Короче, то ли она только вышла на ПК, то ли еще даже на PS3 смогли сделать очень прикольную тему, что именно в пятерке, короче, убирали море. И там получалась очень классная трасса для заездов на моцике. Вот, к тому же, ездить и прыгать на мотоциклах в пятерке довольно приятно. И вот это было прям круто. Но, так как я после 2013 года и PS3 версии в GTA 5 нормально не играл, то все мои планы как-нибудь накатить этот модик ничем не закончились, потому что до сих пор на ПК GTA 5 так и не купил, потому что да похуй на нее. Да, как вы помните, мы сразу прыгаем в воду, а здесь у нас водички к сожалению нету. Да, конечно, я вижу, ребят, разработчики, мне кажется, даже не заморачивались об подводном мире данной игры. А вот в GTA 5 заморачивались, потому что можно нырять, и типа там реально прямо и водоросли эти торчат, и прямо рельеф интересный, короче, нормально, нормально, Я думаю, штук 10 каналов миллионников есть на ютубе, которые поднялись на исследованиях подводного мира GTA 5. Это не так, и хоть где-то. Да, кстати, по ходу получается вот сейчас меньше чем через сутки начнется новая волна, новый сезон, типа новые каналы будут, короче, кто-то завтра начнет новую жизнь и сделает себе карьеру, которая будет кормить его до конца жизни, сначала разбирая трейлеры и теории по GTA 6, а потом разбирая сами приколы в GTA 6. Типа реально, вот у кого-то завтра изменится жизнь, не у меня. Там можно хотя бы, не знаю, затонуть. А как я вижу, ты малолетний клоун, даже не заморачиваешься над своим словарным запасом. Да, и вот, кстати, возможно, вот куда ушел хайлайтер, типа он просто к этому готовится, реально вкладывается в новую карьеру. И всем привет, ребята, и сегодня пять новых подробностей, чего вы не заметили в трейлере GTA 6. Поехали! И пятое место. Действие будет происходить в Vice City. На это намекает. Ладно. открывать блокнот и начинать вести учет того, сколько раз ты высорвал с себя слово ребят. Это не просто режет уши, это практически застилает мне экран. Нереально трудно сосредоточиться на происходящем, когда на картинке я вижу, как самое обычное чмо, просто без остановки, чуть ли не... мне трудно становится треточиться на картинке, когда я вижу, когда самое обычное чмо... Они вместо запятых спамят одни и те же речевые обороты. Вы можете сказать, ну пацан же работает без сценария и просто набалтывает в реальном времени на камеру. Ну тогда возникает резонный вопрос, а нахуя снимать контент одним дублем, если... Заканчивается или закончилась уже пару лет как она, более уточни. Ты не способен делиться со зрителями информацией должным образом. Ну конечно, школота и малолетние аутисты все схавают и проглотят. Так зачем... Вы не лороведы GTA, вы говно. Закем же нам заморачиваться? Правда, пороси? Реально, вот сейчас очень классно, типа реально вайбы вот Киселева, когда Кисель, типа вот, мнил себя вершителем судеб, вот именно во Вновке, когда он всем право и налево пояснял, что типа, блядь, ну пиздец, ты постоянно используешь одни и те же речевые обороты и ты собрался рассказывать про GTA? Блядь, ты... За кого ты нас считаешь? Теночек. Ушил машинку. Просто, ребят, поищем все это дело. Давайте-ка, наверное, заспамлю себе тачку какую-нибудь. Да, любой банши давайте, вообще без разницы, просто хоть как-то передвигаться в этой игре. Конечно, ребят, выглядит со стороны это все устра... Наконец-то взял PS2, кинескоп, а завтра заберу RGB с богатым экранерованием. Дальше теперь гей-кубик и бокс молодец. Поздравляю. Подписка на Boosty Libre. Поздравляю. Все делаешь правильно, а я очень... Ну, ладно. Справедливости ради я должен уже на этой неделе закончить. Видос, в котором будет подробно про все это рассказано, про мое добро и тщательно сдобрено советами, как это все покупать. Короче, все правильно делаешь. На боксе, короче, главное на оригинале это по возможности компонент, вот, потому что RGB на боксе обсрат, почти на всех ревизиях, и там не RGB, а композит по RGB. Переключи в боксе и в биосе версию биоса на NTS Session. Это важно. Шающе, е-мое, я провалился под текстуру уже, тут у нас обрывки даже есть. Так, а тут у нас, ребят, разбросаны какие-то обломочки. все-таки, все-таки разработчики пытались что-то сделать, ребят, что-то пытались какие-то добавить интересные штучки под воду. Что это? Листочки какие-то, всякие обломки. Да, но потом, видимо, забили на это дело. Это, конечно, очень печально. Ну, не зря же, ребят, обломки эти. Эй, где же твой субботний стрим? Как состремился, мужик. За пару дней стал, как зумерок. Шутка. Мне кажется, на сегодняшнем потоке нужен этот видос с индука. Спасибо, я АМочко. Чмаф тебя. Чмаф. Лавки. Лавки. Нет, ноти драй, впервые слышу. Но я открыт к предложениям других лорных жемчужин по GTA. GTA 6 первый взгляд. Семь лет назад. Тут лежат, потому что мы на самом... Год назад мистер Кэт собирал хоть что-то, сейчас его максимум 20к за месяц. Ладно, потом чекнем, что там с мистером Кэтом. На самом деле, в игре их никогда не увидим. Да ладно! Отключим воду, как я сейчас это сделал. А вот, посмотрите, какие-то у нас тут веревочки, все такое прочее. Веревки. Коробочки. Да. Да, что-то, видимо, пытались делать. Молодцы, на самом деле. Я думаю, можно подобно еще что-то найти порыскав в этой игре. Да, посмотрите, ребят, тут корабль у нас не исчезает после того, как мы на него телепортируемся просто потому, что это у нас обычная голая текстурка. Можем ли в него зайти? Конечно же, можем поискать, что тут у нас тут находится. Каюта тут у нас, как я могу видеть, присутствует. Стоп, а вообще мы можем войти вовнутрь? У мистера Кэта есть проход в ностальхию через Батл-Сити. Хм. Пошел по Руту Нефедова, кажется, в том числе и по количеству просмотров и по целевой аудитории. Да? Кроме кого, как сейчас. Вот, смотрите, я зашел сюда. Можем ли мы отсюда выйти? Хм. Интересно, ребят, какой-то скрытый интерьер. В смысле скрытый? Здесь же последняя миссия проходит. Я не ошибаюсь. На самом деле, я не проходил, честно вам говорю, GTA 4 полностью. Я... Ну, сейчас его за это прожарят. Я проходил только балладу о гейтоне, а именно чисто... Блядь, почему ведущий ничего и никак это не комментирует? Хм. Данелос будет уверен. Уверен, современные пиздяки, типа, они-то, может быть, и угорают по Фортнайтам на мобилках, но они буквально выросли на приколах из GTA и особенно GTA Online, поэтому не, я думаю, что... Да, сам себе в могилу копать. GTA 4 не проходил. Self-Own. Ну вот, теперь ты все и встал на свои места. Шо ж ты чепушила, дырявый, лезешь сделать контент... Шо ж ты чепушила, дырявый, лезешь делать контент по СЦП. По... По змейке Шандии. По игре, которую даже не удосужился до конца пройти. Иди, играю в мультиплеер пятой части со своими подружками и не лезь к взрослым серьезным играм с делом... Потому что лорные видосы по GTA это серьезное дело серьезных мужчин. Для взрослых серьезных дядек. Мне почему-то кажется, что он смотрел мой видос 18-го года. Так-то оно все и понятно теперь, почему ты выглядишь как молодой пассивный гомосексуалист. Ты ж прешься с баллады про гея Тони. Не удивлюсь, что ты играл-то в нее только потому, что главным героем там является молодой смазливый пидорастичного ви... Блядь! Главный герой не гей! Главный герой баллады гея Тони не Тони и он не гей! Сука! Уголек. Вроде бы... И он не уголек, он латинос! Ребят, я как понимаю, тут отсюда выйти нельзя. Какой-то скрытый... Да, становись на свою гея Тони и катись нахуй! Из GTA 4. Интерьер? Возможно, из первой кат-сцены GTA 4, да, из-за его водной, когда Ника приезжает в Liberty City. Вроде бы отсюда начиналась GTA 4 кат-сцена. Могу ошибаться, ребят, могу ошибаться, поэтому исправьте меня в комментариях. Да, вот отсюда мы должны, ребят, войти, чтобы обрыв текстур, да, опять баржа в воздухе лежит, ну, типа для красоты. Тут у нас вот эти вот какие-то... Да, он не латинос, ему просто ржавчина с авдеповского грифа штанги на лицо упала. Сваешь! Ну, он же, кстати, может участвовать в этих, в подпольных боях? Что ли? Для ловли рыбы, я не знаю, ребят, зачем вот эти вот палки в воде? Вот честно, напишите, пожалуйста, уж если кто и должен разбираться в назначении разных продолговатых двух ларетов GTA, не игравших в GTA, предметов там... Напоминает видосы в Аномазе на английском. Садись на свой золотой вертолет и катись нахуй с GTA 4, потому что это серьезная игра для серьезных, только не мужчин и компьютеров. Вообще, конечно, это уже довольно современные видосы. Надо, чтобы все это разворачивалось где-то в начале десятых, короче, когда GTA 4 ни у кого на компе не идет. И типа там была лорная война лороведов GTA, никто из которых даже не может на компе ее запустить, и поэтому там типа просто кто-то в гостях играл, кто-то на ютубе видел летсплей в 144p, и типа вот такая война была бы хороша. Палок и прочих таких вот приборов, так это мой юный друг и ты. Большинство присутствующих в GTA 4 деревянных свай это ничто иное, как разрушенные исходные трапы. Другая же их часть, более хаотично разбросанная по водной глади, служит для определения уровня прилива. Хотя, откуда тебе это знать, если на судне тебе максимум доверили бы выстригать баребухи через жопу капитана. Опять, ребят, корабль. Как же он уходит. Так у нас лежит в воздухе, посмотрим, что у нас внизу. Внизу, к сожалению, ничего нету, но, конечно, звучит немножко, выглядит немножко устрашающе, на самом деле, посмотрите. Ух ты, ё-моё, немножко испугался. Супер, так, сюда можем войти? Нет? Тут ничего нету, тут тоже какая-то плоская текстурка, пустая, точнее, мостик капитана, как говорится. нужно... Да, на котором баребухи надо выстригать. Ребят, подчиниться, а не не подчинился. Ну, охуеть, не стать. Вот это актёрская игра, конечно, да. Это не Гайтава. Я думаю, он правду тарел по микрофону. В Гайтава Ассити, в Гайтава Ассити, там, что... Будда, я в хейни, оля Кали. Есть воды, что нет воды, вообще без разницы. Умер. Без воды тоже упал, упал под текстур. Да, новый биф гнойного эксимирона. Поэтому как-то так, ребят. Тут вроде есть... Егор Акридо и Бэткомидиана. Не ошибаюсь, тут должна быть вода, да? Точнее, поперечного. Или нет? Не помню, не помню, тут колёсики какие-то, шины лежат. Не помню, ребят, должна ли быть здесь вода. А, нет, ну, смотри, по берегу, да, тут нет, не должно быть вода. Сначала выстригаешь баребухи, тематические. Что за нас лодочки какие-то? Ну, для текстурок, я понял. ЧЕГО, БЛЯТЬ? Как-то раз, во время одной из моих трансляций, некий хуесос решил упрекнуть меня в том, что я, дескать, засоряю YouTube, а этому миру нужен более достойный интеллектуальный контент. Более достойный интеллектуальный лоровед по GTA. Разумеется, этот кончегот был щедр палит говном и выпизнут с крыльца прямо в канализационный люк, но дело-то и не в этом. Суть в том, что если я, скажем так, недостаточно интеллектуален для этапа, то как вот этот вот опарыш с видео смеет вообще дышать? Ведь мало того, что он несет возмутительно безграмотную хуйню, так еще и не удосуживается переделать явные косяки, считая вероятность, что это будет охуеть, как смешно впоследствии. Не знаю, Шварц, мне нравится. Типа, в этом реально есть вайбы именно вот раннего Киселя, когда Кисель был злым и как будто бы почти успешным. Вот, типа, это реально очень, очень большие вайбы в Новго. Рука, поднимите руку, кто засмеялся? А тут не должно быть воды, тут можем, в принципе, мы ходить. Только вот здесь хоть не можем ходить. А нет, я понял, ребят, я понял, этот мусор у нас не на дне лежит, этот мусор должен лежать, ребят, на поверхности, да, типа, типа, мусор выбрасывается людьми на воду. Топ один. Сиди романч, ну, типа, вроде норм, но что-то мне в нем меньше нравилось, не помню что, Эму Парадайз, я сейчас напишу в чат. Короче, главная проблема Эму Парадайза, что там на них надавили правообладатели, и они, короче, поскрывали ссылки, но, чтобы их вернуть, нужно просто скачать этот, расширение Temper Monkey, Temper Monkey, короче, которое позволяет тебе кастомные скрипты запускать, типа, скрипт, который тоже гуглится в одну строку, типа, Эму Парадайз скрипт, после чего ссылки вернутся. На Эму Парадайз, типа, есть больше всего, то есть, там почти все есть, только там, 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 просто качаешь. Так что, из того, что я пробовал, Эму Парадайз самый лучший. Вот. Еще, из недавних открытий, в принципе, если консольки посовременнее, там, не знаю, какой-нибудь, 3DS, например, или Xbox 360, на Root Tracker есть раздача именно не по одной игре, а вот прям паками, типа, там, сценические, сценические релизы, там, всех ромов за какой-то год, и вот там у них довольно много сидеров, и, типа, зачастую, вот, я там брал, по-моему, для 3DS, да. Это так для 3DS, потому что заебешься. По одной игре что-то выискивать, плюс какие-то еще DLC обновления, а на Root Tracker прям, типа, суперудобненько. На этой неделе, Илья, на этой неделе. Да ладно, большой видосик про старое железо. Ладно, да ладно, да ладно. Пустота. Да, короче, вот так вот, ребят, можно сделать вывод, то, что разработчики Rockstar не заморачивались над подводным миром GTA 4, вот сразу это видно, ребят, просто, ребят, проверили это все. Дело я... Так, с какого хуя подводный мир должен был быть, если в игре совершенно не планировалась возможность нырять? GTA 4, это почти дословный ремейк GTA 3 во вселенной HD. Не удивлюсь, если они... Что, блядь? То есть комп его у него все-таки не тянет GTA 4, если я правильно понял. Дословный ремейк. Невозможность плавать-то прикручивали в финальной стадии. И то только для того... Да, да, три дня дайте. Да, да, да. Чтоб малолетние фанаты ЖТА Сунь в Андрея не ныли. Ну-ка, чепушонок, признавайся, любишь Сунь в Андрея? Да хватит уж, Станфити кибербуллинг. Я никак их не виню и не хочу оскорбить то, что какие они там плохие и все такое прочее. Нет, ребят, они, возможно, специально... Спасибо, Нира, но, в принципе, я себе уже все, что нужно было, качнул, поэтому... Этого сделали, что не хотели, чтобы нагружать компьютеры того времени, да, потому что это все-таки... Они так не тянули ее и до сих пор не особо тянут. Огромная нагрузка. Да, кстати, реально, одна из причин, почему пока версия GTA IV так плохо идет... Тут заходил один красивый мужчина, верующий, честный и справедливый. Натянул всех работниц настолько качественно, что на следующий день пришлось им взять отгул. Хвастался своими длинными видео неизвестного происхождения. Ну, очень большого качества. Спасибо, пензенский бордель, все верю, все так. Привет ему в следующий раз от нас, и комплименты передавайте, и будьте нежнее своего синим компаньоном. Спасибо, Санчо Панса, также, вновь за абсолютно лаконичное. Что можешь посоветовать по каналу с обзорами Грулик 00, их 10 их годов и всяких хайдингемов? Желательно не пердешь в микрофон с ностальгией, но и не эссе. И еще каналы типа Эльгэта, про тужую эпоху плюс. Ну смотри, хидингемы, особенно нулевые, вот один из моих самых любимых каналов. По-моему, он так пишется. Да, вот, мини-ми, чувак, который, по сути, типа, у него весь канал на обскурных и хидингемовских играх из нулевых. Он как раз-таки соблюдает идеальный баланс между краткостью и детализацией, хорошее чувство юмора. Короче, годнота рекомендую. Ну, также гейминг-брид хорош. Он, конечно, в основном по всяким экшонам типа ДМЦ угорает, но не только по ним. Хорошие видосы делает. Вот. Еще критикал... Критикал ноубади хорош. Вот этот вот чувачок. Он специализируется, ну, типа, самая главная у него, так сказать, сильная сторона — это сплинтерселл. Он не только про них, но, типа, сплинтерселл у него прям... Если было интересно что-то про сплинтерселл, тут у него полный лор из первых рук, так сказать, человек, который шарит. Еще Голден Болт пиздатый. Вот. Голден Болт. Тоже, как бы, вот... Хорошо. Прям хорошо. Из Элджара, но не Элджар. Ну, This Does Not Compute. Вот. Конечно же, этот чувак крутой. Майкл. MGD хорош. Вот. У него постоянно супер-обскурная хуйня. Типа планшета на Windows XP или установки настоящего Linux на PlayStation 2. И это еще только вершина айсберга. Вот, типа, нетбук от Никелодиана, Майнкрафт на Windows 98 и прочие приколюхи. Ну и можно еще... Как там? Mac Upgrade, по-моему. Вот. Хоть и называется Definitive Mac Upgrade Guide, здесь, как бы, гайдов по уму нету. Вот, просто, типа, всякие приколы со старым железом, но он, типа, макоёб. И здесь всякие интересные именно макоёбские приколы со старым маковским железом и софтом. Прям рекомендую. И вот у него отличный видос про лор Макосей. Где он? Где этот видос-то, ёпта? Вот. У меня необычный запрос для макс. Паузы. Но вам понравится. Уверен. Пук собака с рейнг собака. Спасибо большое, Токсик. Это не все каналы, которые я вспомнил, но там они, короче, как только ты парочку из этих, что я показал, кто-нибудь из вас включит, вам все остальные сразу добавятся. Постоянно начнут ломиться в рекомендации. Короче, Беллини, Самбо де Жанейро, ремастер. Короче, реально, очень хорошо, с ностальхией на Западе все очень хорошо, есть много очень хороших каналов, где люди прямо пиздат все делают. А, еще Начо Мачо Продакшнс, там он совершенно охуевшие проекты проворачивает, очень сложные и совершенно уникальные. Тянет. Он в одном из отходов рассказал, что у него пиратка четверки не запустилась, а лицензия с тормозами, ну, запустилась. Здравствуй, Шкарлупка. Да, так вот, GTA 4. Здравствуй, миссис Коломбо. GTA 4, типа, реально, одна из причин, не главная и не единственная, но одна из причин, почему GTA 4 до сих пор везде так плохо идет, это то, что там реально игра тебе прогружает. Типа, почти всегда, почти реально весь город со всем трафиком и всеми тачками. Вот. Ну, это вроде как можно снизить в настройках, к счастью. Вот. Но, в целом, с четверкой вроде бы все идет хорошо, то есть, предыдущие GTA-шки там, кажется, уже довели до идеала на компьютерах. Типа, версии там, типа, все собрали, все пропатчили, KD2 под FreeBSD, вот это вот все. Короче, вроде как за четверку сейчас прям серьезно взялись и прям активно и очень удобно. Там, с помощью одного инсталлятора, а не кучи модов, которые ты ставишь вручную, весь контент, все эффекты проебанные в нее обратно засовывают. Музыку, которую вырезали из заправ. Короче, с четверкой все вроде бы наконец-то тоже становится нормально, а не как обычно. Данкпоц, я не понимаю, почему все говорят по Данкпоцу, типа, он, ну... Я пару видосов посмотрел, ну, я не понимаю, что там крутого. Почему Данкпоц такой популярный, типа, ну... Я видел видосы даже про Айподу куда качественнее. Здорово, Forged Spirit. Это я. Передаю подяку Алене. Яка я... Терпить тоя, яка квитка-квитка Глядить местримы, дякую, Алена. Хотели нагружать компьютеры того времени? Чё ты несёшь-то, блядь? ЖТА-4 без проработки морского дна сворачивает шеи современному железу. Причём тут вообще подводный мир и оптимизация для компов десятилетней давности. А что если я скажу тебе нахуй, что ЖТА-5 вышла... Что если я скажу тебе нахуй? ...для тех же самых допотопных консолей и несла в себе те же самые технологии. А-а-а, технологии порезали. Однако там дно было проработано и как-то совсем не убивало оптимизацию. Снова бред сивой кобылы. Просто иди нахуй чепушила. Просто иди нахуй чепушила, блядь. Как же ты слаб в флороведении ГТА. Школьник просто решил отключить скриптом воду в ГТА-4, показать ребятам, что там на дне Либерти Сити, так сказать. Весело пофаниться, показать там, так сказать. Ребята, смотрите, вот такая приколюха. Просто иди нахуй чепушила. ...элис, наверное, то, что этот продукт, который они сделают, не пойдёт, не пойдёт у многих. Как-то так. Я думаю, но всё равно, ребят, было интересно. Я спросил, зачем я тебе доначу, если всё так плохо? Отвечаю, половину хаты оплачивает друг программист стока, а слеж на насек. Четверть квартиры платит бабушка, четверть моя девушка. На Кока-Колу и Сиге деньги я найду. Жили будем, не помрим. Батя на стройку позовёт подработать. Всё будет хорошо, я надеюсь. Я тоже надеюсь, Рикки Блэквилл. Удачи тебе. Тогда теперь можно не брать PS1, ведь двойка выдаст ту же картинку на кинескопе, что и на оригинальный PS1 на кинескопе. Удачи. Удачи тебе. Главное, чтобы твои сожители не начали о чём-то догадываться и не упростили уравнение. А так, удачи. Удачи. Теоретически, да, PS2 может выдать то же самое, что PS1, но это только с диска. А диски для PS1 вещь довольно редкая, дорогая и хрупкая. Поэтому, если ты планируешь играть исключительно с оптических дисков, то да. Вот, но так, короче, если по-трушному, то PS1 фатка плюс эмулятор привода, либо PlayStation 3, её тоже можно подрубить кинескопу и там с жёсткого диска, потому что с PS2 все способы, которые существуют на данный момент запуска ROM в PS1, с жёсткого диска, там, карты памяти, либо USB, либо даже по сети, это всё, типа, очень хуёвый допотопный эмулятор, который реально работает плохо. То есть, так делать не надо. То есть, по-нормальному железная обратка на PS2 только с диска. Есть небольшие разработки, которые ведутся сейчас, чтобы это обойти, но там пока что, типа, закрыто при альфа, proof of concept. Короче, пока это ещё не достигнуто. Посмотрите на все секретики вода, водой в этой игре. Да, как я говорил, ребят, этот мусор у нас, ребят... Я исследовал дно GTA 4 ещё в 2008, когда на Xbox не прогружались текстуры. Вот мы именно так продавали людям невероятно дорогую PS3, потому что, да, на пиратском боксе тогда с пиратской именно балланки не успели прогружаться текстуры в GTA 4, ты проваливался под дорогу, вот. И так мы людей делали с анеблядями. Лежит на поверхности, и так как мы убираем воду, он падает у нас на текстуру. Спасибо. Половину знаю. А черетичал на воды, приятель помогал со спидраном теорией. А по славянским игрулькам есть что-то такое. Если мы не учитываем рестарта какого-нибудь, но у него и такое нечасто такое. Какой-то псих на работе смотрел эсо по ведьмакам на 9 часов сумме. Говорит, воды нет. Не верю. Ну, воды там действительно формально нету, потому что все эти бесконечные эссе это просто типа пересказ всей игры. То есть формально это уникальный контент? Да, да, именно так. Ну, как бы есть еще несколько альтернативных вариантов. PSP GO умеет запускать ромы нативно на железе, выводить ее на телевизор. Но там будет черная рамка вокруг картинки. Ее я так и не нашел способ убрать. По-моему, его просто нету. А, нет, стоп. Или есть, для PS1 можно. Да, короче, PSP GO запускает нативно на железе ромчики. Можно вывести на телек. Можно даже подрубить третий DualShock по блютузу. PS3. Но там, правда, будет эмуляция. Но типа PS1 настолько хорошо эмулируется, что можно забить. То есть PS3. Ну, и PlayStation Vita TV, но у нее нет аналогового видеовыхода. Поэтому, короче, ну, если трушное коллекционерство, то фатка с эмулем привода. Либо эмулятор. Потому что болванки это совсем кал говна. Типа, болванки вообще никому не рекомендуют. Ебля. Ну, и типа реально для PS1 с эмуляторами прям все хорошо, поэтому... Ну, короче, я бы на твое место взял, наверное, PS3 просто. Потому что PS3 это еще и PS3. Плюс все удобно, красиво. Кинескопу подрубил и играешь. Вот. Насчет славянских игрулек, ну, наверное, только Good Girl N.G. Вот. У нее прям довольно много про довольно прям обскурные славянские игрули. Именно про ВСЖ. Вот. А видеоэссе, как бы, ну, да. Если, смотря считать ли водой, пересказ буквально всей игры со всеми квестами. Хау... 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 Но обычно нет колды, обычно нельзя. Я пытался так сделать с этими, с играми для PSP. Это PSP-игры на PSP Go, ну, на любой PSP, короче, с видеовыходом. Они запускаются в чёрной рамке. Я так и не нашёл. У меня даже видеомонитор мой, PVM-чик, не смог этого сделать. А, да, Toxic Duke ещё. Да, Toxic Duke, ну, правда. СГ-сексуалы могут не понравиться некоторые его политические прогоны. Ну да, Toxic Duke, надо отдать должное, где должное из D.U. Да, лор там хороший. Лучше пересказ всей игры, чем пересказ игры с отступлением, социальной повесткой и главой на 20 минут про капитализм. Да, ну, это кейдж-бомбер-гай. Вот, кейдж-бомбер дропнул новое видеоэссе, правда, всего лишь на 3,5 часа. То есть, уже слабеет паренёк, но да-да. Там я уже, судя по Твиттеру, как бы уже там прогоны-прогончики про капитализм и вот это вот всё. Нет, не пробовал Ильдар, но я гуглил, и типа, ну, как я понял, в интернете нету решения именно в аналоговом видео выводе на PSP, в PSP-играх убрать чёрные рамки. Типа, на Vita... А, нет, стоп, блядь. Какой-то был. Ну, по-моему, короче, там всё сложно, и... Всё сложно. Ну, я не то, что сильно это пытался сделать, но когда пытался, не смог. Но, как бы, это и не было прямо сверхцелью. Просто чекал, типа, как оно будет, не будет, и насколько, типа, нормально PSP-Go играть на PVM, и как-то... Ну, как, я про H-бомбер-гай шарил по мемам. Я до сих пор ни одного видео не видел. Ну, что же, Инесс, это хорошо. Это хорошо. Это правда. Лучший бокс, действительно, 360-ый. Это не то, что ставит разработчик, это просто динамический мусор. По-моему, главный динамический мусор я прямо сейчас наблюдаю на своём мониторе. Ты наснимал 13,5 минут бездарного говна, обозвал его по всем канонам Библии Кликбейта, и решил, что пипл и так схавает. Кто ты после этого, если не мусор? Три люди бросают воду. Немножко устрашающе, ребят, выглядит Либерти Сити без воды. Корабли в воздухе, да, сухогрузы в воздухе. Всё вот так вот. Сухогрузы. Ну, ребят, сегодня мы также нашли интересный такой скрытый интерьер, мне кажется, который у нас был из первой катцы на GTA 4. Ребят, прошу прощения, если я вдруг могу ошибаться, потому что я не проходил GTA 4 полностью, да, проходил только балладу. Вот поэтому... Потому что пидор, это мы помним. Ребят, не судитесь строго, если что-то не так. Вот в этом корабле он находится. Кстати, это тот корабль, на котором Ника Библик приезжает в Либерти Сити. Ну и, в принципе, на этом всё рассказывайте. Также об этом видео с вами нельзя, чтобы они тоже знали, что же действительно находится в подводном мире GTA 4. Я думаю, они удивятся. Да, Ксюхогрузы. Ой-ой-ой. И, конечно же, им, я думаю, понравится. Ну и будем, ещё раз повторюсь, заканчивать. С вами был, друзья, как всегда, Ралли. Желаю вам, ребят, всем удачи. Освободили. С этого ракурса он, кстати, похож на жену... На бывшую жену Славы Комиссаренко. У неё примерно такая же линия роста волос. И типа после всех пертурбаций, примерно такая же гладкость и лицо, так у неё ещё больше лоб. Ребят, таким же классными. И она ещё хуже разбирается в лоре GTA, хотя, казалось бы... Бегите, бегите, взятите свои близкие, хорошего вам всем, ребят, настроения. И увидимся в новых видео. Пока. Вот смотрите, видос называется «Удалил воду из GTA 4 и нашёл это». Но, как вы можете видеть сами, его бы следовало... Он это не нашёл, понимаете? ...молодой смазливый гомосексуалист ищет парня в GTA 4. Не сказав ни одного слова по существу, сделав лишь жалкую попытку выехать на кликбэте, наш герой серьёзно полагает, что заслуживает лайка и подписки. Ни удара по щеке, ни графина слиной санины за шиворот. Но Славы Комиссаренко был в шоке, узнав, что его жена делала на дне Либерти Сити. Исключительно ваших лайков. Слушай, Jimquisition, ты что? Это ж легенда. Начнём с того, что это жердяй, который совершил транс-переход. Теперь выглядит просто как жердяй с макияжем. Подписок. Лучше бы тебе, братишка, бросить свои бесполезные потуги и пойти, наконец, помочь зиме и начать хавать придорожный снег. Так ты принесёшь миру гораздо больше пользы. А я просто хочу напомнить, что если вам впирает то, что вы видите, можете подписаться на наш бодрый ченнел, на наш дикий паблик и быть охуенным пацаном. С вами был Джеймс Эрл Кэш. Готово. Всем удачи и пока. Да, Григорий, вроде всё нормально работает, типа, виртуально. Ну, то есть, понятно, что задержка явно есть, но вроде как там специальный Bluetooth, который пошустрее. Короче, вроде всё нормально. Типа, виртуалочка, NES, NES и так далее. Вроде всё норм. Мне нравится смотреть на своё творение. Да, Джермс Эрл Грей, любитель чая. Следующий видос тоже про этого же чувака. Райлюха. Пидорайлюха. Всем здорова. Представленный далее персонаж является наиболее отбитым фанатом ЖТА Суньва. Блядь, у него ещё лицо такое, типа, прямо такое, вот, прямо заставляет задуматься у Петросяна, у этого. Андрея. Весь его канал буквально усыпан разнообразным кликбейтным говном по данной недоигре, а его безмерно отвратительная подача возвращает меня во времена легендарного потраченного перевода. Настолько хуёво он подбирает слова для составления предложений. Барабанная дробь. Любишь ГТА? Подписывайся, посмотрим, сколько нас. Да, вот именно вот такие вот каналы начнут вновь расти завтра после трейлера, типа, любишь ГТА? Подписывайся, посмотрим, сколько нас. А ты поставь лайк этому комментарию, обязательно подпишись на канал, и тогда, возможно, именно у тебя завтра под подушкой и будет золотое ламборгини. Точнее, не ламборгини, а инфернус. Ща ёбну, стекломой, я подпишусь, секунду. Хей, друзья, с вами я, Райлюха. Надеюсь, стекломой по лому замороженному будет слит. И сегодня у нас будет очень интересный видосик по ГТА в Айс-Сити. Чтобы вы понимали, сегодня я пройду ту самую миссию с вертолётиком, после которой я забросил прохождение ГТА в Айс-Сити и вообще её не проходил. То есть, получается, Райлюха, то есть я не прошёл ГТА... Он щас стремит на 19 зрёлов, ну не так и мало. Айс-Сити только из одной миссии с вертолётиком, вот с этим RC-хеликоптером, который так всем... Райли и Райлюха это разные люди. Блядь! Почему у них такой странный нейминг? Райлюха. Уже задрала на самом деле, много было мемов и так далее. Ну, начнём с того, что эта миссия едва ли не легчайшая во всей игре, и чтобы её не пройти, нужно быть максимально отбитым кривородом... Слышь, ёпта, сейчас-то да, сказал бы ты это в нашем дворе в нулевых. С этим долбоёбом. Нет, Эннинг! Нет! Давайте, кстати, зайдём, посмотрим, как он сейчас звучит. Блин, это не то место, ничего. Блядь, я застрял в ящике опять, пиздец. Жесть. Вот так вот. Стал кладом в Алакосом каким-то. Второго, Саймон. Это именно она. Да, миссия с вертолётиком это угадать, когда будет стрим. Признаюсь честно, во времена, когда игра только вышла, гаражи на вертолёте вполне могли вызвать некоторые трудности, что было напрямую связано с убогим управлением, например. Однако, сделав пару разминочных попыток, эту миссию вполне реально пройти, даже если ты страдаешь с синдромом Турета. Совсем другое дело, что Школа Тронс Видео, скорее всего, младше меня минимум лет на день. А как синдром Турета помешает тебе? Ну, конечно, в разных видах, но я понял, короче. Я понял, я понял. Предверт. Собрал сетап с ЛТ Моником для игры на XBix 360 по твоему совету. И это была так себе идея. XBix выдаёт картинку в 60 Гц, а для ЛТ Моника этого мало, и он мерцает неприятно, очень глаза ебёт. Решение этой проблемы, как я понял, нет. Жизнь перечёркнута, что делать дальше не ясно. Бля, ну сорян. Ну, типа, как бы да, но в целом мне это особо не мешало. То есть, ну, как бы телек кинескопный тоже обычно 60 Гц. И как бы... Ну, просто не нужно 10 часов за ним сидеть, а потом звучит ебанно, но типа довольно быстро привыкаешь, и в принципе норм. То есть, ну... Просто нужно не так долго сидеть. Но по качеству картинки это реально имбай, это самое лучшее качество картинки. Ну, а как бы... Все сетапы, которые включают всякий кинескопный телек, например, или PVM, они тоже будут 50-60 Гц, поэтому... Типа, ничего, нормально. Ретрохеймеры живут, курят и пьют, засирают попсу и рэперов бьют. Дро Дебикс. А значит, и играл в Асси Сити, но значительно позже, во времена, когда интернет уже не был привилегий олигархов. Но даже если у него дома был только вшивый диалаб, он все равно мог бы скачать 20-килобайтный сейф файл с уже пройденной эмиссией, как раз пока мамка прервала свой диалог Зимка из кондитерского на просмотр сериала Кармелита. И не додуматься до этого, значит автоматически признать... Да, и вообще играть не надо, а кинескопы нужно коллекционировать. Играть так и Моник испортиться может. ...себя ебаным бездарным бараном, который может только обливаться собственной блевотиной из Калошина по теху своих одноклассников, кем, собственно, является автор этого видео. В общем, ставьте лайкосики, подписывайтесь, комментируйте. Нет, колды, так там, во-первых, про Моник. Нет, что типа ВГА... Частота ВГА-сигнала Xbox 360-60 Гц. Типа и на Монике компьютерном это прямо неприятно и непривычно, потому что обычно мы привыкли на Мониках там минус 85, там соточка. Но как бы это бай-дизайн, то есть... Это норма. И нажимайте на колокольчик. Знаю, доктор Шварц. Не знаю, знаю, конечно, что сливают тормозуху, а не стекломой, но я сказал, хотя бы. Типа раз стекломой, хотя бы поломуслей. Чтобы не пропускать новые интересные виды, атера Илюхи по ГТА и не только. В общем, сегодня, на самом деле, вот для меня очень такой исторический момент, потому что я пройду ту самую миссию, которую я не... Отсылка на низший, чувак любил не только Хелисак Шелну и Ларина. ...мог пройти раньше. Да, чтобы вы понимали, я забросил ГТА ВАЙ СИТИ именно на этой миссии. Я не мог пройти ее, я не понимал, как управлять этим вертолетиком и так далее. В общем, для меня это была какая-то жесть. Откровение... Откровение Семецкого от мира и ГТА, да. На Ютубе. Смотря прохождение. Вот. Короче, погнали мы на эту миссию. Вот, друзья, все. Друзья, вот началась та безумная миссия. Окей, там было сказано, что как только ты подберешь бомбу... Это реально какой-то юный мистер Кэт. Начнется отчет, погоди. Типа, ну что, друзья, да. Да, вот она, вот она. Да, друзья, это именно она. ТА САМАЯ МИССИЯ. Я должен понять управление. У Райлюхи 4 ляма подписоты сейчас, кстати. 4 миллиона человек хотели узнать, как пройти миссию с вертолетиком. Нет. А, вот, нам 9. Это наклонить... А! А, вот так вот? Ё... Ё-моё, так это... Это проще некуда, оказывается. Погодите. Да, долбоёбина, вот так вот. Твоя актёрская игра недостойна даже обоссанного бомжами снеговика. Нет, Энклейв. Но здесь, как я понял, мы скоро до этого дойдёмся. Так что прекращай пыжиться и начинай уже показывать прохождение этой славной миссии. Я проебал 4 минуты своей жизни и всё ещё не вижу хоть какого-то малейшего развития событий. И персонажа, кстати, который не раскрыт к тому же. Ты говоришь, что миссия крайне сложная, но, как по мне, гораздо сложнее не сдохнуть от скуки по твоей бездарной видосу. Здравствуйте. Подбираем. И просто летим. Так, летим. Поворот. Стоп. Это что, так легко? Стоп. А, нет, не легко. Вот уже я... Я путаюсь. Уже... Уже на самом деле... Уже почему-то я хочу запутаться. А так, опускаться вниз. С, но это я помню. Сейчас будет строитель. Вот он! Окей. Давайте мы его убьем. Во. Так. И на левый контур сбросить бомбу, да? Райли снимает говно контент для детей по всяким хаги-ваги. Оп. Ага. В смысле? Я сбросил или нет? Погодите, стоп. Поднимись. Вот, да. Я... Вот я уже вспоминаю, как я просто не мог управлять этим вертолетиком, потому что он... Опа-на. Пошел жопу. Нет? Отстань. Так, полетели за следующей бомбой. Надеюсь, я ее пройду. Надеюсь, я ее пройду. Я... Как же хочется перекресток миров от Либрыб и ГДА-6 в стиле «Достоверенно неизвестно, что находится под горой Чилиад». Наверное, айцо инопланетянина, а наверное, нет. Вообще, для самых отбитых ебланов заставка прямым текстом намекает. На самом деле, все равно Уэллс. Типа, реально, когда ты более или менее наловчился, можно хоть снизу, хоть сверху начинать пиху. Типа, реально, миссия несложная. Что Тамер начнет отчет только после того, как ты подберешь первую бомбу. Отсюда следует вывод, что до этого момента можно неограниченное количество времени летать по зданию, составлять маршруты и убивать охранников. Типа, это можно, но зачем? Там реально, миссия несложная. В принципе, если ты более-менее освоил управление вертолетиком, ты с первого раза любым маршрутом можешь раскидать бомбы и вынести всех страйбанов. Однако, наш амбицил не только пренебрегает данной возможностью, но еще и начинает закладку бомб с нижней точки. Я просто похлопаю. Я уже понимаю, что мне неудобно управлять. В самом деле, возможно, на джойстике это было бы все гораздо удобнее. А тут на нумпаде, блин, вообще неудобно никак. Окей. Так, подлетан к следующей. Петарде. Берем ее и все. И летим. Так, осталось 3 места. У меня еще есть 5 минут. Ух, надеюсь, за 5 минут-то я управлюсь? А, там сейчас еще будут строители, которые будут по мне палить. Из пушек, из пистолетов. Блин, вот это будет жестко. Окей, я надеюсь... Нет, ее расфорсили, сложностью ее расфорсили, потому что, во-первых, супер непривычное управление на компе. Во-вторых, собственно, GTA Vita City изначально, когда вышла, по крайней мере, в нашем поколении люди играли в нее не дома, а в компьютерном клубе, где у тебя просто не было времени на практику. То есть, на самом деле, я в итоге даже еще, когда у меня самого компа не было, я еще в компьютерном клубе из-за того, что ты постоянно приходишь и у тебя сейф на этой миссии, потому что на ней все стопорятся, я даже в компьютерных клубах, где ты платишь за каждую секунду геймплея, даже там я уже научился стабильно эту миссию проходить. То есть, ну, реально, это просто как бы, ну, она мемная, потому что это был вот первый раз, когда все как-то массово столкнулись с одной и той же хуйней. И потом был поезд и Сиджей, но вот тут уже я не понимаю, потому что, ну, вроде у многого у кого просто была версия чуть кривая, и Сиджей, типа, реально не стрелял, точнее, Биг Смоук не стрелял. Но как бы, я прошел миссию с поездом в Саньке, в Суне Андрея, как сказал бы, Джеймс Эрл Кэш, я ее прошел со второго раза. Первый раз я просто слишком близко ехал к поезду, и это было видно, что я еду слишком близко, и Биг Смоук попадает в поезд, а не в этих вагасов, а потом просто, типа, второй раз я понял, типа, а, понятно, типа, и вот. Но вроде как даже у моих одноклассников были дикие проблемы с этой миссией, потому что у них была другая версия игры. Просто у меня это была козырная DVD-версия, которая была полная, то есть, ничего не вырезано, не перекодировано, купленное в день релиза у пиратов, то есть, там, типа, вот, как есть. А вот, что там в осянских сборках, возможно, реально немножко что-то поломали. — Так, остановись. Какой же наигр? — О, да, типа, по-настоящему я застревал в Саньке на школах, типа, сначала на авиашколе, ну, потому что мы очень долго не понимали, что нужно убрать шасси у самолета, иначе он не полетит, он просто разбивался. То есть, сначала это, потом были просто довольно сложные челленджи в авиашколе, ну, и потом в мото- и автошколах там некоторое задание прямо, типа, пришлось попотеть, но, в принципе, как бы ничего особенно сложного не было. Здорово, Иван. Первых пару выпусков ГТА отбросов. Здорово, канал. — Бездарное говно, он из себя изрыгает. Ну, разумеется, он не знает, что там будут охры с пистолетами. Ну, разумеется, он не делал попыток пройти эту миссию. — На миссии с поездом и сейчас стрэмблеры всякие стопорятся. Нет версии зависит, ну, это странно. Нет, нет, стендапа Ларина не было. — Пытаюсь задоначить третий раз. Что я могу увидеть это ксиг-дюка? Это мини-габлин или сас? Или меня людоедом считают? Я всего лишь на СГ играю, я ничего плохого не хочу. Я хочу в 13-й год обратно играть во второй или в 4D-АТМВ-2. — Все хотят, всех, особенно Макаренков, он там так классно роллплеил с французами. У таксиг-дюка отличное видео-эссе здорового человека по именно реально глубинному лору в СЖ геймдева, но ты сам быстро заметишь, некоторые прогоны по более-менее современной политической ситуации тебе явно не понравятся. Как человек, который стучал кулаком по столу от тейков либрыд, тебе стоит подложить подушечку на стол при просмотре на всякий случай. Спасибо. Ну, разумеется, все, что мы видим на экране, чистая правда и никакого развода. Хотел бы я посмотреть, как этот малолетний аут проходил бы данную миссию в GTA VASIA CITY и Killer Kip, где вместо вертолета ты управляешь каким-то ебаным куском говнины, не имеющим даже лопастей, а следовательно, не имеющим даже возможности... Ты управляешь Тай-файтером вместо вертолета. ...отпиздить вооруженное быдло, про которое этот чепуш говорит. Да нет, Саймон, ты что, это классика. Типа, про радиоуправляемые средства убийства, во-первых же, была одна из частей грязного Гарри, где у тебя маленькая машинка заезжала под большую машинку и делала бум. что много раз обыгрывалась и в GTA, и не только в GTA. А, кстати, подождите, в какой игре? Бля, это же где-то же было. Что-то у меня какое-то фантомное воспоминание. В какой игре? В какой игре ты радиоуправляемыми машинками заезжаешь под настоящие машины и взрываешь их этим самым? Или это один из рэмпейджов в GTA трехмерной? Бля, у меня просто какая-то странная картина, как будто бы я это видел. Я вспомнил. Это было еще в первой GTA. Еще в первой GTA можно было сесть в грузовик, и тебе давали взрывающиеся радиоуправляемые машинки. Вот, потому что у меня это в памяти всплыло, что это был вид сверху, это было еще в первой GTA. Не только в ней, но вот в первой. Короче, это вообще взято из грязного Гарри, плюс этот фильм с Джекичаном, где тоже были радиоуправляемые машинки со взрывчаткой. Короче, это классика. Вертя, я зуммер к 20 годиков, скипанул к Ташке из-за отсутствия компа. Пятая часть не зашла. Какие части действительно стоит поиграть? А то Беклок гигантский без того. Вроде уже база прогонялась, но я прослушал. Ох, слушай, сложно сказать, реально сложно. Типа, действительно очень как-то ну, наверное, наверное, я бы тебе реально порекомендовал Vice City либо San Andreas зайти в гайды Стима, найти там гайд, который называется Classic Reborn, там есть ссылочка на Яндекс.Диск, где ты бесплатно скачиваешь портативную лучшую сборку, которая идет хорошо на современных компах. Vice City либо San Andreas, вот, потому что Vice City самая атмосферная, San Andreas самая сбалансированная и фичовая, и вот, если сможешь проникнуться, тогда как бы еще и трешку, наверное, если нет, то, ну, параллельно еще можешь четверку попробовать. В принципе, они все довольно разные. добрый вечер. В 12 лет меня бомбило с этого нормисного ютубера по ГТА, который чисто байп контент пилил. Он озвучивал поверх фан-анимацию с фантазией на тему, как бы ГТА 5 смотрелось на PS1 с угловатой графикой. Ну-ка. Фух, понял. Вспомнил, что Либри улыбать хотелось. Опять хочу. Слава Богу. Стол не сломаю. Скорее руку. У меня стол из массива дуба 4 сантиметра. Он уже столько всего пили. Аристократ, конечно. Падал, выпив восемь мою бомбу. Ну, и другие вещи делались на нем, о которых я промолчу. Да, да. Никто, конечно, не поймет, да, о чем ты. Спасибо. Слушайте, это да, что произойдет, если запустить GTA 5 на PlayStation 1? Как выглядит GTA 5 на PS1? Дя Ви Дя Бой 3,3 миллиона просмотров. Вот именно о таких каналах я говорю. И вот именно такие каналы начнут новый виток своей жизни завтра. Вот. не ждем а готовимся. Вот. Именно такое. Бля, это будет охуенно. Куда ты так прешь-то? На самом деле, справедливости ради, все GTA, кроме пятерки, имеют свой прикол. То есть, Chinatown Wars прикольная современная двухмерная GTA. Вторая GTA прикольная двухмерная GTA достаточно с уникальным геймплеем. Ну, единственное, что первая, вот к ней есть вопросики. Она слишком уже архаичная, там как бы все слишком по-другому. Там реально, хоть и есть миссии, но главный игровой процесс это перестрелка со всеми. На самом деле, мне самого немножко от него очко подгорает, но я давно его знаю, давно смотрю. Короче, мне ценно его мнение, потому что это честное мнение условного школьника. Ну, у нас примерно такая разница в возрасте. Это, условно говоря, выросший школьник, которому я в 2008 привозил PCP. То есть, тот, которому покупали PCP, потому что она не занимает телек, типа, какую приставку ребенку, PCP. И вот там играл в Фудбич, в GTA, ну и, конечно же, в гоночке, а также Камеди с пацанами во дворе посмотреть. И как бы это просто честное мнение человека, который как бы его с тех пор не пересматривал. Очко как бы подгорает, но нужно понимать, что это среднее, типа, вот усредненное лицо PCP-инджоера из нулевых в ВСЖ. То есть, как бы, вот... Да. Ну, справедливости ради, он потом и DS обозревал, и Switch, и пытался разобраться, почему как бы по продажам PCP выебана во все щели Нинтендо, вот, во всем мире, и он, короче, норм. Он как бы зумерок, и в этом его смысл, но он как бы такой, довольно open-minded. А вот мне человечек доказывал, что PS3 и Box работают как Пека, но там просто архивы запороленные, если постараться, то можно их даже венраром распаковать, и потом в Exibin файлы перевести. То можно запустить все прямо с диска. Нужен только Blu-ray или HDDVD, и вот, возможности вставить DVD-диск с фильмом и управлять персонажами на экране не было там? Друг детства спрашивает. Ну, во-первых, колды я их не сравниваю напрямую, но типа про сингпады у него хороший видос, где он, ну, во-первых, сингпад хороший, и он хотя бы хвалит хороший сингпад. Викон просто хвалит довольно говеный сингпад, и хвалит его, основываясь на классических типа стереотипах, которые уже давным-давно не имеют ничего общего с реальностью. У Майкерса хотя бы на обзоре буквально лучший сингпад. И он позвал людей, которые в них шарят и нормально за них поясняют. Они сидят и на ровном месте говорят, что ну да, это надежность, да, это, конечно, в космос летают. Понимать надо. Я уже подготовился, нашел первую пасхалку GTA 6, залил на канал что-то миллион подписчиков. Отлично, ноти-драй. Так, аккуратненько. Сейчас они будут спрыгивать вроде, как я помню, прям с этажей. Помню, у нас во дворе был кадр, который заявлял, что ему в магазине игр портировали и записали игру с PS2 на PS1, только нам ее не покажут, потому что бабушка выкинула. Ну, это примерно, как знаешь, типа, как в магазине тебе, если доплатишь, могут с компакт-диска на кассету переписать и продать тебе кассету, если у тебя нету дискового плеера. Вот тут то же самое с PS2 на PS1. что за предревременное включение. Как делай? Как сам? Здравствуй. Что делаешь? Что расскажешь? Кортошка любви. Для кого-то предревременное, для кого-то опоздавшее. По мне, так в самый раз. Да все нормально, все нормально. Меньше, чем через сутки новый трейлер GTA. Нужно немножко захватить этот момент этой эпохи, которая сменится уже совсем скоро. Ну, так у него аж через руки проходят колды и в основном современные игровые ноуты. То есть, он же в любом случае рассуждал не в парадигме тех самых сингпадов, но при этом применял все эти стереотипы про те самые сингпады к современному китайскому продукту сингпада содержащему. А у Макерса литерали самый лучший сингпад и мой самый любимый. Так, давайте я вас сейчас мы их короче порубим. Оп, готовы. Так, тут не... А где? Погодите, мне еще нужно находить эти точно. Вон они. Так, стоп, он вроде один, следующий вот за вот этой стенкой. Следующая точка, куда нужно бомбочку поставить, петардочку. это вот тут. Осталось две, пошли. Бока не суразен. Почему нельзя их поближе было поставить? Как же ты убог и не суразен. Как же ты слаб в GTA. Конечно, было бы проще, если бы бомбы сами телепортировались на твою игрушку. Или вместо миссии тебе показали кат-сцену, в которой Томми во флете все сделает сам. Томми... А Томми-то за что? А еще, наверное, было бы проще, если бы сложные миссии, которые хуй пройдешь и которые требуют усилий, можно было просто скипнуть и не играть. Вероятно, это одна из причин, за которую малолетний рейтаж... К сожалению, Rockstar прислушались, и это буквально одна из опций в современных их играх. Ну, конечно, когда они... Когда они... делают какие-то игры. ...боготворят бездарную пятую часть. Людишки нынче настолько отупели, что хотят, чтобы игра сама играла в себя, а они просто обмазывались говном и дрожали... Ну, знаете, реально проблема в том, что мне... Подход к видосам мое почтение. Месяц поиграл и так прямо искал игры не от Нинтенды, что по итогам откопал Need for Speed и Call of Duty для DS. Причем потом буквально ему стыдно за то, что Мариакард понравился. Вывод обзора тупое говно для азиатов это ваше Нинтенды, если хотите, выросли Дауном Берисвич. Что-то я такого не припомню, но я помню, как он ездил специально в другой город брать интервью единственного чувака из их катки, у которого было Нинтендо DS, и он вырос каким-то безработным наркоманом с татуировками на лице. Ну, типа, я не говорю, что я прямо согласен с его мнением. Мне нравится, что оно очень аутентично. Типа, это реально прямо кристаллизированное мнение, которое было насчет PSP и Нинтендо DS у чуваков от его возраста до моего возраста в начале десятых в конце нулевых. Я тогда продавал вот одним, одной стороне войны я продавал PSP-шки и каждый раз завидовал, когда какому-то боссонному там школьнику 12 лет покупают пишечку, я не могу ее себе позволить. Вот, я каждый раз заливаю ему, блядь, стандартный быдлонабор из FIFA, GTA и гоночек. И в GTA он будет играть, пропуская заставки, пидорас, малолетний, блядь. Такой круглый-круглый, ебало в шоколаде постоянно, говорил, что в 10 лет ебал вожатую в лагере 16 лет. Это все твое. А еще говорил, что у него был телевизор на всю стену, а потом он говорил, что их ограды и телек распилили пополам, чтобы... Телек просто проекторный, понимаешь, это проекторный телек, и поэтому там, в принципе, проекционный экран потом склеили, и все нормально. Вот вечно ты не веришь людям, лишь бы, людей не верить им. Короче, с одной стороны, малолетние дети, которым я продавал PSP и завидовал им, с другой стороны, гордые пользователи на тот момент, насколько я помню, нульчан, это как раз тот Ставрый 2 умер, где тоже, типа, никто Nintendo DS в руках не держал, потому что, дай бог, на потертую PSP денег хватило, но, так сказать, боевые картинки имеются про Марио детей, и поэтому, как бы, мнение Макерса мне ценно, как именно очень аутентичный срез мнения оттуда. И это для меня ценнее, чем какой-нибудь очередной зумерок, который сделал все правильно, это перерос, изучил игровую индустрию, и теперь, типа, понимает, что к чему, потому что, ну, типа, я сам понимаю, что к чему, а вот тут именно как бы вот, как будто бы, блядь, замороженное, в крио-капсуле, вот, вот буквально из 2008-2009 года мнение по консолям и по приставкам, что уже даже, блядь, Шевцов попустился, успокоился, и уже не тот, а вот у Макерса, вот когда он заходит на консольки, и вот именно вспоминает, он выдает именно аутентичное мнение из тех лет, и мне это этим нравится. Вот, а так, конечно, можно его хейтить, вот, но, в принципе, чувак талантливый, будучи довольно юным, и типа, ну, в технике Эплаун явно шарит, например, поэтому, как бы, ну, его мнение, мне, как бы, в целом, похуй. Я мог бы ему еще одну PSP-шку продать. Однажды у меня настолько сгорела жопа от Макерса его видосов, что я даже пришел как-то к нему на стрим, пытаться ему более-менее мягко в чате пояснить, что он неправ примерно абсолютно во всех своих тейках, потому что он малолетний дебил, и вот это вот все нихуя не шарит. Вот, ну да, у него там, конечно, на стримах, наверное, поэтому он перестал их проводить, у него там на стримах была своя атмосфера, там реально буквально какой-то, блядь, детский сад в чате, и я, блядь, с основного аккаунта с галочкой поясняю ему, что он все неправильно понял, и на самом деле хардкорный гейминг у Нинтендо, а у Сони кинцо, и вот это вот все. Короче, отличная была атмосфера там. Ты, Владислав, жертва педофила, соболезную. И завидую, блядь. Друг сказал, что у него телек во всю стену, но я зашел в его квартиру в моде для ГТА, и там никого телека не было, друг наврал. Да нет, питерский нарк с ним не был согласен. Он приехал брать интервью, типа, просто показать, типа, единственного человека, у которого, типа, когда у всех были пишки либо ничего, была Нинтендо ДС. Скорее даже детей колдой, но это еще было несколько лет назад, это было еще в Минске. То есть, тогда и самому Макерсу было, типа, я не знаю, 19, ну, а, по-моему, в чате там средний возраст был, типа, 14 примерно. То есть, там реально своя атмосфера. И с тех пор он, по-моему, реально просто перестал стремить. эмули привода на 5-6 поколениях, а вот на всех консолях седьмого реального на шестых не надо. с болванками или тоже хрень? У меня немного шея. Хи болванки седьмом поколения. Не могу играть, если нет физ-носителя с одной только игрой. Готов даже брать китайские CD-карты по 2-4 GB. Вот так вот. Не, на шестом поколении эмулятор привода не нужен, там уже все запускается с флеш-носителей. На седьмом поколении, ну, как бы, тоже можно либо с жесткого диска, либо дисочки. Седьмое поколение пока еще довольно дешевое, поэтому, если ты вот прям любишь физику, то седьмое поколение это твой друг, потому что тогда еще в коробках что-то было, ну, и диски там на PS3, даже на бокс 360 лицушные сейчас все еще стоят копье. Ну, понятно, что есть уже позиции, которые стоят вообще не копье, но процентов 80 достойных игр можно за копье собрать, поэтому на седьмом поколении реально только так полочки забиваются в лед. Да и кто тут дурачок? Кто-то не понимает, что хардкорный гейминг у Nintendo или кто-то поясняет это на стриме человеку на 10 лет младше. Вот так я пояснял, потому что, как бы, видно, что чувак не тупой и у него просто, типа, ну, другой бэкграунд и он, ну, как бы, просто рассказал, как он это видит. То есть, ну, это не то, что я пришел его хуйсосик, я пояснял мягко, потому что, как бы, ну, мне понравилось то вообще, ну, он реально делает охуенные видосы. То есть, как я понял, у него там, ну, он то ли работает в продакшене, то ли у него вообще свой продакшен, то есть, ну, он снимает это все на профессиональную камеру в RAW, то есть, ну, у него, особенно учитывая, сколько ему лет и сколько он лет этим занимается, как бы, ну, очень высокоуровневый контент, вот, и поэтому я не ненавижу его из-за того, что он вырос на PSP, на GTA и на Comedy Club Racing. Спокойной ночи, Хмелевский. Самое интимное, что случилось между мной и вожатым в лагере, это когда я в лагере Планета зашел в тамошний туалет без кабинок, а там вожатый мужского пола срал. У нас в 2004-м у двоих в школе были DS-ки, они общались, картриджами менялись, причем геймбоевскими, мы над ними смеялись, а потом геями считали. Справедливости ради, скорее всего, они геями выросли, типа, ну, тогда весь мир говорил им, что Марио для геев и принцесса Пиджи для геев, поэтому, я думаю, они не смогли выстоять. Здравствуй, нами. Вообще, конечно, да, надо было бы, чтобы у меня тогда уже взыграл в жопе, типа, не такусик, к сожалению, этого не произошло, но я, типа, перед отправкой, ну, отвозом, там, отправкой почты и так далее, перед доставкой PCP, я заливал игры обычно, поэтому я мог бы реально включить борца с системой, и, типа, всем этим детям вместо God of War, GTA и FIFA с Ацсасином заливать, типа, там, Парапа, Парапа the Rapper, тач, нет, тачмейк, ну, короче, Катамари какую-нибудь, там, Ape Escape, LSD Dreamimulator на PS1, тигра, топовые тайтлы, это тачки, валик, то вот не то, не то, что на ваши ебаны ДС, покемоны, покемоны, блядь, там диалоги скучно и скипать надо, родина, да лак, та и первый резидент с озвучкой, на си не хочу, хочу читать диалоги, я вообще, я хотел сказать, я собака, ты собака. Мне кажется, я включу это видео, эту позицию Макерса в свой видос про PCP, когда он выйдет, потому что, ну, типа, да, это смешно, но, типа, это честная позиция, которая была тогда представлена, то есть, это просто, как бы, от этого можно злиться, можно не злиться, но именно так видят игры и видели их всегда нормисы, те люди, которые делают играм продажи и которые влияют долларом в отличие от нас, мы ни на что не влияем, вот, как бы, вот, именно, именно, вот, но он еще и по Шевцову фанатил, то есть, тут еще, конечно, небольшой вклад Шевцова есть в то, что, типа, все двухмерное, это инди, все пиксельное, это игры с телефонов. Это ничем Last Bullet, типа, Макерс был, очевидно, не очень впечатлен своим чатом, потому что, с одной стороны, я ему написываю, с другой стороны, школьники просто какую-то аутичную хуйню несут, а он вообще, по-моему, пытался постримить, что-то по Эплам, потому что он явно по Эплам прям угорает, и поэтому просто сидел явно немножко фрустрированный, как бы, и скоро выключил, и, по-моему, особо больше и не стримил. С другом весь интернет облазили, но Comedy Club Racing так и не нашли, я начинаю что-то подозревать. Да, но сможет ли Макерс собрать ПК в коробке из-под PSP? Но нет, но нет, я в те годы за LSD эмулятор не шарил. Собственно, я тогда сам, можно сказать, почти ни за что не шарил, и, типа, ну, ну, максимум, за что я шарил, то, про что рассказывал в видеомании, то есть, я мог бы ему, так, Flower на PSP не было, Flow на PSP был, ну, типа, Flow, потом этот, Echo Chrome, N+, ну, в общем, так себе моя борьба была бы, ну, да, мог бы реально бороться с системой и воспитывать школьников на, да хз, на чём. Ну, наверное, вот прикольно было бы реально школьнику продать PSP и на карточку памяти записать только одну игру, и этой игрой была бы Принни, например, которая невероятно сложная, и в этом её прикол, просто, просто чтобы сломать школьнику жизнь. Вот. Да, ну, и хумбрюшный там, типа, Doom, Duke, Newkem 3D. В Минске тогда бы выросла пачечка Тора Хайхиллзов, да. Напоминаю, что Тора Хайхиллз, тот ещё турболевак, блядский, шведский. Здравствуй, Матвей. Даже не знаю, поздравлять я тебя с этим или нет, но присаживайся. Да, записать школьнику персону и Trails in the Sky, сделать из него Дэдпи. Нет, Тор, по-моему, всё-таки швед. Хочу ли в это время? Ааа, стой, иди отсюда, нет. Вот, уже, 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 я не понимаю. Вот почему-то, знаете, как-то это всё, вроде, кажется легко, а потом, когда за тобой кто-то бежит, или какая-нибудь, ответственная, типа, цель, да, ответственный момент, то сразу ты как-то логач начинаешь, как будто ты реально игровой персонаж. Опа! Даун. Установи бомбу в одной, ну это да, это понятное, на следующем это... Осталось, смотрите, так осталось... Стоп. Может быть, это фотка автора? Типа, или кто это? Осталось, смотрите, так осталось, последняя всего лишь цель. Помню, как злился на отчим, когда он поставил мне не GTA, а из City Stories, а China Town и FIFA 11 на PSP. О, здорово, Сыч. Ответа, нормального ответа нет, к сожалению. Последняя цель. Сколько, вот даже не видно, сколько жизней, жизнек у моего вертолётика. Так, сколько там? А, вот они уже падают, дурочки. Так, так, пошёл в жопу! Погодите, сейчас они у меня опять будут палить, да? Стоп, я смогу сюда, да? Сдвини, последний динамит. Ты, я чё, серьёзно прошёл эту ми... Не, не был инклей. Ты слил? Переходим к выводам. Ну, что я могу сказать? Если ты часто напоминаешь умственно целую обезьяну, то мне трудно даже пооборотить, каким дегенератом ты был раньше. Я выбрал это видео исключительно потому, что принципиально отказываюсь обозревать какой-либо материал, связанный с Сунь Вандрея. Спасибо, Санч. Как я понимаю, обозревать контент, связанный с Сунь Вандрея, он отказывается из-за цвета кожи главного героя? Так, что же мы с вами только что посмотрели? Десять минут бессвязной речи, безобразной актёрской игры, недостойно даже жвачки на... А, ну ты предвзят, вульгар. Ну, продакшн, имею в виду продакшн, как компанию, продакшн, потому что он снимает на профессиональную видеокамеру. То есть, ну, это не вопрос, типа, недискуссионный вопрос, то есть, ну, и вряд ли она у него для прикола, то есть, ну, он явно работает в сфере официального, профессионального видеопродакшн. И на это его мнение про PSP и Nintendo никак не влияет. ...липший на ботинок папы Каммлера. Десять минут отвратительной подачи, застрявшей где-то под хвостом бездомного пса. И бесконечное выпрашивание лайков и подписок. Этот материал не смешной, не... Обменял свою социализацию на Project Diva и Akibe Strip и груди надо раздевать вампиров на задней парте, ни о чем не жили. Познавательный, неразвлекательный, он просто никакой. Да, это просто летсплей по GTA, бро, ты сам его нашел и решил обозреть. У меня складывается ощущение, будто я похавал бумаги и теперь сижу и пытаюсь осознать, почему я не испытываю никаких эмоций по данному поводу. А откуда им взяться-то, если данное видео это едва ли не самый бездарный медиа-контент, который мне только доводилось видеть? Рекомендую тебе, мой юный косноязычный друг, прекратить изрыгать из себя говноконтент и прямо сейчас бежать устраиваться на завод. Ты молодой, энергичный, легко сможешь найти общий язык со славными людьми, что... Блин, классные скуфы. Причем, типа, такие непопсовые, я эту фотку, наверное, никогда и не видел. Школьник, ну ладно, не школьник, но, типа, чувак, просто записал LexPlay по GTA Vice City. А я просто напомню, что если вы все еще по какой-то неуважительной причине не подписаны на наш охуенный канал, самое время это сделать. Для всех же, кто уже является постоянным зрителем нашего мини-цирка уродов, хочу обратиться с небольшой просьбой. Не стихи... Да, это просто видос про феминизм, ты сам его нашел, автор просил о таких как ты его не смотреть. Но я и не говорил, что у Ники скучные видосы ни о чем, которые не вызывают эмоций. Эмоции, особенно в те годы, они у меня вызывали мое почтение. Стесняйтесь оставлять под видосами свои лукари и безусловно важные отзывы. Ну ладно, раз попросил оставить лукаря, так и быть держи. Так вы даете Ютубу понять, что ему пора бы уже просыпаться и хотя бы по щепотке проталкивать наш контент прямиком в глотку малолетним фанатам, препарируемых мной объектов. Малолетние фанаты препарируемых им объектов. Вы на месте? Если так, то надеюсь, Ютуб пихает вам в глотку этот качественный контент. Всех хочу поздравить с наступающим. Следующий GTA-отход выйдет, очевидно, уже в новом году. Ну а с вами был Джеймс Эрл Кэш. Всем до встречи. Так, сцена после титров. Останется. Привет. Скример из Геннадия Горина. Господи, страшно. Так. Четвертый выпуск GTA-отходы Линкер. Левак, что ли? Что с тобой не так и на боли? Мужчина фул игнор. Мальчик ставит дизлук. Петух кидает жалобу. Согласен. Кидать жалобы это не по понятиям. Всем здорова. Представленный далее персонаж сам по себе является наиболее жалкой пародией на человеческую расу среди всех, кого мне только приходилось обозревать. Признаться честно, не думал, что мне придется в таких количествах доебываться до личностных качеств препарируемого, но здесь случай по-настоящему особенный. Итак, разрешите представить. О, рэп про ГТА! ГТА по всем краям, ребят. Я думаю, на этом моменте все поняли, что видео можно реально закрывать, потому что существо, которое ставит вместо здрасте вот такую блевотину, ну просто не имеет права не только иметь собственное мнение, но даже... Так, но есть ли фул? Есть ли фул? Может быть и есть, но я его не могу найти. 20 человек. Так, ГТА 6 саундтрек офишал. Я бы даже сказал, что я скорее зауважаю бомжа, который, стоя посреди улицы, брызгает на асфальт сразу с обеих шлюзов, чем вот этот вот биомусор. ГТА 5 это, кто бы что ни говорил, лучшая игра из серии ГТА. Пошел нахуй! Конечно, в техническом... Пошел нахуй, школьник ебаный! ...комплане. У любой игры есть недостатки, и у игр этой серии их было предостаточно. Рокстар анализировали самое лучшее и худшее в своих творениях. я должен это выговорить. Вот у вас поднебесная зависимость, а у меня Либра. Нет! Когда-то начал его смотреть из-за погруженности в душе. Отписался впервые, когда он сделал обзор на клюкву в новой колге. И 4 года повторялись подписки и отписки, каждый раз, удивляясь, какая он чудесная звездочка интернета. Это правда. Либра, типа, ну реально. Никакой зависимости от поднебесного нету, во-первых. ...вы в удобном случае. Честно, если не попадаю на твой стрим, скипаю по превью еще Либра сядь инки в файлах к смерти. А нынче вообще каждый день захожу на его канал и чекая... Для человека потеряльной зависимости от Либры какой пиздец. Нет, у меня уже давным-давно аллергия на поднебес еще выработалась. И типа, нахуй в пизду. У тебя реально проблема. Типа, обратись к специалисту. Ты обратился ко мне, я понимаю, я не уверен, являюсь ли я специалистом, но... Из плюсов ты признаешь, что у тебя есть проблема? Это первый шаг к ее решению. Я не знаю, каким будет решение окончательное Либрариумского вопроса, но проблема у тебя точно есть. Таких анклейв я... Я думаю, если мы бы узнали точное количество людей, которые любят GTA и при этом считают пятерку лучшей частью, мы бы очень сильно расстроились. Вот. Потому что... Если я правильно помню цифры продаж, то типа, фанатов пятерки больше, чем фанатов всех остальных частей вместе взятых на пике, учитывая, если бы, типа, каждую GTA мог купить только один человек и, типа, все покупатели были бы уникальными людьми. Плюс еще многие из них просто умерли от старости, и поэтому, как бы, ну, GTA это... это не серия для тех, кто любит Vice City, Карла, CJ, вот это вот все. Нет, GTA это для тех, кто 10 лет в онлайн играл. И, типа, шестерка это игра для тех, кто играл 10 лет в GTA 5 онлайн. Я уверен. И после долгого и тщательного... Ну, ХЗМ, ну не играй. Ну, типа, God of War и PSP они норм, но они не круче, чем, ну, типа, попробуй поиграть в первый, во второй. Счастливый NS. Счастливого исследования они соединили все свои преимущества и убрали ошибки, из-за чего на свет появилась пятая часть великого автоугонщика, которая в первые же секунды побила все рекорды в игровой индустрии. Разработчики... И побил их исключительно потому, что является максимально казуальным и максимально попсовым контентом, рассчитанным на максимально огромную аудиторию. Это правда, но... Но... В момент релиза люди же этого не знали. В момент релиза они шли ее покупать, потому что это GTA, GTA, типа, все знают GTA. Представленные преимущества Я должен сказать тебе, вертолет, моя жена подсела на магазин 364. Все началось с моей фразы, давай нарезку глянем, мне посоветовать. А теперь мне говорят, я вчера ночью стрим смотрела магазин 364 дня. Я три часа смотрела ролик ее, подругам всем показала. Я сказала, что вот она Даша, она вот X-Men. Прости. Прости. Я не хотел. Я рекомендовал только нарезки от Траболты, потому что Траболта это гений. Просмотр стримов в ангоинге и уж тем более просмотр канала Даши в сделку не входил. Это буквально, да, как классические истории всех этих классических мафиозных фильмов, когда ты вступаешь в мафию и у вас там вроде все по понятиям, но потом все семьи начинают торговать наркотой и вы до последнего ломаетесь, потом тоже начинаете торговать наркотой, а потом видишь, как, не знаю, там, пиздюк, которого ты подкармливал на улице, тоже подсел на наркоту и понимаешь, что, типа, о боже, что же я наделал, как Киллиан Мерфи в Эппенкеймере. Кта пять говно, кта три говно, кта пять, кта четыре говно, кта говно, кта четыре кта шесть, говно кта пять, говно кта четыре кта, говно кта, говно кта. Кта. Спасибо, Альфач Андрюша. Как говорится, ГТА по всем краям. Все говно. Я показал другу 364 дня, он подсадил весь свой офис айтишников на нарезки. Но я вот так вот однажды подсадил офис айтишников на технопранки Лорикса. Вот два из величайших технопранкера, The Mouse и Лорикс. Оба, к сожалению, ушли. Вот. Но оба оставили после себя великое наследие. И вот мой кореш сначала ему показал, и он просто в офисе на громкой связи постоянно это включал. И в итоге они всем офисом просто переслушивали один и тот же часовой технопранк. И у них в офисе была одна девушка. И вы не поверите, кто из всего офиса был против. Я не знаю, как она не сошла с ума и не уволилась, потому что она просто каждый день слушала про приключения Азьмуки. И при этом все остальные в это время ржали в голос и друг с другом общались с заученными фразами. Она просто охуевала от этого. Вот. Поэтому может быть, кстати, это поможет. Может быть, если вы подсели на стримы 364, попробуйте послушать технопранки. Потому что, в принципе, как бы технопранки это классик. ...школьного возраста. Отчасти это связано еще и с тем, что мрачный, хмурый и не располагающий к себе Либерти Сити заменили солнечным, гламурным, гомосексуальным Лос-Сантосом. Даже Лос-Сантос гомосексуальный. ...ранее в ЖТА Суньвандрея. Также немаловажным фактором остается еще и то, что для ГТА 4 нужен не только хороший комплюктор, но еще и руки, растущие из плеч. Потому что, чтобы заставить четверку нормально работать, нужно приложить... Или консоль просто. ...чуть-чуть усилий. Другое дело, что взамен вы получите едва ли не лучшую игру в серии. Единственную же ТА, в которой реально интересно стрелять, ездить на различном транспорте и создавать необычные ситуации на улицах. А что есть в богомерзкой пятерке? Давайте послушаем аргументы этого клоуна. Может малолетний... Да, потом спрашивают, почему так мало женщин в IT. Я спрашиваю, почему их там так много. Петушок сможет убедить меня в ее охуенности и исключительность. Мы купили свой проект уже через день после его выхода. Привет, привет. Решил так и потерять донатную девственность. Так что передаю за проезд по 100 рублей за каждый пол. Смотрим с женой тебя давно. Жги дальше. Творческих тебе узбеков. Благодарю за ее артошечку любви. Мур-мур-мур-мур-мур-мур. Спасибо. Спасибо. Тебе и супруге. Привет. Мяу-мяу-мяушка. Консоль он тоже хуйсосит насколько. Ну, потому что консоль, так сказать, как известно, только для игрушек, а компьютер для учебы и саморазвития. Я уже примерно представляю портрет этого человечка психологический. Арсенал Гринча, особенно с его видоса про Абдулев Гсга. Арсенал Гринча, кстати, я, наверное, не смотрел. Вот Маус и Лорикс, два, мой бога. Но ей, к сожалению, зашло это и лет шесть назад я ей показывал, пока она беременная была на резке Гительмана. Ей тогда тоже зашло и она весело разнала чулы. Смотрела Иришку и пошел. Я сломал человека. Я разбодяжил и перепродал ей файлы смерти. Хотя ладно. Ты знаешь, как люди ставят, вот, так сказать, прикладывают... Спасибо, Альфач, Андрюша. Как сказать, как к животу беременной женщины приложить наушники и включить классическую музыку либо рок, чтобы плод лучше развелся. Так можно на супруге просто весь лорчулы показать. Ну да, тогда Гительман был великим. Тогда, собственно, был этот репейник-ватник. Вот, он делал топовые нарезки, конечно. Ну и Гительман был топовым. Это было весело. Потом и репейник-ватник сначала стал неироничным ватником, а потом сел. Да и Гительман уже не тот. Ну а Симон что? Получается для настоящих сигма-мейлов. Типа, Ванамас, Симон, Озон это для мужчин, ну а 364 дней. Это как бы долгожданная репрезентация в нижнем интернете. Вот, настоящая альфа-самка, настоящая Стейси. Так что все по чесноку. Сомнительно самая легендарная и успешная игра от этой студии. Но, как правило, были также люди, которые вечно чем-то недовольны и называются они олд-фаги. Они делятся на два типа. Первый это... На олдов и на фагов. ...кословик, который следит за тем или иным явлением, очень долго. Становясь наблюдаем... Ребенок, созревавший на Гетельмане, получает плюс 10 к сопротивлению к ядам и иммунитет к пищевому отравлению. Здравствуй, Громов. Для... Прости, пожалуйста. Ты реально брал стрим... Стрим... Выходной под стрим... ...дателям его дальнейшего развития. Против них я ничего не имею. Даже наоборот, это очень круто, когда ты был в теме намного раньше других. К примеру, лично я... Да, навык курения через носки, через печенье, через вареное яичко. Я отношусь к колдфагам канала Евгения Сагаза. Кого? Я наблюдал за его творчеством еще когда у него было 10 тысяч подписчиков. Ха-ха-ха. Так, я понял. Видимо, аргументов от этого пса, занимающегося мониторингом чужих каналов, мы с вами не дождемся. Нет. Аргументов от этого пса, занимающегося мониторингом чужих каналов, мы не дождемся. А то от тезисов, от доводов. Только вдумайтесь, уебашка называет себя олдфагом некоего чужого канала, еще и гордится этим. Прямо как один мой старый знакомый, который в свое время кичился тем, что первый в нашем городе узнал про какую-то там нахуй никому не нужную музыкальную группу. Я очень горжусь этим, но также я очень рад за то, что он сам добился огромных высот. Второй же тип олдфагов это конченые, неудавшиеся в жизни люди, которые не готовы к изменениям. Они привыкли сидеть в своей зоне комфорта и не развиваться дальше, а просто сидеть на одном месте. Зачастую именно из-за таких индивидов многие проекты были на грани провала. Например, тот же Fallout 4. Идеальная игра с нереально... Ну это букв... Буква... Блять, Fallout 4 идеальная игра. Сука, мне хочется его нахуй вкалечить, блять. Из-за тебя, пидарас, еб... Мм... Мм, бляж! Вот он обрадуется, когда Сирик снимут на Амазоне. Для него делают. с огромным и проработанным миром. Казалось бы, что может пойти не так? Слушай, дурачок, даже третий Fallout не был идеальной игрой. Что... Правда, вот это база. Греть про попсовую четвертую часть с насквозь убитой ролевой системой, убитым балансом и просто никакущим сюжетом и... Блять, просто лучше ничего не говори. Ладно уж, дорогой, дорогой друг, дорогих, дорогих друзей. Друзей. Гостингом своим забайтил на донот. Есть инсайт, инфа какая по внезапному скрытию всех видосов хайлайтером. Мне оставалось досмотреть всего каких-то сто хайлайтов. Можно картошечку любви в... Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Пожалуйста, пожалуйста. Сикорский 671 Games 2006 года на Мээле, блять. Спасибо. Инфы... Ну, считай, что нет. Хайлайтер ушел к Никсель-Пиксель. Дальнейшее будущее туманно. А некоторые пятьчасовые видосы Либра пересмотрел два раз на скорости полтора. Сейчас без ускорения. Ой, я понимаю, если бы ты посмотрел все записи кастом-сториса с просмотром видосов, либо, блядь, ты чистые видосы. О, господи, Иисусе. Все, господи, 10 из 10, а, наверное, уже 11 или 12 из 10. спасибо, спасибо, Санчо. Просто спасибо. Спасибо. Не, с Димой все хорошо. С Димой все... Кажется, все хорошо. Лишнее бабло. Давай сюда. После такого боишься детей заводить. Fallout 4 это, блядь, шедевральная игра. Хартьфу, блядь. Ну, подождите, ребята, вот выйдет сериал от Амазона, там по трейлеру снималось даже... Снималось для тех, для кого, так сказать, вот для алтфагов, заставших четвертый Fallout, а также, мне кажется, в основном для инжойеров Fallout 76. Вот. Что тут такого? Я фулл перекрестков миров посмотрел на обычной скорости. Там часов 13 контент, и нормально, человеком вот стал. От меня, в общем, 10 из 10... Захожу вечером, и что я вижу? Что ты видишь? Верб, который третий час пиздит, и у которого видос продвинулся на 3 минуты. Это не первый видос. Спасибо, это я. Живи, босс, ты один такой. На я, что я. Диплые хуи, и всякое ибо жалкое девапсо будить. О, какой-то заботливый человек. Я думал, это буквально назначение девопсов. По ночам деплоить хуи. Собака, я собака, ты. Это я. Спасибо большое, Шушба. Рад, что ты веришь в меня, понимаю, но типа, не, это уже четвертый видос, типа, хуя. теперь на ютубе можно мышкой вытащить боковую панель. Ладно. Еще одна рандомная фича ютуба, которую никто не знает, и которой никто не пользуется. Четвертый видос, так что, можно сказать, сдаю позиции. Всего три с половиной часа прошло, а я уже четвертый видос наблюдаю, десятиминутный. Я не знаю, колдэ, я правда не знаю. Я нихуя бы не удивился, если бы это был первый или вообще видос не в тему стрима. Это правда. На самом деле, мне пришлось положить некоторые усилия, чтобы, типа, свернуть с дороги приключений в канву GTA видосов, а не пойти, как обычно, по рандомным видикам. Да. Хуя та хуя та, ну, типа, это буквально, как на маке, типа, вот эта вот сайт-панель, которую они порезали зачем-то, которую тоже никто не пользуется, кроме меня. Мне она очень нравится. И, типа, это прикольно, когда ты пальцами, вот на маке, нормально там, типа, или на тачскрине. А кто, блядь, будет мышкой вытаскивать боковое меню? Ну, ладно, я это сейчас... А справа есть? Нет, справа нету меню. Типа, про... Зачем? Кто? Ну, этим же никто не будет пользоваться никогда. Хоткей. Да, Флай 4 за Ларина играть можно. Прожимаешь сарказм, бадум-тс. Ну, так, очевидно, что никто не будет чинить Саньку. Смотрел целиком три раза и один раз все серии заказывал просмотр на стриме. Я боюсь представить, сколько это стоило. Либо это был какой-то очень копеечный стример, либо ты... Лето на работу устроился, чтобы в компании с кем-то. Блядь. Сука. На самом деле, это такой лайтовый вариант трэш-стримов. Так вот, как звучат фанаты Симс Фалача 4 звучат. Если честно, мне понравилась механика силовой брони в четырех части, но от всего остального у меня сгорела жопа. Фалыч 4 это первая часть, которую я не прошел даже один раз. Я тоже. А я даже три части прошел. Привет, сын. Ни Мнию, Вегас и второй части фан. Это база. На самом деле, конечно, чем больше беседка скатывается и скатывает фалач, тем больше хочется выкроить, наконец-то, каких-то жалких 15 часиков и сесть нормально на старом синкпадике с EPS-матрицей пройти. Еще раз перепройти первый-второй фалач, вспомнить вообще, чем он был, потому что это до сих пор абсолютно уникальный и абсолютно охуенный экспириенс. Вот, пока тот пытается всех довольно успешно загазлайтить, что Fallout всегда был. Спасибо. Ну, типа, реддитовским юморком, блядь, со смехуечками. Теперь моей жене не кажется, что я ебнулся на Поднебесном. Теперь я практически нармису ее глаза. Господи. Короче, это реально трэш-стримы на минималках или на максималках. Шо-то хуйня? Шо-это хуйня? Дороса. Два придворных дау на Прилоровеческом дворе. Отсасывающий член безумному Казимиру. Серьезно? Одного поля ягоды? Ну, не одного поля ягоды, но, да, многие мувы кастома я тоже абсолютно понять не могу. И... Вопреки мнению Либрариума, я не его фанат. Так вот, трэш-стримы на минималках либо на максималках найти стримера, вот, начинающего, так сказать, знаете, вот как это, как... Молодая модель на порно-кастинге, которая согласится на все из-за нужды. Вот литерель точно так же находишь какого-нибудь стримера копеечного с супернизкой таксой, у которого там типа один зритель и это какой-нибудь бот, или там один зритель и это его друг. И типа там за семь с половиной долларов заставляешь смотреть его 13 часов перекрестков миров. И в это время, конечно же, ласкаешь себя, потому что это, так сказать, вопрос подчинения, так сказать, контроля. Здравствуй, фламинго. Это я не знаю, какой поток. Ну вот, да, оно так и выглядит, что это фича для сенсорных экранов, но типа почему можно сделать это мышкой, я не понимаю. Знаю, петух, это еще, кстати, вот из крутых фич, которые ввели на Ютубе, ты зажимаешь пробел и у тебя видос идет типа на 2Х, пока не отпустишь. Вот это прям хорошо. И это прям удобно. Надеюсь, Верт скоро откроет для себя функцию загрузки видосов на Ютуб. Скоро будет. Фронтендерам надо было зарплату получить за что-то. Вот они панель и ебнули. Че бухтишь, не мешай людям работать. Ну вот, по-моему, современный интернет развивается буквально по этому принципу. Да, стример подчиняется, ли бра повинует. Лютейшая срань. Выебать бромину можно? Во второй тоже нет. Но можно взорвать туалет гранатой. Можно чпанькать проститута. Можно взорвать детей. Можно продать в рабство компаньона свою жену. Все, к чему прикасается беседка, превращается в кусок броминиевого гуэна. Фу, блядь. Фу, нахуй. Все, к чему прикасается беседка, превращается, типа, ну, в какой-то ультимативной норме Скоро. Ну, я не супер лоровед беседки, но вроде там вот поясняли, что был какой-то чувак, который, типа, вот ушел после обливача, и вот после обливача беседка сильно поменялась, потому что, типа, если до этого это была вроде как трушная, хардкорная ПК-контора с визионерскими гигантскими РПГ, то после этого, типа, ну, беседка это производитель ультимативного норме Скоро. Вот, собственно. Главный тайтл вы знаете. Ебучий Скайрим, который вроде и норм, ну, типа, вот нахуя в него играть? Вот просто, типа, нахуя в него играть. Я не знаю ответа. Таколь пропылач. Короче, застру стрим, но вот тебе совет без говна. Так. фалыч сонаро оч гуд. Если что, чек не видос в Орла Кросси. Я сам прошел и могу сказать, это лучшее почти, что было после второго фалыча. Такс, есть же еще символы. Что ж с ними делать? я собака, я собака, я собака, я собака, собака, я собака, ты, собака, я собака, ты, собака, я собака, ты, ты, собака, я собака, ты. Спасибо. Сейчас все будет, Иван Ну и да, в общем В позиционировании фалачей Последних И в сериале Как будто бы даже прослеживается Жжение в очке Тодда Типа, помните, как на игромании Мы видели, как Тодд радовался, что им доверили Такую великую серию И как они хотели, так сказать, ничего не испортить Сейчас, мне кажется, Тодд реально Пытается додавить последние остатки Вообще какой-то людской памяти О том, что фалачи вообще-то не беседковская игра И они были когда-то немножко другими и про другое И Тодд просто пытается Загазлайтить всех И перевести на свою нормисную Реддитовскую версию Типа фалача Которая, ну, примерно как Borderlands Только еще плюс Гули Вот, потому что Вот эта вот сцена из рекламы Fallout 76 Которая там, где Тян бегала с автоматом И стреляла с двумя, по-моему Вот они ее, кажется, пересняли Почти один в один для сериала И как бы, ну, в целом По трейлеру сериала Который, кстати, не на Восточном Не на Тоддовском Восточном побережье А на Блэкайловском Западном побережье Ну, и вот, как бы, они явно Пришли туда, чтобы заредконить все И, как бы Будет вам, короче, пересказ первых двух фалачей Ну, а как будто бы это все четвертый фалач И будет вам весело Будут шутки смешные Ой-ой-ой А версир Убежище Циклоп И он, короче, отпил из чашки И плюнул А это не та чашка А там, короче, двухсотлетний чай Ой-ой-ой-ой-ой Чифир получился Понимаете? Ну, смешно, ну, ребята Еще порадовали видосы про Виту и 3DS По итогам которых Вита — это прям подарок From the Elder Gods Которая проиграла в битве с Angry Birds и Doodle Jump А вот 3DS 3DS — это все же тоже говно, но с эффектом 3D У меня бывший друг Санибой Мне тоже самое затирал, потому что А потом такой, ну, Вита и кал, что не 3DS Устанавливаешь, запускаешь и выбрасываешь нахуй комп Мне нравится, что в сериале от Amazon Гуля выглядит как в этом модели Я собака, ты и кот Мурманск Спасибо Мурманск Да, то есть Реально Даже третий фалач от беседки Выглядит уже почти трушным Потому что там все-таки была мрачнота Типа, и вот это вот все И довольно стрёмные гули Которые в полутьме Как на них, как камера, блядь, как наедет Нахуй, так это А сейчас это, ну, буквально, блядь, какой-то Borderlands По настроению Borderlands Ну, просто современные, миллениальные, блядь Американская юмористическая фэнтези, буквально Поэтому С нетерпением ждём Мы же любим такое качественное Насчёт Вита и 3DS, ну, тоже, типа, ну Это было опять к Маккерсу Ну, типа, как бы, ну Не то, чтобы они неправы 3DS нормально раскрылась только к концу своего жизненного цикла На старте 3DS, как бы, никто в хуй не ставил И, собственно, поэтому у неё были супернизкие продажи И там, сколько, через три месяца на неё довольно сильно цену понизили Потому что на старте 3DS очень сильно буксовало и сосало А Авито, типа, ну На Авито были куда больше надежды И, в принципе, если ты не играешь в игры, которые представлены на 3DS То 3DS, как бы, реально так себе Авито просто пиздатое устройство Куда более качественное, чем 3DS Именно как техническое устройство Как гаджет Здравствуй, Артуриас Да Тем более, как бы, у нас кто? Кто у нас задействован в сериале «По фалачу» Студия, которая сняла «Кольца власти» Чуваки, которые поставили «Мир Дикого Запада» Я не смотрел, но несколько обзоров, так сказать, просматривал Вроде, чем дальше смотришь, тем лучше сериал становится Вот, так сказать, начинается так себе А вот потом прямо вот так вот раскрывается «Мир Дикого Запада» Поэтому с нетерпением ждём «Мир Дикого Запада» Да, ребята, вы не шарите Первый «Фоллаут» — это же игра, в которой ты запускаешь себе из машины в мишень А вот «Четвёрка» — топ Никто не ожидал, что игра про постапокалипсис Вот В этом была шутка, Артуриас Ладно Идём дальше, так сказать Мы немножко отвлеклись Тут у нас человечек хочет нам пояснить за лучшие игры ever GTA 5 и Fallout 4 Он просто обсмотрелся Шевцова Это же буквально тейки Шевцова Из видоса про Fallout 4, что Алтфаг хуже пидораса И типа только Алтфаги засрали Сейчас не иронично пытаюсь переписать Фоллыч на питоне. Надеюсь, Глуховский позовет в Джермани. Этот парень пиздил. Какой тупой! И, к сожалению, эти недокритики также и добрались до GTA. Странно, что на фоне нету музыки, конечно, из Hotline Miami. Пять. Конечно, к счастью, их очень мало, и они почти никак не повлияли на репутацию этой игры. Но факт, что они есть, это факт. Я впервые встретился с таким индивидом в беседе такого ютубера, как Азот. К сожалению... Жаль не Азон. Я больше не понимаю, почему тот не может смириться с идеей. Что за 200 лет, блядь, люди не восстанавливают цивилизацию, а буквально живут в Говне. В Говне. Но с Неоном. Ой-ой. Никаких стран. Никаких нормальных городов. Даже, блядь, мусор не могут убрать в своих деревнях. Пиздец, что у Тодда в башке. Я правда не знаю. Но мне кажется, типа как, это началось все с тройки, и там у них просто не хватило ресурсов, потому что все-таки им пришлось буквально с нуля это все сделать в 3D. Пускай используя там какие-то ассеты, табливия напеределывая. А потом как-то просто все пошло. Типа... Ну, на самом деле, вот это хороший вопрос. Это очень часто была претензия к тройке, но что-то я не припомню, чтобы такое же предъявляли Нью-Вегасу, хотя это абсолютно, типа, легитимно. Какого хера... Ну, ладно, вроде бы военные базы в Нью-Вегасе нормальные, но почему, типа, казино такие обоссенные, и, типа, почему в казино нет ремонта? В первых фалачах это было абсолютно четко разграничено, и, типа, ну, были как разъебанные помещения, так и абсолютно новые отстроенные, либо нетронутые старые, где, типа, все было новенькое и чистенькое. А почему-то в трехмерных, типа, все всегда засрано, и, типа, люди сидят и строят карьеру и жизнь, в какой-то покосившейся халупе, то есть, ну, это странно. Ну, в Нью-Вегасе тоже, потому что явно не хватило ресурсов, но, как бы, претензии легитимны, и мне кажется, это реально баг, который стал фичой, и, ну, а то да похуй нахуй, типа. Тот, очевидно, воспринимает это все не как какую-то серьезную франшизу, а как реально, ну, вот, веселый реддит-боевичок с прикольными жуками, в которых стреляешь, и прикольными гулями. Здравствуй, Артем. Ультр-люкс, где гурманы сидят, чистым был. Ну, по-моему, он был не суперчистым, нет? Ну, типа, по-моему, вот текстуры, краски на стене, она всегда потрескавшаяся, обои всегда с потертостями. Я вот про это. Потому что Вегас восстанавливался в попыхах руками нанитых племен. Потому что Хаус поставил быдло заправлять казиками. В Лаки-38 был ремонт, просто все заброшено, потому что там никого не пускают. Так, да, это правда. Ну, вот Лаки-38, нет, вопрос не к Лаки-38. Лаки-38, насколько я помню, был норм. А вот эти именно, где белоперчаточники... Ну, Гаморра, понятно, там, типа, такой стилек. Ну, вот где белоперчаточники? И где Бенни? Познакомиться с золотыми файлами смерти Пакта. С Уилказом, он же Дмитрий Карачун. Вот все каналы, вместе с Перезаливами. Спасибо. А это точно надо? Все каналы? Нет, Мури Кейдж, в первом и втором Фоллауте полно чистых зданий. Типа, ну, те, которые отстроены заново с помощью ГЭКа, либо неразъебанные шелтеры, не шелтеры, а волты, в которых... О, слушай, ну это действительно... Блин, многообещающе, спасибо. Блядь, я, кажется, открыл буквально ящик Пандоры. Блин, многообещающе. Благословик. 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 Продолжение следует... То есть мы так и играем в лучшую часть КТА? Ну-ка. Да. О, ты оценил, спасибо. А еще мне нравится, как Ютуб взял какую-то фанатскую школьную обложку на основе обложки из Помудрайвера, потому что, типа, это не обложка GTA Advance. Насколько я помню. Просто тот на фоллочек зарабатывал все для того, чтобы сделать игру мечты про космос, да. Конечно, самое крутое в Старфилде это то, что, типа, все просто забыли про него. То есть это реально должно было... Я просил чатни кибербулить тебя собаками на стриме, Ларина, потому что стрим был в субботу. Ну вот тебе минималка в рублях. И в ней на все деньги я собака, ты собака, я собака. Спасибо, Матрок и Маткок, но... Собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Nothing personal, kid. Nothing personal. Спасибо. Короче, типа, реально, Microsoft, особенно Microsoft, очень сильно... Понятно, что год суперзагруженный, но, как бы, они надеялись, что все-таки релиз эксклюзивной игры от той самой беседки, полноценной новой франшизы с открытым миром, все-таки, ну, если будет не самым важным событием года, то там, ну, точно в тройке, либо в пятерке. По факту, про Starfield просто все забыли. И по ощущениям на него было всем похуй, когда его показывали, типа, пытались расхайпить. И вот я, конечно, в него не играл, но посмотрел очень много видеоэссе про Starfield, и как будто бы абсолютно все, что, ну, типа, плохое тебе казалось про Starfield во время презентации, оно все сбылось. То есть это просто очень скучная, стерильная, никакая игра, в которую можно играть, но просто зачем? То есть просто, типа, очень ненужный какой-то лишний проект. И вот просто, типа, ну, это столько было въебано денег и сил. И Ковард это называл чуть ли не своим там магнум опусом, и все для того, чтобы она вышла, и всем просто похуй. То есть это даже не хейтят, всем похуй. Все забыли, что она была. Спасибо, Ньис. И, типа, как всегда, бизнес-схема беседки подразумевает бесконечное паразитирование на модах бесплатных, но по факту они так и не выпустили пока что мод Creation Tool. Он вроде должен выйти в следующем году, к тому времени, как он выйдет, всем будет, ну, настолько турбо-похуй, что, ну, просто... Так, сейчас скажу, можно ли. Понедельник начинается в субботу, Лен, фильм. Не. Я видел, как ты кидал фотки, как ты смотришь этот фильм, но... Вот будет смешно, если С6, так же забудут и вернутся в Skyrim. Просто стоит смириться, что тот говно ты нихуя не умеет делать. Может, там, как у Кодзимы, был кто-то другой, кто контролил бывших... Говорили, что да, что был какой-то чувак, который ушел после обливача, и все попершло по пизде. Хотя уже обливач у Труэлфагов считался не тортом. Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Спасибо. Спасибо, собачий анус. Эксперимент. Я собака, собака, косо, собака, какосо, собака, какосо, собака, бака, собака. Бака. Спасибо большое, ребят. Так вот, я уже как-то прогонял эту телегу, что на самом деле реально... Ну, тот же же объявил, что он сейчас делает свитки и уйдет на покой. Очевидно, что со Старфилдом все пошло сильно не так, как он рассчитывал. И, учитывая, что по факту они новые свитки только-только начали делать, будет, конечно, ор выше горы, если они реально просто протонут карту Скайрима на движок, ну, типа, на версию движка от Старфилда, обновленную, протонут туда карту Скайрима и просто сделают, ну, типа, вот, условный Tears of the Kingdom в Скайриме, типа, Скайрим 2. Кто там говорил, что Батрот не уважает? На полочке с CD-дисками обнаружен был, обнаружен Кризи Таун. Ну, ладно, так и быть, четыре альбома, Чред Лев. Я могу объяснить. Еще Геймбоя 2. У тебя они с флешкой рекомендуют. У меня их куда больше теперь. Я очень рад, что ты завел поточек прямо радостно меньше, чем Тримур-мур-мур. Спасибо. На самом деле, это видео небольшой, это сетап. Панчлайн будет в видосе, который выпущен на этой неделе. Там будет, так сказать, сравнение спустя два года. Да, Гейбой, конечно же, с флешкариками, типа, на простой Гейбой, типа, этот старинный, самый первый флешкарик, который там, ГБ-64 бита. И на этот, на Advance, ну, не EverDrive, но, типа, самый лучший китайский, который не тормозит. Вот. Да, я вроде недоволен отсутствием мод Тулза, потому что нельзя добавить модельку Спайра. Короче, я думаю, я думаю, что беседки глобально просто, ну, типа, пиздос. Именно той беседки, которая делает игры, то есть у них в целом просто очень сломанные процессы. Все погрязло в этом проклятом Легаси во всех смыслах, то есть они делают буквально все по каким-то одним и тем же лекалам. И любой их прогресс занимает настолько много времени, что, типа, ощущается не как прогресс, а как регресс. Типа, когда вышла четверка, и все были просто в шоке от того, насколько, типа, вот, вот это все, что они сделали, типа, спустя тройки. И поэтому, как бы, ну, типа, быстро они смогут сделать Скайрим 2, а по факту, как бы, ничего великого они уже не сделают. Кто-то считает, что никогда и не делали. Я когда в Скайрим играл, мне было так комфи. На улице в ебаном Новосибирске минус 35, и в Скайриме в горах минус 35. Но мне тепло. Ну, Скайрим очень, очень хорошо попал во время еще. У меня разблокировалось фантомное воспоминание, что Нефидов делал несколько серий... Да, это в четверке. Это классика. Где искал багованные качели, которые запускали тебя в воздух. Если в них врезаться на машине... Да, это в четверке, короче, какие-то волшебные качели, от которых хочется срать. Скайрим, он просто вышел реально в свое время. То есть, там совпало все. Он, как бы... Тогда, когда гейминг стал еще более массовым после Обливиана. Плюс они сильнее отполировали все, кроме Обливиана. И, типа, где-то что-то подрезали, где-то что-то прокачали. Но, типа, в целом игра более такая целостная. То есть, они выпустили ультимативную игру для аутирования в ней. То есть, как бы, ультимативную RPG-песочницу. Единственный на тот момент. То есть, в принципе, типа, Скайримом мог бы быть, мне кажется, там, не знаю, третий Ведьмак. Если бы все немножко по-другому сложилось. Если бы он там вышел раньше, а Скайрима не вышло. То есть, как бы, Обливиан был слишком рано. Слишком плохо шел на консоли. Слишком плохо шел на компах. Слишком еще мало тогда людей играли в игры. Вот, одиннадцатый год. Скайрим. В целом, тема такая, как бы, вроде прикольно. Магия, фэнтези, драконы. Вот, там, как... Игра престолов. То есть, ну, Скайрим, там просто все сошлось. И поэтому, как бы, ну, я не считаю Скайрим какой-то гениальной игрой. Это, как бы, хорошая игра в своем жанре. Но, типа, я не могу лично для себя найти причин в нее играть. Но я понимаю, почему стольким людям она нравится. Ну, типа, в принципе, как бы, явно люди ждут, что вот шестые свитки выйдут. Раз они столько времени заняли. И там будет полный отвал башки. Блядь, готов с кем-нибудь на пиво поспорить, что когда хоть что-то выйдет под брендом свитки, на тот момент третьему Ведьмуку будет, типа, 10 лет, скорее всего, либо 9. Ну, я думаю, 10, а если не 11. РДР-2 будет, типа, там, 7 лет. И почти по всем параметрам, каким-то ролевым, иммерсивным, по проработке, они будут опоссоциовать этот новый проект беседки так, как будто бы он вышел, типа, на 15 лет раньше, чем они. То есть, ну, я уверен, что в беседке уже просто абсолютно нету ни единого шанса сделать что-то, типа, ну, прорывное, каким был Морровинд либо Обливиан, потому что буквально их последние прорывные игры — это Морровинд и Обливиан. А потом они, типа, отрабатывали уже по накатанной. — Да дохуя таким, да. О, да. Ебучий Ридли Скотт тут полностью согласен. Типа, чем больше ты смотришь Ридли Скотта, тем больше ты не понимаешь, как он снял в 70-х, блядь, Чужого. Как это вообще возможно? Ну, конкретно про беседку. Все-таки кино — это более визионерская вещь, более авторская. Игры более коллективные. Но вроде про беседку там, типа, поясняли, что там все-таки были люди, и они, типа, ушли. И тот просто очень грамотно ебалом торганул. По факту, как бы, он не является единоличным автором там Морровинда Ча или там Баггерфол и вот этого вот всего. То есть, тогда, когда они делали криво, хуёвенько, на коленке, но, типа, ебать, самый большой виртуальный мир ever до сих пор. То есть, вот такие у них были амбиции. Сейчас, типа, у беседки буквально все амбиции сделать новый Скайрим, но чтобы это не был Скайрим. Я уверен, что буквально все их амбиции — это, типа, сделать хотя бы на полшишечки Скайрим. Чтобы просто Нормисы еще, ну, хотя бы, ну, не 10 лет, но, типа, еще 5 лет просто в нее играли, хвалили, делали косплей, бесплатные моды и, типа, и все было хорошо. И вот, то есть, ну, никаких вершин они, очевидно, не пытаются уже покорить. И, наоборот, они все больше и больше все упрощают и сглаживают для того, чтобы это было еще более Нормисная, усредненная игрулька. Крейзи Таун. Как я объясню, Крейзи Таун. Просто купил за евро. На самом деле, я не могу объяснить, потому что это даже был не единый лот. То есть, это... Я мог бы, конечно, отпиздецать, что это был лот, и мне были нужны другие диски, но точно помню, что я покупал у одного чувака, и просто была бесплатная доставка, просто попрекал и купил. На самом деле, альбом этот Крейзи Тауна хорош, он классно записан, он хорошо звучит на акустике, в принципе, качает. И мне нравятся все песни, кроме Камалэди и Камкамалэди. Вот. Так что могу рекомендовать. Я тут, кстати, даже и сказал бы, что это не батрок, это скорее такая, типа, рэп-корчик, альтернатива. Реально, Крейзи Таун, первый альбом, прям нормас, прикольно. Прикольно контрастирует с тем, что я слушаю обычно. Даггерфолл был не только большим, но и иммерсивным. Там буквально можно было дойти от одного города до другого, если идти месяца два. А еще по стенам можно было лазать и деньги в банк класть. Да, шушь. Ну, типа, да, но кино все-таки более авторское. То есть в игре просто обычно недостаточно одного человека с видением, а в кино достаточно. Да. Через год-два ждем видео эссе, вы не поняли, Starfield Hidden Game. Короче, ну, типа, реально мне, ну, я никогда не был фанатом беседки. Типа, я все вот это попропускал, типа, там, Моровинт и так далее. То есть, моя война — это Rockstar, и она уже, естественно, давно проиграна. Но, как бы, мне жаль тех, кто вот прям реально ждет и надеется на новые свитки. Потому что, ну, типа, Starfield показал просто в целом состояние студии. То есть, ну, там явно все как-то криво. И плюс там было много каких-то слухов, полуслухов, что почему все так хуево и бездушно, потому что там почти все делалось на аутсорсе, поэтому все какое-то унылое и стерильное. И понятно, что, конечно, это прикрывает, типа, арт-дирекшеном, но, типа, ну, реально унылое и стерильное. Эти какие-то безумно детализированные ассеты, в чем нет никакого смысла в этой детализации. — Еще одно поселение. — Ну, реально, как бы, нету творцов там. — Так что, хорош гундеть, надевай свою фиолетовую силовую броню с бат-плагом в виде драконьего хвоста, натягивай шлем с рогами и держи курс в сторону лови. — Становись на гироскутер. — Там спроси у местных, где водоканал. — А дальше сам разберешься. — Все правильно. Спасибо большое, Престон Гарвин. — Напоминаю, что дед ебанулся, и Карпентер недавно снова сказал, что одна из его самых любимых игр — F-76, и он в него до сих пор играет. Вообще, интересной студии старается не показывать своих ледов дизайнеров, чтобы от них не ждали, что ли, чего-то. — Да, и чтобы дизайнеры не выкручивали яйца. — Игромания про это делала аналитику еще 20 лет назад, что они еще тогда считали, что, мол, мало в индустрии громких имен. Но по факту, наверное, оно и правильно, потому что, как мы видим, громкие имена примерно в половине, если не больше случаев, ничего не значат. И типа, ну вот просто, ну... Был Кодима в Konami, делал МГС, есть Кодима без Konami, и теперь это просто мем про то, что он гений. Был Питер Малине, на которого все дрочили в приседку в 90-е нулевые, ну типа тоже. Сейчас уже 20 лет просто мем. Сколько бы ему денег не давали. Был чувак, который сделал Dead Space, и сделал Калиста Протокол, ну что-то его все захейтили. Хотя, ну вроде игра как игра. Ну как Dead Space примерно. То есть, ну как бы... Ну а тогда, в общем, игромания говорила, что вот, мол, специально не хотят раздувать звезд, что потом они выкручивали яйца, как это делал, например, Каджомбо. Типа, который развоебывался, получил все свои статусы, и якобы это он всех провернул на хую в Konami и не сделал пятый МГС. Не знаю, правда или нет, но типа, ну думаю, как минимум частично правда. Типа, явно пятый МГС как бы тут... Определенно в Кодиме тоже часть проблемы. Вот. Слышь, купи Старфилд. Нет, не куплю. Рекомендую попробовать Андерал, если есть желание попробовать что-то реально пиздатное движке с Каримой. Зря ты так думаешь, отвал будет. И не только башки, но и жопы. Будет шедевр. И ГПУ. А вы просто тупое быдло, вам не понять. Опущенные олдфаги, которые не хотят... Олдфаг хуже пидораса. Вам современные игры столько механик навалили. Крутки, батлпасс, стелс в траве. Ковыряние активности... Реклама. Самое главное, новая механика, когда ты открываешь в Ацсасине Одиссея карту, тебе показывают рекламу нового Ацсасина. Вот это, я понимаю, иммерсивность. Сюрприз-механик. Спасибо, но нет, я не хочу ничего пиздатого на движке с Каримой, потому что, честно говоря, я не особо люблю Дружок с Каримой. Типа, реально, все мои амбиции насчет беседки, это нормально перепройти красиво, хорошо обливин, именно ванильный, но типа вот с какими-то всякими там хорошими патчами, то есть, ну вот, с улучшенным интерфейсом, возможно. Обливиан нормально перепройти, и, может быть, нормально пройти Моровин Дач, потому что я уже достаточно старый для него, а все остальное, ну реально, как бы... Мне в Скайрим особо не хотелось играть еще в 2011 году, поэтому у меня, типа, столько лет в бэклоге и лежит, потому что, как бы, ну вроде Скайрим, ну вроде так похуй на этих, блядь, викингов, дракон, ну типа, ну вроде надо поиграть, а вроде можно и в первого Ланвейка поиграть, потому что новый комп сыграл, новый драйвер вышел охуенный, там Крузис новая часть, короче, пошло-поехало, и вот мы здесь. Слышку, пист... Так тоже было, да. Короче, мне кажется, учитывая, насколько холодно вообще все восприняли Старфилд, как будто бы он реально по-настоящему не понравился никому, мне кажется, что даже турбо-фанаты Тодда, которые в нумном наворачивают четвертый фалач, типа, даже они разочаруются в новых свитках. Коджимба выглдяит, как тот самый плюгавенький одноклассник, который списывать не давал. Который сам списывал у Кирилла этого, как его, блядь, сука, забыл его фамилию. Как же его, блядь, это важная информация, как я мог забыть? С Кодимой непонятно, ну типа, Кодима определенно точно был гением, визионером в 80-х, 90-х, но потом, возможно, когда Канами типа в пятый раз его заставила делать новый МГС, когда он в пятый раз говорил, что больше не хочет, что-то в нем сломалось, потому что, ну типа, Коджомбовские приколы, ну, когда-то они работают просто невероятно. Типа, первый, второй, Metal Gear Solid, это, ну, это одни из самых потрясающих игровых экспириенсов, которые, мне кажется, в принципе, можно получить в этой индустрии. Но уже в четверке как-то ты смотришь на эти его постоянные приколы, где он с этим вот ебалом, жаль, не все поймут, и типа, ладно, ну ок. Как вы помните, даже Тоха за 2008 год, за полгода, вот как вышла игра, он прошел реально арку развития персонажа от того, что это самое важное событие 2008 года до того, что, блядь, что за хуйня? Ну, типа, ну вроде и норм, но, блядь, почему? Окей, Тарас, ну скоро я вообще, типа, довольно сильно редизайну стримы, поэтому я учту. Старфилд настолько всем не понравился, что его убрали из геймпасса. Что? И на него настолько всем похуй, что никто не побежал проверять после этой шутки. Я вроде где-то слышал мульку, что тот Говард после Моровинда заебался кранчить и выдрачиваться с разработкой, поэтому все последующие игры беседки все больше и больше стали походить на говно. Тут хз, ну, типа, тут хз, но уже как минимум то, как они ебут свою, дуют уже формулу и движок. Поток, поток, нарезкой донатов. С 2015 и гол переводчиков видя была штука, когда вместо переводов делали стримы и делали обалы Пикачу, тогда их стримы вообще никому не нужны оказались. а вообще рад тебя видеть. Няш Анша Абдуль 3. Воистину, Абдуль, спасибо. Я не совсем понял, правда. Но, короче, не знаю насчет кранчей, но мне кажется, реально вся беседка очень сильно закостенела в каком-то супер-всратом Легаси. Типа, у них изначально этот движок был не самый лучший. И то, что они его так и не поменяли, а продолжают апдейтить, и то, что у них даже, сука, в ебучем Старфилде у торговцев лут спрятан в сундуке в луже, говорит о том, что там, скорее всего, типа, невероятно неэффективно это все расходуется время и человек и часы. Они не могут нанять большой штат новых, типа, профессионалов, не новичков, а именно профессионалов, потому что в их говне шарит в сумму они, хотя, казалось бы, столько мододелов есть. Не современный Кал, а настоящие мужские типы дворфов или какая-то кличка. Не-не-не, точно нет. Типа, реально для меня как-то всегда, как только есть какая-то процедурная генерация контента, сразу абсолютно все желание пропадает и типа, ну, как-то чуть-чуть это. Поэтому же я и хейчу искусственный нейроарт, потому что тоже он сразу, типа, выглядит, типа, бля, просто хуйня. Короче, типа, у них все суперзакостенелое, как бы, начиная от движка и процессов компании, заканчивая, типа, просто формулой, когда они, блядь, буквально каждый раз делают одно и то же. Типа, просто каждый, блядь, раз. Ну, то есть, спасибо, что в Старфилде вы не ищете родственника, но типа, то, что ты в Старфилде получаешь почти драконьи способности, ну, то есть, ну, блядь, я не знаю. Но, в общем, типа, беседка ничего, скажем так, важного для индустрии уже не сделает. То есть, они будут просто, мне кажется, до конца своих дней заниматься в том или ином виде самоповтором самоповтора. И, как бы, ну, когда-то это чем-то закончится, чем не знаю, но, да. Скайрим, конечно же, уже вошел в историю как одна из лучших игр ever, что, конечно, многое говорит о нашем обществе, но... Я фанат беседки, Fallout 4 херня, Fallout 76 даже не пробовал, хватило четверки, и Старфилд просто не работает, как игра беседки. Такое ощущение, что они... Не собрали отдельно модули, которые делали. Короче, это стрела в колено. Ну, да, примерно так. Ну, типа, тот абсурд, что там, типа, для путешествий по космосу, тебе нужно сколько, типа, 4 загрузочных экрана подряд получить, это, ну, просто, просто пиздец. Сам сначала прошел МГС 4, потом устроился марафон первого, третьего, первого, второго, третьих частей. Любимая все-таки двойка, третью enjoy за сюжет, но в нее я меньше всего играл, так что по геймплею лучше первая и вторая. Обиделся, что драконьи способности, а не драконьи дилда. Да, на 25-й минуте разговора о беседке стоит напомнить, что стрим посвящен GTA. Они сами заговорили про Fallout 4. Еще некоторое время манимарка. Короче, типа, ну, меня догруппник хвалил Starfield, когда у него появился Xbox Series X, но спустя неделю написал в чат, что игра говно, и лучше бы он за эти деньги купил девушке пиво. Девушка умрет от того количества пива, которое можно купить на стоимость Series X. беседка еще дэмэдж контролит в отзывах Steam'а. Очень забавно. Типа, они буквально отвечают людям, которым игра не понравилась, что они не поняли. Ну вот да, реально беседка как будто бы напоминает Assassin's Creed, вот, попытка сделать какой-то около конвер, только беседковский конвер еще и работает раза в 4 медленнее. А сейчас беседку еще Спенсер купил, у которого вообще понятия качества отсутствует. Это правда, к сожалению. Сталкер 2 играл с лицом довольного Сайджека. Нету у них будущего. Да. Собственно, главная их франшиза Хейла делается еще более ебанно, чем беседка. Постоянные загрузки при переходе между локами. Даже при входе на корабль. При этом идет в 30... Зато физика сэндвичей. Ты что, не хочешь поиграться с сэндвичами? Но вы не понимаете, это же... Ой, бля. Ну, типа, для меня еще раз скажу, типа, игры беседки в целом никогда не были какой-то величиной, поэтому, типа, в целом это оправдание довольно смешное, но да, типа, против них еще очень сильно играет время. То есть, если бы это были Ubisoft, и если бы они все это выпустили, там, типа, 3-й, 4-й, Follich, 76-й и Starfield выпустили, получается, не за 15 лет, а, там, типа, за 10, либо за 7, мне кажется, это было бы совершенно другое восприятие. Типа, реально, 4-й Follich не выглядел бы так плохо, если бы он вышел, там, не в 15-м году, например, а в 13-м на старте поколения, или в 12-м вообще, еще на старом поколении. Starfield тоже выглядит сейчас, как бы, ну, очень ненужным, но где-нибудь на PS4, мне кажется, он мог бы найти свое место и свою, типа, вот, уже подросшую, сейчас бы реально видеоэссе снимали, но это еще и беседка. И когда, блядь, проху... Ну, я просто знаю, как человек, который редко делает видосы, мне очень знакомо чувство, когда ты смотришь, типа, блядь, на эту хую ты потратил столько времени, и это мы ждали столько лет. встроенными играми. У всех игр есть немного проклятый встроенный перевод. В Сонике 1 кекал от зоны пружин, спринг-ьердзоне и зона ловушек, щураб-браин. А так, вечер пятницы великолепно провел. Думаю, покупать овердрин. О! Ну, слушай, поздравляю с покупкой портвишок, но... Да не только ЧП, в целом современную триплей индустрию. Да. Не, ну, мне кажется, у японцев с инфополем все нормально. Вот реально, во времена PS3 у них как-то все было слабо, а тут как бы якудза вроде умеренно хайпует и все остальные, типа, не говоря уже про Нинтендо. Вот, ну, реально у нас последний столб, типа, Нинтендо. Игры про геймплей, на картридже, на физическом носителе есть игра, работает без интернета. Как бы, типа, я сам не любил покекать на Нинтендо, типа, ну, Нинтендо, как бы она тоже, типа, не скурвилась за последние годы, но это последний хоть какой-то столб, типа, того старого гейминга. Типа, все остальное еще значительно хуже, как по модели распространения, так и, типа, по целям, с которыми это все делалось. То есть, ну, ТОТК, как бы он меня не впечатлил сначала, а потом понравился, но все-таки это чисто, чисто геймплейная игра, полностью посвященная, типа, геймплею, 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 инновациям в геймплее, типа, геймплей, геймплей, геймплей. Вот, а тут, как бы, а так, как бы, ну, да, реально, все, типа, ну, это фазовый, неравновесный фазовый переход, как сказал бы Сергей Чалый, произошел, все, количество перешло в качество, точнее, качество превратилось в количество, гику культура стала массовой, PS4 была массовой, она была дешевой, фильмы Марвел, теория большого взрыва, все, теперь, как бы, увлечение от видеоигры, это не для нас, это для тех, кто, типа, вот, смотрит Марвел, играет в Марвел, поэтому, как бы, все следующие Человеки, Пауки, там, Вульверины, и все вот это вот, будут прекрасными играми, и прекрасно продадутся, по мнению людей. Что ориентируется в разработке Старфилда на РДР-2, РДР-2, где прогрузок нет, каждый НПЦ имеет расписание и маленькую историю, и ты буквально отращиваешь бороду. В это время Старфилд, назовем главного героя звезднорожденный, поняли? Как драконорожденный, ой-ой-ой. Да. Я, когда впервые услышал про звезднорожденного, я думал, что это шутка из Твиттера. У них будущего звучит просто смешно. С деньгами Майков этот конвейер драконьих криков может жить еще очень долго. Так а то деньги Майков, как мы видим, вообще ничего не значат. И разговоров о чувствах с Кратосом, которые нормизы жрут за обе щеки. У них нет будущего. Ну, ты путаешь теплое с мягким. Это у нас нет будущего. На самом деле есть. Пока есть такие игры, как Baldur's Gate 3, иронично. И Nintendo, какое-никакое будущее есть. Ну, типа, имею в виду, что нет будущего в плане, как у какой-то крутой, визионерской, важной студии. Ну, типа, реально, мне кажется, вот в Старфилд, а до этого в Fallout 76, они довольно сильно все-таки подмочили репутацию. И теперь, типа, беседка, даже в глазах Нормиса, это важная студия прошлого, которая сделала Skyrim в 2011 году. Потому что, ну, даже для Нормиса, типа, ну, беседка делает, во-первых, слишком редко, во-вторых, слишком архаично. И будущего у них нету в плане... Во-первых, деньги Microsoft, как мы видим, абсолютно не мешают сделать суперкривой Halo, потому что там вообще нет бизнес-процессов, типа Halo последний, который, блядь, должен был быть главной игрой на боксе. Делали людьми не из штата, а подрядчиками, которые, естественно, нихуя не были ни во что погружены, и поэтому там все настолько ебано. То есть, ну, деньги Microsoft, они, походу, вообще ни во что особо не конвертируются, кроме покупки студий, потому что студии майки начали покупать там не в 20-м году, не в 18-м, они, блядь, чуть ли не с начала поколения Xbox One покупают эти студии, там, типа, сначала Double Fine, вот это, что мы в итоге получили? Ну, вторых, психонавтов, типа, майки уже столько студий купили, и, как бы, ну, поэтому, я не знаю, как бы, майки явно не особо умеют налаживать какие-то процессы, или умеют, но не хотят, потому что Фил же говорил, что они не особо хотят вмешиваться в внутренние процессы, собственно, из-за этого, например, была проблема, когда сами разработчики Redfall надеялись, что Redfall отменит Microsoft, потому что Redfall запустили только для того, чтобы набить цену перед продажей майком, эта игра была не нужна абсолютно никому, и, типа, даже сами разрабы надеялись, что вот, нас выкупили, все, вы получили свои деньги, и мы сейчас, типа, все объясним, это говно, а реально 0 из 10 никому не надо, что майки сказали, да нет, заебись, делайте, конечно, и, типа, ну, поэтому, как бы, ну, как всегда, короче, каждый стрим, каждый стрим приходит к одному и тому же, кажется. Хочу сказать этому ебабаному вертолету спасибо за то, что вместо того, чтобы посмотреть стрим в прошлую ночь и нормально выспаться, я смотрю стрим сейчас, когда мне нужно в по-шестого на автобус встать. От души душевного душа. Спасибо. Ну, будет запись, будет запись, в случае чего, но спасибо, что ты смотришь в онлайне. Я монтировал видос, не домонтировал, как видите. Окей, в новом Робокопе тоже везде под загрузки и странная графика на пятом веке. Да, это за две канапки и за пушку пива. Это поляки сделали. Идет в 60 фпс и от нее можно экшуально получить удовольствие. Да. Будущее за ноунемами. Ну, не факт, что оно за ними, но, скажем так, наконец-то реально Индии, сделанное ноунеймами, это перестало быть только исключительно какая-нибудь пиксельная параша, потому что, честно говоря, она тоже как-то довольно быстро надоела. Пиксельная 2D-игра не равно качество как у Капкома. На старых консолях пиксельные игры были ААА своего времени, выверенные и крутые, а потом как бы просто, блядь, все прорвало. И вот я очень рад, что, наконец-то, Индии, это в том числе и Baldur's Gate 3, и Робокоп, и Gravity Rush, например, тоже можно вполне себе отнести к Индии, потому что, да, вот этого очень не хватает. Типа Rockstar, ну, точнее, тогда еще DMA Design когда-то были Инди своего времени. И вот этого очень не хватает. Потому что Инди, блядь, вот тогда, когда их больше всего облизывали, нормально так подсадили на поток примерно, ну, одинакового усредненного говна, где на каждый, там, Super Midboy и Hotline Miami великолепный был по 50 каких-то, ну, просто ноунейм данжен-кроулеров, блядь, двухмерных. Поэтому да. Это пиздато, и типа, в том числе, это и технический прогресс, потому что тулзы сильно сейчас упростились, плюс там всякие Unity, Who Unity и Unreal Engine вроде реально позволяют ноунеймом делать полноценные игры, даже что-то зарабатывать, но как бы может прохнет, а может и нет. Типа, это примерно как вот в начале десятых на айфоны портировали настоящие игры и, ну, какую-то прибыль не приносили, то есть, наверное, ну, с этого можно было что-то зарабатывать, я думаю. Особенно учитывая, что порты явно не самые дорогие были зачастую. Ну, зачем? Типа, если любой кликер, ферма там или какая-нибудь прочая нативно-мобильная хуйня, типа, приносит там в сто раз больше. Поэтому, как бы, будем надеяться, ну да, я сам для себя решил, вот у меня, вот я долганул наконец-то пятую плойку, долганул аккаунт, там на аккаунте есть, короче, терминахтер, но я решил, типа, терминахтер купить для себя в стиме, типа, поддержать чуваку. Как видишь, баланс сохранен, так сказать, мы... Спасибо. Спасибо этим уважаемым кинологам. Как видишь, баланс сохранен, и мы на месте. И то же самое с этим, типа, у меня, вот, друг мой купил Phantom Liberty на Xbox, я, когда руки дойдут проходить с Phantom Liberty, занесу соточку злотых CDPR, потому что, ну, реально, хоть наши жалкие доллары, это ничто в сравнении с долларами миллионов шевцовых и бананов, но, типа, на AAA похуй, вот, маленьких чуваков, им реально, как бы, ну, хоть что-то, поэтому, типа, поддержать чуваков, которые пилят Робокопа, Терминатора и маленькую инди-студию CDPR, типа, реально, надо. Я, собственно, CDPR поддержал, еще купив Cyberpunk на старте, именно через гулок. Вот тебе антиграундного инцелописателя-музыканта, который залипает на женщин на улице и ведет свой видеодневник. Достаточно лишь первые пятьдесят сек глянуть, чтоб все понять о нем. Окей, спасибо. Да, и, типа, мне нравится, как реально CDPR решили полностью пройти арку искупления с киберпанком, и, типа, последним символом у них оставался этот, метро, митрополитен, и они добавили и его. Но они добавили бег по стенам, сука, обещали! Да, Алян Хаминит и вот это. Ну, Алян Хаминит был крутой, хотя сложный. А насчет Сеги портвишок, отличное начинание, но я тебе все-таки рекомендую, раз уж ты заглядываешься на Эвердрайв. Продай ты этот новодел, он реально говно. Продай, я думаю, его можно довольно легко продать за те же деньги, что покупал, и раз уж ты покупаешь себе Эвердрайв, то купи, ну, в идеале, конечно, Японку первого региона, вот, если не получится, в смысле, японского региона, первую модель Японку, которая большая, широкая, если не получишь, ну, типа, японку, либо американку, либо европейку, и поставь на нее, ну, отдай людям, которые это сделают, если сам не умеешь, типа, мод, потому что на европейке игру будет идти на полной, не на полной скорости, потому что реально, пересказываю сейчас кусок из видоса игрового, который выйдет на этой неделе, реально одно из самых приятных впечатлений от ретро-гейминга за все 10 плюс лет, что им занимаюсь, когда наконец-то у меня появился настоящий мега-драйв, потому что, типа, ты столько раз видел мега-драйв, типа, дешевый, хуевый, пиратский, и, типа, когда ты наконец-то берешь руки, вот, так сказать, меняешь деревянный мега-драйв на металлический мега-драйв, ты понимаешь, о чем этот мега-драйв, когда он, типа, из хорошего пластика, настоящий, тяжелый, это просто, как бы, ну, охуенно и кайф, ну, и к тому же, геймпад, естественно, тоже нужно иметь не новодельно, а настоящий, типа, это просто очень приятно владеть настоящим качественным мега-драйвом. Новый фильм по Белоснежке, который должен быть хороший. В главной роли там Бред Купер. У нее есть какая-то актерская карьера в детстве, а сейчас она на Ютубе записывает разговорные новостные видосы про всякие твиттер-драмы, типа, критикуя леваков с умеренно правой позиции. На самом деле считаю, что все как-то быстро забыли, как СДПР проебались. И все такие радуются. Ой, они игру починили, но хуять, они сделали играбельный продукт. Ой, они дали на эту. Да, оно платное. Патч 2.0 все дело, но это буквально то, какое она должна была быть на релизе. Наебали прошлые поколения. Ну, там все сложнее. Ну, типа, как бы да, но там тоже, ну, главная проблема мисменеджмент, что, типа, анонсировали игру хуй пойми когда, по факту делать начали года через три. К тому моменту уже, как бы, ну, тоже время прошло, и на старые консоли игра не особо помещалась. Короче, ну, типа, я думаю, ну, не думаю, как расследование играет, там больше менеджеры, как всегда, проебались. То есть так-то чуваки, которые буквально эту игру делали, они там и так в аду были, и, типа, ну, в целом они из всех контор, они повели себя наиболее благородно, которые так проебывались, поэтому, в принципе, типа, мне не жалко им денег занести. Понимаю, конечно, хейт реально наебали, особенно есть там целые подборки того, что они обещали, иногда это было супер смешно, и, типа, просто, блядь, кто вас тянул за язык, нахуя вы это обещали? Это даже тогда звучало не очень реалистично. Но в итоге, ну, типа, они настолько постарались, что как-то, ну, мне не жалко им бабок занести, типа, из-за киберпук по фулл прайсу в Гоге. Ты, может, там стоил, блядь, баксов 30, по-моему, в СНГ. Раз уж речь зашла про ретро гейминг. Прямо сейчас играю в какую-то китайскую новоделку под названием ретро гейминг. А, раз бесплатно, да, нормально. Думаю, можно поиграть. Не, ретро гейминг это реально кал-калыч. Типа, их сейчас продают в магазинах в СЖ чуть ли не по 100 баксов. Их киллер фича то, что у них есть HDMI выход, но это реально кал-калыч лучше, блядь, ну, на эмуляторе лучше. Вот, ну, реально, как бы, смысла играть в этот кал никакого нет. Любой эмулятор справится лучше. Нормальный геймпад покупаешь, это 8 бит до, там есть и в форме Сеги, настоящая. И, типа, эмуль либо настоящее железо, либо, как бы, ну, эмуль совершенно прекрасно со всем справится. Ретро гений звезда, это просто, ну, это полнейший наёб. Короче, CDPR, типа, ну, прощай, ладно, прощаю. К тому же, опять-таки, я играл-то на компе, и даже моя 390 RX-а получается. Да, вроде 390 у меня была RX-а. Даже она, в принципе, ну, кое-как с Киберпуком справлялась. На релизе. Да, Иван, ну, типа, смысла в нём нету. Он так себе. Он хоть и официальный, но довольно говёненький, типа, ну. Барыги, я думаю, ещё ими торгуют на ИБЭ, но того и не стоит. Подожди, я не очень понимаю. Это тот фильм, где, типа, заменили гномов, где, типа, Белоснежка, которая всех, хейтила всех снежков? Два часа назад ты что-то упомянул по С2. Я решил погуглить, что там по прошивке и т.д. Я правильно понял, что можно взять слинку, подключить к локальной сети и играть. Доброй ночи, Максим. Сейчас. Короче, я просто, ну, тоже, извините, никогда не был фанатом Белоснежки, но, типа, я знаю этот мемный фильм про чёрную белоснежку и гдомов, которых заменили, где главное, как там, Рэйчель Зельвегер, нет, стоп, Рэйчель Зельвегер, это же, это что-то другое. Зои, Зои Зельвегер, где мачеху играет Галь Гадот. Я просто не знаю, вышел этот фильм уже или нет, и, типа, они уже ремейк этого ремейка анонсировали или это всё ещё про него речь, но, по-моему, она не ведёт Белоснежка, это канал на Ютубе, где она обсирает леваков. Типа, она даёт интервью о том, что они в фильме победят патриархат. Рене. Нет, не Рене. Да, такое ощущение, что начали обсуждать порно-пародию, я сам запутался. Ретро-генезис не стоит ничего, просто не рекомендуют, просто, типа, вместо ретро-генезиса купите себе охуенный геймпад 8BitDo в форме сеговского, беспроводной, современный, качественный, хороший, подрубите компу, к телефону, к чему угодно, накатите эмулятор, настройте под себя, наслаждайтесь. Типа, реально, ну, просто забудьте. Никакого ретро-генезиса нету и никогда не было. Просто ебаный мусор. А, это тот, который Daily Wire решил переснять. Там же еще, по-моему, Джина Карана должна участвовать. Все, теперь я понял. Все, я понял. Не, я, опять-таки, не являюсь фанатом Белоснежки. Я, ну, я слышал про этот проект, но вот сейчас даже не с первого раза. Ну, посмотрим, может быть, у них получится смешно прошутить, хотя, конечно, вся эта тусовка, которая буквально с 16-го года по КД шутит о том, что леваки тупые, эфемки тупые, и типа, ну, у них не всегда смешно получается. Могу даже, кстати, вот я внезапно навернул базы, хоть я не собираюсь покупать. Можете себе купить эту прикольную прототивку, короче, либо Miu+, либо Anbernic. Ну, короче, это почти две, почти одинаковые китайские прототивки с правильным квадратным экраном IPS-ным, с пенсорсными эмулями, и там, в общем, типа, все прекрасно. Да, если фильм снимает тусовка 16-го, почему меня нет в касте? Почему Белоснежку играет не Ника, а я не играю принца? Хотя лучше бы, конечно, Белоснежку сыграли те две няшки стесняшки из сперми. Да, лучше бы пересняли Белоснежку с Эби Шапира в главной роли If You Catch My Drift. О, да. Так сказать, в чем отличие секса и гендера, пола и гендера? Я не хочу заняться гендером с сестрой Бена Шапира, как писал сам Бен Шапира в Твиттере год назад. Насчет PS2 Slim. В целом, да, можно по локалке играть, ну, только понадобится еще карточка со специальной прошивкой, карта памяти покупается на барахолке либо на алике без проблем. Единственная проблема, что по локалке все-таки ниже скорость чтения данных, чем с диска, и поэтому в некоторых играх, не во всех, но как бы точный процент неизвестен, никто не тестировал все игры, блядь. Точный процент игр неизвестен, но там, в общем, будут подтормаживать заставки, и самое неприятное будет чутка меньше фэпосов. Но в принципе, в принципе, для огромного количества игр это никак не скажется, и все нормально будет. И заставки идти, и уж тем более геймплей. Но особенно, так сказать, легких игр, например, те же Tony Hawk'и я гоняю обычно с USB, а USB еще медленнее, чем сетевое подключение, даже заставки не тормозят, не говоря уже про игру. Поэтому, как бы, в принципе, можно начать просто, да, с покупки Slim'ки и... Ну как, блядь? Ну, можно начать с покупки Slim'ки и попытки сетевого подключения, но если тебе не понравится, тогда Slim'ку надо будет продать и купить фатку, и в нее поставить жесткий диск, потому что жесткого диска все будет идеально, лучше, чем с оптического. Пока что это до сих пор, вот уже почти 20 лет, это самый лучший способ игры поезда. Да, Sega свет отключила. Почему Андрей двигался, как киноман, когда пошел включать свет? Да, мы по-прежнему смотрим обзор на школьника, любителя Fallout 4 и GTA 5. Выходит фильм, все такие существуют, и я не сошел с ума. Но просто посмотри на превью трейлер, это же выглядит как говенный фотошоп, но, наверное, это потому, что у шокера нет денег на нормальный продакшн. Это фильм, условно говоря, это киноверсия, вот... А там с неба падают огромные горящие адским планы. Я буду скидать. Что случилось? Ай, это мистер жета, афлюидный петухосексуал, советуют людям эмуляторы. Что дальше? Игровой стрим по BG3. Да, вот Джина Карана. Fallout Shelter. Там, кстати, жилье выглядит новым, как ты и хотел. Спасибо, Иллория. Кстати, я помню одно время мой друг играл на iPad в Fallout Shelter и нахвалил. Короче, я запомнил Fallout Shelter даже как не самую плохую игру. Конечно, потом они, по-моему, немножко ввели анальный донат новыми дополнениями, но, типа, когда он только вышел, он вроде был даже не так и плох, и я был вот как лис с виноградом, у меня тогда не было ни планшета, ни нормальной мобилы в скобочках айфона, и поэтому я гордо ходил со своим Huawei, и, типа, мне очень-то и хотелось, потому что на старте, по-моему, его на Android не было. Я не знаю, есть ли сейчас Shelter на Android, наверное, есть, но на старте, по-моему, не было. Спасибо, Ян. Да, важное напоминание. Перед покупкой нового игрового устройства убедитесь, что вам не во что играть на текущем сетапе. Давно на стримах не был. Держи копеечку. Спасибо большое. Киберпук мне, конечно, понравился, но все-таки это не РПГ. Ну да, да. А какой-то шутер или адвенчуэ. С РПГ вообще все грустно сейчас. В смысле, Baldur's Gate 3. Ребята, ну вы что? Ну что вы такие пессимисты? Baldur's Gate 3. Современная, независимая, западная РПГ. Спасибо большое, Ктулуху. Рекомендую, обрати на него внимание. Любую можно, Джози, единственный минус, что типа трехтысячная шумит кулерами. Ну, тысячную ты просто не найдешь, поэтому типа лучше пятитысячную фатку, трехтысячная шумноватая. Но как бы можно жить и с ней. Стоит, Александр, я... Мы с другом прошли Halo 4 и почти прошли Halo 5. И короче, пока что чисто по геймплею Halo 4 мне едва ли не больше всех понравилось. Даже здесь мои вкусы оказались весьма специфичны. И легендарная Halo богатый мне вообще не зашло. Ну, а DST в принципе неплохо, но тоже видно, что устарело. Тогда еще не смотрело Лориан. Вот, а насчет РПГ и Киберпука, ну, как бы, да, не РПГ, но... А я и не фанат особо РПГ. Я хотел... Ну, меня больше разочаровало не то, что это не РПГ, а то, что там Киберпанк не особо Киберпанк. То есть, там вроде как в записках все это объяснено, что типа там все, так сказать, хай-тек лоу-лайф, но вот я как-то не прочувствовал хай-тек лоу-лайфа, что в игровом Киберпуке, ну, в аниме чутка побольше этого, но все равно как-то нету вайба. Нету вот вайба грязного техно-нищебродства, который так охуенно был показан в Блэйдранере. Вот это мне, наверное, больше смутило. Нет, Комбат и Волф норм. Ну, как? Лучше, конечно, все Хейлы проходить в Коопе, но в принципе Комбат и Волф норм, кроме уровня библиотеки. Да в смысле четвертое Хольцо наоборот. Call of Duty от мира Хольца Койну душно. Наоборот, она быстрая, динамичная, веселая. А вот Верт уже из аниме поясняет. Хороший стрим. советую эмуляторы Baldur's Gate 3 и поясняю за аниме. Ну, я пытался в него вкатиться Евгений, но потом я узнал, что это фанфика, а я фанфики как-то не особо. Но это уже отдельная история. Ну, вот пятая Хейла мы сейчас с корешем наполовину прошли. Ну, типа, ну, норм. Ну, как бы, нам уже, конечно, Мальца это все приелось, потому что мы просто подряд от первого Хейла до пятого пробежали где-то меньше, чем за год. Вот. Но в целом, как бы, ну, короче, рекомендую в Хейла играйте реально в коопе. Типа, без коопа, наверное, я бы дропнул уже сто лет. как, потому что, да. Не знаю, Иван, я-то на SX играю. Ты заебал, давай уже смотреть зумерков. Слушаю, повинуюсь. О, Блу, просто не надо. Просто, просто, ну, не, не надо. Ну, не, не надо это. Подкопи денег, там, ну, отложи, поиграй пока в третий фейбл, он же на компьютере. Не надо. Переписку не могу показать, ну, потому что это было очень давно. Но сейчас я вам все наглядно расскажу. Так нахуй ты вообще свое хайло разеваешь, малолетняя ты, собака? Если у тебя вместо пруфов выдуманный срач с выдуманным малолетним же долбоебом. Да еще и в комментах на канале Мразоты. Нахуй ты вообще такой поехавший существуешь. Наверняка вы уже смотрели видео, где Азот критикует пятую часть GTA, говоря, что другие части ему более по душе. В принципе, аргументы из видео были весомыми, но из-за них называть эту часть худшей, ну, как-то слишком странно. Ну да, GTA на геймбой калория, пожалуй, чутка похуже будет, чем пятерка, но не сильно. Второго я повидал, был одним из аутфагов второго типа. Он всем и везде говорил, что четвертая часть лучше, а пятая это, ну, вот просто недоразумение. Вообще, это классика, классика, мне кажется, консольных срачей, типа, когда ты пишешь лучше через Т, типа, кому-нибудь вбрасываешь и получаешь в ответ 10-минутную ответку в видео. Хм, это вот такие А мне кажется, что это твой младший брат, староклассник, залетел в комменты к Мразоте, дабы спровоцировать своего бездарного хуесоса брата записать этот нахуй никому ненужный видос. Лично я не обращал на это никакого внимания, но он слишком часто это агитировал, прям навязывал свое мнение. Из-за чего я спросил у него, почему он так решил. В ответ он сказал что-то вроде Ну блин, все говорят, что GTA 5 говно, так и GTA 4 лучше. Между прочим, Азот также считает. Этот парень пиздец, какой-то... Класс. Не, по Хейла видоса не будет. Ну реально, я даже не знаю, что про Хейла рассказать. В коопе норм, не в коопе, ну такое. Чел, ты либо отбитый дегенерат, к которому место в биореакторе, либо ты пытаешься крайне неумело наебать своих зрителей впарив им, что тебе тотально не похуй, и ты действительно задался цель и узнать у какого-то отбитого биомусора, почему он считает так и не этак. Нет, я честно не знаю, кем надо быть, чтобы такой хуйней заниматься. А нет, знаю, ёбаным говноедом, который готов тратить личное время на бесперспективные споры с ботами. Да, самое, конечно, пока что крутое, это то, что это реально голос интонации Русяич, вот про просто злой Русяич, который устал пояснять нормально за лор Зельды и теперь, так сказать, перешел на попуск школьников, которые неправильно любят GTA. Словно не могу вспомнить, но он сказал что-то в этом роде. И я пробил просто... Он здесь будет огурец. Жесткий фейспалм с его слов. Вот тупо обоссанное быдло, не иначе, потому что он следует стереотипам навязанных обществом. И он часть этого тупого стада, без своего личного мнения. Я ему все это написал и на что он просто проигнорировал. Вот это реально отличный пример говноеда. Видите такого, то сразу прописывайте с ноги. Кому ты там с ноги-то прописать собрался, парыш ты ебаный? Не смеши ты меня нахуй. Вот давай так. Ты прямо сейчас пойдешь на какой-нибудь завод и попробуешь своей кривой культой хотя бы подзатыльник отвесить кому-нибудь из местных представителей, как ты говоришь, быдло, которое живет стереотипами навязанными обществом. Не, ну это хороший аргумент споря. Типа, ты поиди на завод и дай подзатыльник заводчанил. Да ты, крысеныш, захнычешь и станешь маму звать, а потом еще и в рот возьмешь душевой, лишь бы тебе еблыгу не попортили. Я тебе сейчас ебало начищу. Как говорил один мудрый человек, вонючий олдфагик. Ну как его можно не любить? Как же я вас, говноедов, презираю. У этих ублюдков все новое всегда плохое. Вот раньше Контра было лучше, вот раньше... Как говорил один мудрый человек. Раньше ГТА было лучше, вот раньше Uncharted был лучше. Все, что угодно, что было раньше, то лучше. Конечно, я не фанат Шевцова, но иногда он и вправду... Кому ты пиздишь? Говорит, умные мысли. Если бы мне давали железный рубль, каждый раз, когда данный малолетний уебан выводит на экран цитаты каких-то левых отбросов, уважаемых им, я бы уже, наверное, купался в золоте. Да, даже Шевцов, кстати, ирония в том, что Шевцов даже был раньше лучше. Раньше он был действительно кладезем как бы суперфлеймовых видосов, а сейчас типа сидит там что-то пердит про политоту, хуёту, влоги, хуё... такой изящный способ сэкономить своё время? Действительно. А зачем писать сценарий и заморачиваться, если можно навтыкать видос более успешных еблоторговцев и сидеть ждать волшебного гешефта? Следующий человек является также популярным ютубером Shadow BMX. Интересный... Я не ожидал появления Shadow BMX здесь. Так, ну-ка. Трогические видеоролики это его стиль. Я за ним наблюдаю уже... А, ну да, у него же есть видос про четвёртую GTA. Ты это серьёзно, нахуй? Я надеюсь, сейчас будет пояснение, что, так сказать, лор Соника и Спанчбоба и Спайдермена не идут ни в какое сравнение с лором GTA, поэтому мнение Shadow BMX не учитывается. All Stars, ещё бы киселя и Аякса. Ты понимаешь, что ты поехавший уже? Всё. Почти год и уверен, что он добьётся многих успехов. Но в одном из видео он сказал, что GTA 5 для него уже неудивительно и вообще игра не стоит своего внимания. И вот причина всех этих проблем. Но к чему я всё это говорю? А говорю я это к тому, что осенью 2013 года, когда я после покупки GTA 5 шёл домой, я ждал прочувствовать то, что я прочувствовал зимой 2011 года после покупки эпизодов. Но когда я играл в GTA 5, тех ощущений не было. именно. Вот говорят, что я постоянно манжу. Да нет, да нихуя. Вон даже зумерок в сравнении со мной Shadow World. Буквально это. Реально в GTA 5 не было магии, если ты застал релиз GTA 4 и предыдущую трилогию. GTA 5 это отвал башки только для тех, кто всё детство в неё играл, а в другие не играл. А так, типа, ну, но мы ждали немного другого. Там трейлер GTA 6 слили. Так, стоп. А где? 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 Где посмотреть? Где в... А, в чётике. Ладно, потом посмотрю. Ну, там реально слили настоящий трейлер, где поверх всего трейлера Watermark'а покупайте биткоины. Да. Ну, на стриме я это не буду включать. Я уже помню однажды, когда в прошлый раз я включал стримы сливы по GTA на стриме. В общем, да, я его удалил. Впрочем, я этот удалю, поэтому ни на что не влияет, но да. Трейлер GTA 6 слили. Идёт полторы минуты. Если вам надо отлучиться, туда. Этот парень пиздец, какой тупой. Фреско с парой геев это какой-то что? Особенный вид самозашквара. Нет, я, конечно, по вступлению понял, что ты тут ещё биомусор, но чтобы ввозить на экран какое-то чмо, пытаться тяфкнуть его сторону, а потом обоссаться, дать заднюю и сделать попытку подлимонить гееврезкой? Слушай, да ты пока что наиболее жалкий и ничтожен, чем любой другой... Решил погуглить сколько лет Шевцову, чтобы понять, насколько он меня младше и попал на какую-то рутуб вики. Пишет, что он занял ультраправую позицию. И вот после всех этих слов я просто выпал. На самом деле это частые аргументы аутфагов по типу ну нет той атмосферы, в детстве как-то было интереснее и не скучнее, но это же... Именно Джипегман, ну типа реально GTA 4 это игра события во всех смыслах и как-то... Она символизирует собой просто другую эпоху, когда типа у всех были амбиции. Сейчас типа точно так же как у с беседки типа какая главная амбиция у Take 2 с GTA 6 повторить успех GTA 5 хотя бы там процентов на 80. Ну зависит конечно от того насколько они нассали в уши инвесторам вот, но вот от 80 до 150 процентов повторить успех GTA 5 онлайн и типа еще 10 раз там на 7 платформах выпускать GTA 6 вот главная амбиция. Типа в GTA 4 были вообще другие настроения, другие подходы и оно как бы и видно. Поэтому точно так же как Fallout 1 и 2 это уникальные охуенные игры, которые вне времени, так и GTA 4 это уникальная охуенная игра, которая вне времени. Типа особо GTA 5, GTA 6 и другими GTA не контриться и типа ну вряд ли когда-то кто-то попытается сделать что-то подобное. Это реально звучит абсурдно. В детстве ребенок познает мир, узнает новое и впечатляется от любой мелочи. Повторюсь, либо ты еблан, либо пытаешься выехать на кликбейте, ибо никаких аргументов там в помине нет. Очередной чушок просто ноет, что не чувствует бабочек в своей жопе, как в свое время во время установки эпизодов. Да кому вообще не поебать на его чувства и ощущения. Я говорил, говорю и всегда буду говорить, что эпизоды, и в частности эпизод про нигера, это самое большое пи... Но он... Но он латинос! ...питно на репутации великолепной четверки. Просто бездарная дисбалансная хуйня, выпущенная только для того, чтобы нарезать бабла с малолетних фанатов Сунь в Андрея. И любая компьютерная игра ему понравится, ведь это... Сунь в Андрея. ...что-то новенькое и неопознанное. Со временем человек взрослеет и становится более... Да, пиздос, я надеялся, что хотя бы то, что столько прошло лет, типа, ну... Я надеялся, что хотя бы релиз GTA 6 будет в 24-м году, типа, вот как раз год. Блядь, они в 22... Два года, блядь. Сука, два ебаных года, нахуй. Да, в принципе, насрать. ...опытным, из-за чего он уже перестает удивляться и познавать этот мир. И любая новая игра для него, ну вот, ничего нового не вносит. Но зато он с радостью ностальгирует по старой игре и считает, что она его фаворит. И она сама по себе... Главной амбицией GTA 4 было сделать лучший симулятор боулинга. Они создали боулингшную, а потом игра стала разрастаться. Появились машинки, чтобы быстрее доехать до боулинга. Да, персонажи, с которыми можно играть в боулинг... Шли его нахуй, Иван. Вообще-то нет. Все далеко не так просто. Начнем с того, что чувство ностальгии очень часто... Вообще, конечно, прикольно, что GTA 6 слили уже три раза. Сначала где-то, сколько, год назад слили первые вот эти вот ассеты. Вот это вот все. Потом пару дней назад сын главы разработки слил немножко футажей. Ну, там почти ничего не было, но, тем не менее, был слив, которого раньше, типа... Раньше, по-моему, ни разу вообще ничего близко не было. И сейчас еще, блядь, они уже и премьеру официальную поставили. И там 50 тысяч сидит, ждет вот вторника, и в итоге хуяк и трейлер слили. Просто разбивается в дребезги, когда ты возвращаешься к какой-то хуевой игре, которая почему-то неимоверно... Ну, это всегда, типа, не сливали инфу по GTA, но постоянно сливали билды. Типа, GTA 3 же слили на бокс, по-моему, за две недели, на PS3 за неделю до релиза. Но сейчас некуда сливать. Типа, консольки-то все современные не прошитые, поэтому... Ну, разве что на Switch. Ну, кстати, кстати, я не удивлюсь, если GTA 6 выйдет сразу на второй Switch, потому что все-таки два года второй Switch уже выйдет, и я уверен, что им нужно максимум платформ, поэтому... Возможно, к осени 25-го года выйдет второй Switch, его, конечно же, прошьют и типа и сольют версию для Switch'а. И вот в это будет круто. Нет, портвейн, раньше, раньше, чем за четыре дня. Нанравилось себе в детстве. Невозможно, например, в 2019-м играть в первый True Crime или второй Dead to Rights. Эти игры совершенно не выдерживают проверку времени. Это, кстати, неправда. Они прикольные, просто их не нужно сравнивать с GTA. Это прикольные экшоны, шутанчики. Также, в равной степени, никто никогда не заставит меня играть в первый Assassin's Creed. Хотя в 2007 году после первого запуска она показалась мне очень крутой. Уверен, что и со многими другими играми подобные Valve... Сейчас нашли хороший способ борьбы с пиратством. Игра за две недели до релиза просто неиграбельна. Но я говорю, даже здесь Nintendo последний оплот. И Nintendo это последняя вообще консоль, Switch, на которой ты можешь вот старой этой любимой забавой насладиться, когда пираты-господа бесплатно наслаждаются тем, что консоли холопом по предзаказу дадут только через неделю, как слили собственно главную Nintendo-игру в этом году. Tears of the Kingdom что там, за неделю, по-моему, до релиза типа на пиратке слили. Игра-то была полная, ее абсолютно можно было пройти, и там ничего не было сломано. Вот. А у других такого нет. Вы так удивляетесь, что GTA 6 выйдет сначала только на консолях, как будто бы каждая GTA так не выходила. GTA всегда выходит сначала только на консолях, потом уже на ПК. Очевидно, что она тоже выйдет на ПК. Типа они... Смотрите, чтобы они ее на телефонах не выпустили. Типа им реально нужно показать инвесторам что-то хоть немножко сравнимое с GTA 5 Online и 10 годами сверхдоходов по этому. GTA 6 выйдет везде. Ну и, кстати, первые прототипы, которые вот год назад слили, первый геймплей, он выглядел настолько всрато, что походу типа ее изначально собирались на PS4 выпускать, но, наверное, уже передумали. Я надеюсь, они передумали, но изначально они точно типа рассматривали вариант выпуска на PS4, потому что слишком хуевая графика была. Чья идея на сливе трейлера GTA 5? Напомните, важность покупки биткоина в 2023. третьем. Ну, первый RDR это потерянный осколок, на который Take Two, словно говоря, похуй. А GTA 6 это что? GTA 6 точно выйдет. Блядь, мы опять находимся в этой точке, где люди думают, что GTA не выйдет на компах новая. Тогда, когда основные доходы это из онлайна и на пиратов, которые типа спиратят сингл, ну, реально, в принципе, уже похуй. То есть, ну, реально, как бы, Rockstar, мне кажется, могли бы, типа, платно продавать онлайн по фулл прайсу, а сингл просто типа в подарок давать. Ну, в смысле, бесплатно раздавать без онлайна. Турайт 2, между прочим, даже Виктор Сэм похвалил. Не, пердеть не будет, Шварц. Типа, пердеть не будет. Вспомни, как хорошо шел второй RDR, типа, ну, это все-таки Rockstar. Они, они эту игру столько лет делают. Нет, она будет супер отполированная, там все будет идеально. Ну, здорово, Мэтт. Да, Виктор Сэм надо будет глянуть, вроде, что-то новое записал, но не сегодня. Ну, то, что Шевцов неиронично верил, что GTA 5 не выйдет на компах, еще раз говорит, конечно, его широчайшем кругозоре и эрдиции в плане видеоигр. Посмотрел трейлер, все, как ты говорил, половина трейлера, футажи из Инстаграма. Жду, не дождусь этих потрясающих шуток про современное общество, его помешанность на деньгах и тачках и соцсетях. Вспоминается, как ЛКИ и игромани ожидали выпуск GTA 4 не ранее 2010-го, то и 2012-го. Здорово, Икори Мару. Да вот, трейлер GTA 6 слили. Он также верил, что Тлоу не будет на ПК. Не, то, что Тлоу не будет на ПК, это реально, ну, тогда это действительно казалось чем-то невозможным, и к этому как бы не было даже предпосылок. Вот. Но просто Тлоу это не GTA. И верить, что настоящая большая GTA, особенно, когда они начали давить на онлайн, не появится на ПК, ну, даже не знаю, как это прокомментировать. Даже не знаю, Дмитрий. Ну, японцы вроде сохранили лицо, то есть, ну, Bayonet, Devil May Cry, Jakudza. Так и будет, типа, GTA 6 будет как новый, ну, как, не совсем как новый, но просто новый Saints Row во многом отталкивался от GTA 5, поэтому, ну, и там не инста, а TikTok. Это, по-моему, даже было в сливах, да, в них, типа, что, да, будет внутри игровой TikTok. Короче, охуенная игра будет. Жду не дождусь. Всего-то два годика подождать, ребята. Эффект легко пропадет после первых пятнадцати минут игрового процесса, а значит, твои жалкие потуги поиграть смысл, в очередной уже раз гроша ломаного не стоит. Не хочу разочаровывать, но такими темпами в детстве можно было хоть что подкинуть, и человек восхищался этим в любом случае, ведь дет... Бля, пиздец, два года. Детство связано с... Типа, блядь, десять лет прошло и еще два года. Ебанись. Между первым и вторым РДРом восемь лет прошло всего лишь. Притом, типа, вообще, какой масштаб у второго РДРа? Невероятный. Сука, 12, блядь, ебаный РДР, 12 лет. Кто-то пригласил в 2013 году Тяночку домой под предлогом, что у меня есть GTA 5. У них в ту ночь все произошло. И теперь их пиздюк уже к моменту выхода GTA 6 будет как раз возраст целевой аудитории GTA Online. Возможно, в этом и была задумка. Сука, 12 лет без новой частики. Да пошло все нахуй. Вот ты сейчас сказал про телефоны и слушай. Ведь это именно то, что Штраузельник со своей жаждой бабок может сделать. Я еще не удивлюсь, если туда добавят батлбасы, кристаллики, за которые можно будет крутить крутки, чтобы выбить пять звездочные машинки. А у машин будет аниме и тян. Ну, как бы, думаю, униры... О, господи, Иисусе. Неиронично это. Ну, то есть, понятно, что, наверное, они это попытаются как-то смягчить, но когда дойдет время до финального высасывания бабок из GTA 6 онлайн, там вход вообще все пойдет. РДР делали сразу после первой части GTA 6 недавно. Спасибо. Не, ну, то, что в новой GTA один из героев будет женщина тоже было известно уже, типа, год назад. Чего вы все так удивляетесь? Там парочка, белый чувак и черная, не черная, латино-женщина. Пишешь пост в игровом твиттере, снимаешь видосик для игрового тиктока, потом тебя обвиняют в изнасиловании игровой проститутки, теряешь все деньги и появляется надпись «Отменено». Да. И да, типа, опять-таки, ньюфаги не знают, алтфаги не всегда помнят. В самой первой GTA ты выбирал себе героя, и там была и женщина, и черный, и даже какой-то славянский чувачок. То есть, там типа diversity было просто на максималках. но это не совсем. Ванны делали не Rockstar, поэтому Red Dead Revolver не считается, я считаю. они просто купили студию вместе с их игрой и выпустили, но это не их игра. Бери выше. Персонажи беременны в 16, для которых GTA V это первая игра, подарят своему ребенку GTA VI. Не знаю, Шварц, но было бы хорошо. Типа, если через два года будет возможность встретить релиз GTA VI, глядя отошнальгию с Undercut, я был бы в принципе рад. Это реально выглядит как прям хороший рут. Отличным примером является игра про Шрека. Многие раньше в детстве играли в нее и... Так. Мы здесь пропускаем важные лороведческие выкладки, так сказать, проход в доказательство через Шрека. Восхищались. Да, еще интересно, конечно, сколько там будет новых тревер, но мне кажется, треверами там теперь будут все. Совершенно точно это Мамасито латинское будет частичным тревером, как была Каталина, которая, собственно, и была оригинальным тревером. Главный герой тоже выглядит нагловато, то есть он как тоже явно лайтовый тревер. В общем, там будет... Как в этом, как в Бэтмене Археме, где вирус всех превращал в Джокеров, так тут примерно та же ситуация, тут все будут треверами. И повзрослев, люди к этой игре начали проявлять теплые чувства. Но согласитесь, если взрослому человеку сейчас дать сыграть в это... Да, выглядит неплохо. Без какой-либо... А я бы и сыграл. ...бы там ностальгии, то вряд ли кто-то вообще на это согласится. Вот так вот и работает детское воображение. А вот и нет. Ну, знаете, вот синглплеер кооп, конечно, было бы круто. Синглплеер кооп, учитывая, что они когда-то с этим баловались еще в Сунь в Андрея, как говорит уважаемый автор видео, вот, конечно, синглплеер кооп это... Это да. Это хотет. Здравствуй, Немар. Несмотря на то, что ебаный Шрек вышел во времена, когда еще не сажали за репосты... Слышь, пидор. Говорит нам Шрек с катаной. Он, тем не менее, обладает такой неимоверной динамикой, что от него вообще невозможно оторваться. Лично транслировал эту хуйню в прямом эфире в 20-х числах декабря и не морщился. Еще грибы, которые нас бросают, чтобы вы понимали. Короче, лоровед GTA обиделся на хейтспич в сторону Шрека и типа, что ты нахуй пес погнал? Шрек вообще-то годнота. Ха-ха-ха, грибы бросают. Все именно так, Райт Баттон. До этого было поколение с авками Эцио и этого, и главного героя прототайпа, и вот они сменились на Айдена Пирса и на Тревора. Не знаю, Лебрин Майя. Ну, типа, я думаю, там будет все. Вот все какие-то новомодные течения, которые были в пятой GTA и во втором особенно РДРе, там будет представлено абсолютно все. В целом, мне кажется, в шестой GTA будет очень много контента, просто невероятное количество, типа, минимум, как в РДР 2, и это явно будет запускаться как игра-сервис, где как бы изначально дохуища контента, гигантский сингл, в котором можно аутировать, типа, реально 7 лет, как люди аутируют во втором РДРе, ну, и, конечно же, онлайн, который тоже, вот, должен вот еще годиков 10 людей держать у экранов, типа, в GTA 6 будет все. И симпы, и куколды, и все будет. Земля пухом умер, мужик. И в дома можно будет заходить. Только что. Да, и GTA 6 будет в Хаммерфелле. Грибы, колеса, ебать, вот без чего. Вот NFT, к сожалению, не будет, но это только потому, что NFT уже успели сдохнуть еще до анонса GTA 6, но в целом, да. Если бы NFT не сдохли, уверен, все бы там было. Да, они везде были бы. Типа, я напоминаю, что Konami пытались реально продавать NFT, спрайты, персов из Кастальвании, и они даже не были эксклюзивными. То есть, это типа не единственный в своем роде спрайт Саймона Бельмонта в виде NFT, а типа один из бесконечности. Просто буквально жпех. Осталось, можно тупо намагать. Да, но типа не будет NFT, но будут мемы про биток и NFT. Вот сто пудов. Мемы про биток, мемы про NFT, мемы про тикток. Я думаю, что-нибудь про мигрантов, как одни из, так сказать, ебанутых поехавших и отсаженных будут, конечно же, чуваки, которые против мигрантов. Они были еще в пятерке. Когда как кем-то хуем люди, которые отлавливают нелегальных мигрантов, оказались злодеями, и ты за Тревора их валишь. Ошибка какая-то, наверное. Очевидно, это единственный положительный герой во всей игре. Вот. Будет это. Скорее всего, тема трансов не будет затронута вообще никак. Вообще никак. То есть, их как будто бы просто нету. Ван Гуй будет какой-нибудь рэмпадж с охраной гей-парада. Типа, злые провоки будут срывать гей-парад, и ты будешь охранять его от... Хотя тоже, возможно, не будет, потому что тогда ты же можешь стрелять по нему, и тогда они... Думаю, будет обыграно за то что-то... Короче, вот то, что было последние 10 лет в политоте американское, там, штурм Капитолия, штурм Капитолия, и вот это вот все. А в пятерке не отловили мексиканца, который типа американец, его семья там сто лет жила, и он травуру квесты дал. А, ну вот. Ну, короче, да, будет много вот юморка именно с Реддита, то есть, да, штурм Зоны 51, совершенно точно вернется Зона 51, хотя она вроде как и в Сан-Адресе была, но похуй нахуй. В общем, вот все вот эти вот штуки будут. на ссате все. Я же говорю, это игра больная по-своему. Просто ничего вообще не осталось. Охуеть. У BMX видео начал прикапываться к GTA 5 максимально натянуто. Не, ну вы взгляните, взгляните, вот серьезно. из каких я не могу использовать оружие в своем доме. В GTA 4 я всегда любил устраивать в нем погром, но и этой возможности меня лишили. бля, охуенно. Ну типа реально, какая же крутая детализация. В GTA 4 я всегда любил устраивать в нем погром. в игре 2008 года. В игре 2008 года. Ну и этой возможности меня лишили. Да, как мне это? В сливах был один смешной торчок вроде правды из Саньки. Суть в Андрея праве. Говорите праве. Берегите корни американского языка. Их, думаю, тоже будет целая пачечка. Ну да, типа легализация травы, соответственно, явно будет много... В общем, будет максимальный отыгрыш, максимальный не отыгрыш, максимальное обыгрывание типа современных тем. Хотя, опять-таки, блядь, GTA 6 столько рожали, что уже современные темы успели по 4 раза смениться. Но, короче, игра все еще будет пытаться сделать вид, что они смеются над всеми одинаково. Но, очевидно, яиц смеяться над кем-то по-настоящему у них не будет уже. Ну, над тем, над кем нельзя. И поэтому будет максимально много какого-то безопасного филлера. То есть, ТикТок, как в GTA 5 был Facebook, сейчас будет ТикТок. Какие-нибудь там онлайн-геймеры, возможно, типа вот срачи в Твиттере. Как-то это обыграют наркота, ее легализация. Зона 51. И в целом тема с поиском, ведь там же мета-нарратив, GTA, поиски НЛО. Вот, Зона 51, штурм ее, инопланетяне, саентологи. Ну, короче, Reddit the game. Торжественно отбираю титул у Baldur's Gate 3 и награждаю им GTA 6, которая выйдет через два года. Блядь, два... Ебаный рот, два года, блядь. Типа, через два года уже, возможно, ну, ладно, анонсированы не будут, но будут маячить уже на горизонте новые консоли. Я ебал, два года, блядь. У меня 35 будет через... А, нет, 34 будет. Почти 35 будет через два года. Это если повезет. Да, бериатура изменит назначение. Great Twitter Autism. Да, в GTA 6 можно стать обзорщиком срачей из Твиттера? Ну, ДНД, надеюсь, не будет. Да, если не повезет, то через два года будет 36. GTA 6. Да, в Фури, кстати, я думаю, будут Фури в GTA 6. Я с друзьями играл в онлайн, там был квест на получение полицейской машины, и для этого нужно было кинуть слезоточивую гранату в мексиканский рынок. Я не понял, за что вы хотите мне всунуть? Или новый сервис Нефидова, который из таксиста перепрофилировался в проститута-таксиста, или это награда топ-бустеру верстолета? Так за что всовывает Андрея? За все. За все. Понимать надо. И как мы будем ебать вертолеты раком? Эй. Последнее просто предложение. Как цитировали, так сказать, в одном фильме за дело. Ну, ты думай, так сказать. Да, кстати, я тоже уверен, что будет мужской стриптиз. Будет женский стриптиз, но будет и мужской стриптиз в GTA 6. Ну, не буду я трейлер смотреть на стриме, нога-то, ну ты чё? Того не хватало, вот серьёзно. Ну, я сделаю музыкальную паузу, я на ней посмотрю трейлер, типа, отдельно на мобиле. Не понравилось GTA 5, и это никак не связано с чувством ностальгии к прошлым частям. То поздравляю, ты малый процент адекватный. Официально вышел уже? Да ладно, серьёзно? Типа, они глянули, что слили, и типа, перенесли, или что? Или это наёбуйте? Если же ты застрявший в детстве задрот, который богословит всё старое и не принимает новое, то можешь смело ставить дизлайк. GTA 4 это отличная игра, и лично мне она больше нравится, чем пятая, только своим сюжетом, не более. И перед концом видео хочу сказать, всё-таки нужно иметь собственное мнение, и не идти за всеми как стадо. Вот, в принципе, и вся мораль, всем пока. Вот такой вот коротенький разговорный видосик, я подумал, почему нет, почему нет, ну разбавить же контент надо, да? Чешу. Иди нахуй, я стою на своём месте, у меня есть деньги, меня не волнует пенсия, мы... Оп! А я ж проверю. Да вроде не вышел. Но в канале. Окей. Лол, реально вышел. Блядь, как же, как же им не повезло со сливами в этот раз. Буквально ничего они не могут... Ну что, ребята, значит, наслаждаемся будущим, пристегнитесь. О, 4К. Так, ну что, давайте сразу оценивать. Сразу, в онлайне, разбор трейлера по кадрам. Ну, детализация охуенная. Детализация охуенная, типа, как RDR2, только ещё выше. Типа прям, прям, прям очень много всего в кадре. Прям дохуя. И свет красиво отражается, дымка. Красиво. Детализация лиц, конечно, отвал башки. Прям, да. Да. Сказать, мамасита, которая такая, вот, постоянно попадает в передряги, потому что, о, она мамасита. очень многое осталось, да. Пожалуй, приберём. Ну, репрезентация уже на месте, я бы сказал, репрезентация уже на месте. Прямо. дээээм. Ну, пока что выглядит буквально, как трейлер GTA 5. Первый. Типа, why did I move here? И, типа, и пошли вот эти вот футажи. О, вот. Не, ну, круто, круто. Прямо. Локации очень крутые. Да, провоки ко мне, не лезьте. репрезентация на месте. Не знал, что вы вайсите из чёрной моря. Ух. Да, ну вот, вот, игровой тикток. Аллигатор. Блядь. Ну, надеюсь, игра не будет тебя банить, если ты будешь взаимодействовать с подобными персонажами. Да, именно этого я и ждал 12 лет, конечно. Очень высококачественный, очень дорогой, очень детализированный современный Флориды со всеми прекрасными современными жителями Флориды и их прекрасной, великолепной, богатой культурой. Ой, блядь. Вот, а вот, как бы, так сказать, да, вот, вот тот самый white trash, который... фестиваль-нашествия даже есть. Вот, теперь Тревор тоже женщина. Прекрасно. Лил на свай. Ну что-то Мамасита себя слишком спокойно ведет, я не понимаю. Ну, они, наверное, лучше... Блядь, им еще два года нас кормить трейлерами, но они переберегли лучшее на потом, но как бы Мамасита что-то... Что-то как-то я не понял, она вообще crazy или не crazy, типа, это что такое? Да, 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 В смысле, ГГ мужчину не показали? Показали. И он белый. Вот тоже, конечно, недоработочка то, что он белый. Да. Логотип какая-то хуйня, честно говоря. Я даже могу сказать, ну с ним что-то как будто бы не так. Типа, за эти годы было столько фейковых логотипов GTA V в стиле Vice City, то ли он как-то слишком сильно по вертикали вытянутся, типа, ну он как что-то... Он выглядит как фейк. У этого, у Суиндука. Типа, вот это выглядит даже видосу 7 лет у Суиндука. Ну, я впечатлен детализацией. Но тут как бы вот сюрпризов нету, после RDR 2 стало понятно, что, ну, дальше только выше. Типа, детализация, конечно, просто безумная. Но... Да, GTA V июля. Играй, зарабатывай криптовалюту. Может, 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 мне иеросеть нарисовал. Ну, кстати, не удивлюсь. Ну, все, два годика подождать. Бля, ну, конечно, даже сраный трейлер, даже сраный трейлер они не смогли выкатить на своих условиях. У них пять бутылок спиздили. Ну, возьми, ну, сделай ты один слив, ну, два, но пять, пять бутылок спиздили. Да, логотипы нам рисует кто, а не кто. Да, математически выверенный логотип, который никого не обидит. Ну, для всего есть первый раз. И вот наступил момент, когда ты вроде как считаешь, ну, уже больше по привычке, конечно, но типа все еще по какой-то привычке буквально с детства, из 90-х, GTA главной игрой своей жизни, главной видеоигрой для себя. Ждешь каждую часть, и вот, типа, ты ждал 10 лет трейлера, и тебе вообще по хую. О, это что у нас, новый копрофилософ завелся? Это реально звучит как, будем слушать злого злого русяеча, который рассуждает о копрофилософах. размышления, значит, у него на тему собственного мнения. Ты что несешь-то вообще? Ты же являешься типичным малолетним... Могло быть хуже, сегодня выпустили... А, сегодня же еще трейлер новый Dragon Age вышел, да, точно. ...хуесосиком, который максимально соответствует окружающему стаду. Сленг, модные шмоточки, причесончик, гейский хип-хап на купленном мамо-айфончике. Кто-то, если не самый обыкновенный, представитель современного молодежного стада. Можно было бы, конечно, предположить, что наш пациент не тупой еблань. Да, зачем я тогда купил биткоины? Нет, трейлер... Хотя, трейлер Dragon Age можно и завести. А там, наверное, CGI какой-нибудь, да? А просто хитрый еврей, решивший взять этот мир кликбейтом и напихавший в свой видос высеры более успешных фунтиков для привлечения их целевой аудитории. Однако, при всем вышеописанном, он зачем-то пытается найти аргументацию в обыкновенном ни на что не претендующем нытье этих козлодоев. Хотя, сам при этом даже не пытается вам и Димург. Хоть как-то обосновать свою позицию, а подсовывает вместо нее врезки с Джорджем Карлином и каким-то неизвестным мне клоуном. Как по мне, всего вышесказанного уже достаточно, чтобы... С Джорджем Карлином и Шэдовым Иксом, напоминаю. Так сказать, Семетский уважал Джорджа Карлина, Гитлера и Антона Лавея. Этот парень уважает Джорджа Карлина и Шэдовым Иксом. Вот и думайте. Признать его обыкновеннейшим бесталанным пиздюком. Ты пиздюк. Однако, как будто ему было этого мало, наш персонаж, добавок ко всему, вышел... А, и Шевцова, да. ...означенному решил еще зачем-то как можно глубже заглотить чужую залуку, используя для этого безобразные, по-своему богу, стиль сивый гееврейский каких-то подъездных поэтов. Хотя вполне очевидно, что им обой вместо нормальных аргументов внес какую-то субъективщину, и его следовало бы за это полить желчью. Но наш алтфак опарыш просто дает заднюю и хорош. Из всего этого я могу сделать только один вывод. Мы имеем дело даже не с пиздюком, а потасканных нычащей шавкой. Такие впоследствии... Да, квитка. Ну, типа... Ну, в целом, вот реально, насколько же было бы пизжа, если бы Rockstar использовали свою магию чит-кода на бесконечные деньги и бесконечные человека часы, чтобы воссоздать какой-нибудь другой исторический период, как они это сделали в RDR, например. С такой детализацией. Насколько же было бы пиздато увидеть, я не знаю, там, возвращение в Лондон, например, 60-х, 70-х, там, или Vice City 80-х. Насколько можно было бы охуенно детализировать эту всю атмосферу и вот просто наслаждаться. Ну, а теперь у нас будет супер детализированная реальность, в которой мы и так все живем. И, типа, ты закрываешь настоящий TikTok на мобиле, где все отверкают жирной жопой и заходишь в GTA посмотреть. Ну, типа, ладно для нас, жителей СЖ, а для американцев это ж просто пиздец, типа. Как они должны отличать реальность от видеоигры, когда это буквально одно и то же? Те готовы взять в рот за гаражами, чтобы не получить поебалу, а потом все равно по нему получают. Братан, завязывал бы ты с контентом. Ты молодой, услужливый, тебе прямая дорога в гей-эскорт, будешь кататься на волосатом мотороллере, делать взрослым дядям приятное и получать за это деньги. Дался тебе этот ютуб? Такой талант ведь пропадает. На этом наш выпуск заканчивается. На всякий случай напомню, что если вам спирает то, что вы видите, можете не стесняться, а подписаться на ченнел, поставить лук, дизлук, написать комментарий о том, что вы думаете. Поставлю лук. Хейтспич в конце хороший, поставлю лук. По поводу моего контента и... Лукича. В общем-то на этом все. Всем удачи и с вами был Джем. Да, Вориорус, ну типа столько всего можно было бы обыграть с Дин. Нет, блядь, ёбаная современная Америка. Охуеть. Сэрл Кэш, пока. Пока. Следующий выпуск даже на целых 20 минут. Таспортным средством. О, смешной морфер. Ладно, давайте небольшую. Пять часов с половиной уже пролетело за разговорами о том, как же не хочется жить без новой GTA. Музыкальная пауза, дорогие мои, дорогие, и продолжим. Да, не таким реализмом мы грязели в 2007-м. Это правда. не таким. Ой, Лорен, еще не вечер. Х각. Ало. 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 Я не знаю. Сделай мне секс У наших тел безумный танец станет ритмом этой ночи Пусть кричу и даже плачу Можешь делать всё, что хочешь Я схожу с ума от чувства без предельного блаженства От того, что в этом танце я прошу тебя Сделай мне секс Сделай мне секс Сделай мне секс Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куверти и чатик. То, что подставки нет, это норма. Они по дефолту продавались без подставки. А для повешения. Поэтому... Любую подходящую от Пионера покупай. Короче, все круто. Поздравляю. Поздравляю. Отличный закуп. Отличный закуп. Прямо... Мое почтение. Розовые плойки и особенно розовые PCP сейчас очень сильно подорожали. Поэтому отлично купил. Я не знаю, доктор Шварц. Мне кажется, у GTA 6 будет настолько унылый саундтрек, что мне даже никакого интереса угадывать нет. Там будет очень много современного музла зумерского, которое мне супер насрать. И типа... Знаю одно. В GTA 6 не будет радио с Ранетками, Глюкозой и Серегой. И Цоем. И Михаилом Боярским. Значит, зачем оно нужно? Спасибо, Роман. Да, у меня эксперименты Лэйн давно лежат, так сказать, в шорт-листе бэклога. Вот. А именно торрент-файл прямо на рабочем столе каждый раз на меня смотрит и говорит, скачай меня. Нет, Эпиктрол не знаю. Да, Григорий? Он вышел. Так. Где, где, где? Нет. Вот. Что произойдет, если запустить GTA 5 на PlayStation 1? Как выглядит GTA 5 на PS1? Дядя бой. Дядя бой. Что будет, если совместить дядю и мальчика? Дядя бой. Ой-ой-ой. Мой хуй с твоей губой. Что? Вот эти крутые ребята попадают в мой... Всех с наступающим Новым Годом! Сегодняшний ролик. Огромное спасибо им за хорошие комментарии. Но если ты хочешь попасть в следующее видео, оставляй свой классный комментарий внизу. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Дядя бой. Что же произойдет, если... Дядя бой. Какой тупой никнейм, блядь. Дядя бой. И мы вставим диск от GTA 5 в плейс... Спокойной ночи, Джи Пегмен. PlayStation 1. Мне кажется, что это довольно интересный вопрос. И если вы хотите узнать... Ничего. Что же произойдет, оставайтесь. После небольшой рекламы мы начинаем. Друзья, хочу вам посоветовать очень классную прокачку аккаунтов в GTA... Я напоминаю, что динамическое дуо... О, аватарка отключена за неуплату. Динамическое дуо Шевцова и Банана объединилось тоже на почве прокачки в GTA 5. Что же произойдет, если мы вставим диск от GTA 5 в PlayStation 1? Это довольно интересный вопрос. И я бы хотел сегодня проверить, что же произойдет. На самом деле, мне кажется, что ничего не произойдет. Но надо же все-таки проверить. А вдруг я запихну диск от GTA 5 в PlayStation 1, в старенькую PlayStation 1, и у меня получится что-то такое? Это было бы действительно прикольно. Да, было бы. Да не будет Last Bullet, не будет. Типа, ну, по умолчанию уже, по определению, шестая года не является, так сказать, love letter. Наконец-то попал на твой стрим. Точка, посмотрел все хайлайты по видеомании. Точка, я хоть и не застал ее 20 лет мне, но испытываю большую теплоту к нулевым. Перечитываю журналы брата за 2007-2012 год и год игромании. Это мои студенческие гроши. Ну, не такие уже и гроши. Зато приятное время, что я провел с тобой. Хоть и в записи. Спасибо большое за теплые слова. Спасибо. Рекомендую игромании раньше 2007-го. Там, как журнал бумажный, они были покачественнее и посамобытнее. Вот. Сейчас все будет АПР. Короче, никому особо не воспитает шестерка музыкальный вкус, потому что Вице-Сити шла против течения. Типа, кому нахуй в 2003-м были нужны 80-м? Настоящим фанатам, которые взяли и сделали от фанатов для фанатов. Типа, там чувствуется срез атмосферы. А сейчас это просто дефолтная современная игра с дефолтной современной музыкой. Это не GTA 6. Это не GTA 6 сформирует музыкальный вкус современности. Это современность сформирует GTA... Не удалось мне это зарифмовать в качестве рэпа, поэтому я не прохожу дальше, кажется, в ростере. Но вы поняли. Короче, GTA 6 не будет задавать тренд, она будет им следовать. Это будет самая дефолтная игра современности. Поэтому, ну типа, она сформирует чей-то музыкальный вкус точно так же, как его формирует ТикТок. Миллионам людей. Если это можно, назвать людьми. Что? Есть мультфильм «Дядя-деда». Там еще есть песни «Я твой дядя, я твой деда». Настоящий дядя-деда. Тут так же «Я твой дядя, я твой бой». Настоящий дядя-бой. Да посмотрел я, Григорий, посмотрел. Хуйня. Ну, кстати, хороший этот. Довольно неплохо попали в стилистику, типа, GTA на PS1. Но это, понятное дело, не его анимация. Да, когда же будет GTA про Лондон, чтобы накатить моды на Оксимирона? Да, вот он и обратка на PS1. И на Sony в целом. Нет, Элориан. 16 козырелов до сих пор ждут трейлера. Ну, то есть он, короче, просто, типа, спиздил чей-то классный фанатский монтажик, вставил в него рекламу и пульнул на 3,3 миллиона. Найс. А что же произойдет, если ты перестанешь давить свой ебаный голос, сука? Почему какой-то ебаный зумер пытается говорить, как пропитый зек, просидевший полжизни? Притом не в тюряге, а на чем-то беленьком. Уебанное. Тогда голос будет слишком высокий. Во-вторых, справедливости ради, не думаю, что он хотел сделать голос ниже. Он хотел сделать... Ну, это вот стандартный такой как-то... Я даже не знаю, как его характеризовать. Типа... Публичный голос. То есть, когда вот ты говоришь на полу при дыхании, и оно как-то звучит как будто бы более презентабельно. Типа, привет. И сегодня мы посмотрим, что будет, если вставить диск с GTA 5 в GTA... В GTA 1. В PlayStation 1. Поехали. А сначала реклама. Ну, заря на ГАТ. Это все как-то прошло мимо меня. И я с пятерки литерли никакого, ни одного из треков не запомнил. Типа, я не помню, как там назывались радиостанции. Не помню, что там были за треки. И типа, ну... Я не знаю. Просто все работает на контрасте. После саундтрека Вицы Сити и Сунь Вандрея, и того, насколько они повлияли вообще на меня, как-то все остальное уже немножко меркнет. Если в GTA 6 не будет камео красного цинника в роли детектива, отказываюсь в это играть. Мне кажется, что это невозможно. Хотя, мне кажется, что это невозможно, потому что GTA 5 идет минимум на PlayStation 3. Даже на PlayStation... Ну, кстати, у Мистер Кэт, у него модифицированный вариант такого произношения. То есть, он как-то очень довольно сильно, мне кажется, напрягает диафрагму, при этом попадает в резонатор, и еще немножко как будто бы дерет горло, и в итоге получается какой-то очень... Насыщенный, но немного угрожающий голос и ебанутый. Да. Да. Сегодня, да, похуй нахуй. И у Симона, когда он бухой, то есть, всегда. Новые секреты... Блядь, Skyrim. Ой, не надо так делать. PlayStation 2 ее нет. Ну и на третьей плойке она выглядит, так скажем, не очень. Ладно, давайте не будем гадать и посмотрим, что же... По-моему, она лучше выглядела на третьей плойке. По-моему, это какой-то, ну, типа, это какой-то рофл. На третьей плойке пятая GTA выглядела плохо, но не настолько. Мы сможем увидеть, если вставим диск от GTA 5 в PlayStation 1. Да, вот, кстати, это реально выглядит, как секретик. Вот, если бы мистер Кэш снимал про GTA, это выглядит, как прекрасный секрет его копилку. Прикиньте, он сейчас вставит, а там Spyro запускается. Ой-ой-ой. У меня еще GTA 5 на CD болванку записано, сука. Я думал, он хотя бы для приличия там какой-то диск от PS3 вставит. Болванка, блядь, с какими-то школьными рефератами. Да, это GTA 5. Да. Да, и у него, естественно, PS1 даже в сеть не включена. Да, ребят, консоль просто не смогла прочитать диск от GTA 5. И это... Если бы она не смогла прочитать диск, не появилось бы логотипа PlayStation 2 на черном фоне. ...был ожидаемо. Но сегодня мне хотелось бы немножечко помечтать. Ну и поиграть, и посмотреть, как бы могла выглядеть... Это реально мистер Кэт. Из параллельной вселенной. Да, как я и ждал, ничего не получилось, но мне просто хотелось помечтать. GTA 5 на PlayStation 1. Я думаю, что многие смотрели мой ролик, где я показывал ультра низкую графику в GTA 5. Если ты... Если ты еще не смотрел, обязательно переходи по ссылочке в описании. И там интересно. Так вот, мне кажется, что на PlayStation 1 GTA 5 бы выглядело гораздо хуже. Давайте сейчас я попробую поискать каких-нибудь интересных модов, которые уменьшают... Вот именно об этом контенте я и говорю. Вот, типа мы... Я поздравляю вас всех официально. Мы официально вступили в новую эру вот такого вот качественного контента. Буквально какой-то школьник или студент, или это может быть даже вы, снимет, что будет, если запустить GTA 6 на PlayStation 1 и соберет, типа, только уже не 3 миллиона, а 5 миллионов просмотров. Так что, ребята, игра началась. Кто первый? Спасибо, Golden Day. Катти Перри, возможно, будет в саундтреке. Но Катти Перри хорошая. Забайти Лондонет. Все номерные GTA, кроме второй части, были в современном сеттинге, своего рода слепок эпохи в технике, автомобилях и шутках. Даже в GTA 5 это немного есть в виде еще живого Блэкбери, последних саабов и шуток над хипстером. Явление умерло еще в 2015. Но это ты просто считаешь только номерные. А если считать, типа, все, ну, кроме совсем GTA Advance, которые делались на коленке, то так-то, типа, ну, Вицы Сити и Санька считались полноценными играми, над ними работали, ну, типа, вся основная команда, и это абсолютно, ну, короче, это никакие, нельзя говорить, что, типа, вот была GTA 3, а потом GTA 4. Нет, Вицы Сити и уж тем более Сунь Вандрея важнее, чем GTA 3, очевидно, была. Плюс две сторис, плюс GTA London, типа, ну, короче, с самого начала, видно, им нравилось заигрывать вот с этим вот, типа, срезом эпохи, когда у тебя прикольный, интересный сеттинг. И в целом, даже самая первая GTA, если даже посмотреть на ее обложку и загуглить фильм с таким же названием, и что это вообще значит. Это не великий автоугонщик, это название статьи уголовной за автоугон. В американском, там, кодексе или типа того, короче, кодовое название преступления – автоугон. То они изначально вдохновлялись тем же, чем вдохновлялись создатели Драйвера. То есть классическими фильмами пропагонии 70-х. То есть уже типа GTA 1 – это, ну, как бы это типа 90-е, но как бы с реверансами в сторону 70-х. Вот. Вторая часть вообще какой-то вымышленный параллельный мир, потом, ну, типа, возвращение в Лондон два раза, короче, нет. Типа, изначально всегда большой частью вселенной GTA было создание слепка какой-то другой эпохи, а не уебищные современные. Ну, и к тому же раньше-то эпохи современные были поинтереснее, чем сейчас. Типа, сейчас, ну, эпоха вообще никак не поменялась по факту. Stories нормальная. Ну, типа, много довольно филлера, но вполне себе на уровне филлера. Ну, типа, лучше всего Stories идут, конечно, если вы будете играть в них по-настоящему на PSP, где-то в дороге небольшими порциями. Если садиться на PS2, на PS2 чутка улучшенная версия, если садиться на PS2 играть, то заебет мальца одинаковые миссии, довольно филлерные, но, в принципе, типа, ну, на уровне. То есть, ну, еще одни, вот, две части филлерные трехмерных GTA. Сюжет канон, некоторые механики прикольные, типа, по Liberty City на мотоцикле можно погонять. И вот это вот все. Не, нормально на одном стике играть. Вполне себе играбельно. Мне кажется, контент по GTA 6 будет более тупым, учитывая современных детей. Ну, справедливости ради, да. Возможно, не будет уже новой волны, так сказать, ренессанса этих великих GTA-каналов, потому что вот 10 лет назад был как раз пик пришествия детей на YouTube, а сейчас дети сидят в ТикТоке, а не на YouTube. Поэтому, как бы, они будут свои охуительные скетчи делать сразу туда, скорее всего, в основном. То есть, ну, на YouTube что-то будет тоже, конечно, но не вот так вот. Когда люди реально, типа, стали миллионниками, каналами, и вот снимая вот это вот. Ну, не должна была быть Call Day, но было бы круто, потому что это действительно очень интересное... Раньше это вообще называлось Эдут Йеймонд, и как там... Мультимедиа, короче, типа, это реально очень классная тема, когда у тебя игра, которая еще и виртуальный музей. То есть, этим когда-то флексили Ubisoft в Ассасин Unity, когда они наконец-то замоделили Париж в масштабе один к одному. То есть, это реально было бы очень круто, если бы они потратили это просто безумное количество ресурсов не на моделинг унылого, обоссанного современного штата Флорида, а, ну, на что-то более интересное. На Готэм, я не знаю. Ну, то есть, ну, кому нахуй интересно смотреть на современную Флориду и ее жителей? Мне кажется, даже самим жителям Флориды не особо. Ты про что, Хосеки? Про Сторис или про про что ты? Сторис довольно сильно отличаются. Либерти Сити Сторис реально очень филлерная, там, постоянно одинаковые миссии. В Вице Сити, она вроде ближе к полноценной ГТА, ну, типа, полноценной Вайс Сити. С одной стороны. С другой стороны, ебаная механика захвата территории очень сильно бьет голову. Трапику в GTA 5 мы с вами хотя бы сможем представить, как бы выглядела. И как бы выглядела. GTA 5 на PlayStation 1. К сожалению, все, что я смог найти, это тот самый мод, который я вам уже показал. Чайна Таун Ворс прикольная, да. Называл. Ну, там особо никакой эпохи нету, там у тебя тот же Либерти Сити, что в четверке. То есть, ну, там из-за маркеров времени, ну, немножко стритрейсинга. если можно это назвать какой-то темой нулевых. После порывшись немного на... Наркотики. ...я обнаружил вот такое вот видео от зарубежного автора. На нем мы видим очень, очень, очень стрёмную графику в GTA 5, и это далеко не мой мод. Такое чувство... Блё, у меня прям связки через экран болеть начинают от того, как он свои давит. ...что он действительно её установил на PlayStation 1 и каким-то образом играет, потому что тут выглядит всё ужасно. В общем, посмотрите это видео, а потом напишите в комментарии, фейк это или нет. Мне будет очень и очень... Да, ребята, напишите в комментариях, это реально чувак играет в GTA 5 на PS1, как вы думаете? Ребята. Интересно почитать. При том, что да, это всё ещё выглядит, ну, почти на поколение лучше, чем Driver 2 на PS1, но Driver 2 всё равно сносил бошку, потому что, типа, до GTA 3 на PlayStation 1, которая, типа, GTA 2 не тянула так, как её тянули компы, трёхмерный open world с машинками, где ты можешь выйти из тачки и сесть в любую другую тачку. Безумие. И физика машин лучше, чем в GTA 3. Да, вот вам картинки, думайте. Вот PlayStation 1, вот обложка GTA. Да, погодите, это реально? Это, это GTA 5 на PS1? Привет, а ты знаешь такого блохера, как Флэн, Флэтагард? Да, то, как относишься к его творчеству. Да никак особо. Ну, типа, я не являюсь его блохером, ты его назвал, наверное, потому что он Фури, да, и у него водятся блохи, ой-ой-ой. Не являюсь его ЦА, но некоторые видики смотрел по интересующим меня темам, но это было очень давно. Ну, из последнего видел его видос про Фрутигер Айра, остался очень недоволен, сделан видос на «Отъебись». Ну, и он, по-моему, не особо понял, что такое Фрутигер Айра и скевиморфизм. Короче, в целом, Фрутигер Айра заслуживает большего. И как всегда, по-другому лучшего пересказа англоязычных видео Мой донат был пропущен. Сорян. Сейчас все будет... Кстати, а где? Все. Вижу. Слышал про новый прогрессивный тренд Soft Girl Revolution? Не знаю только Dance Dance Revolution. Это когда девушки отказываются быть герл-босс, вместо этого сосредотачиваются на своей женской энергии и поддержке своего партнера. Но главное помнить, что это не затклая традиционная гендерная роль. А новый прогрессивный тренд прошу не путать. Впервые я слышу, но легко могу представить, но думаю, это тренд уровня типа ТикТока. то есть... Ну, это как бы типа тренд уровня Soft Girl Aesthetics Part 3 и вот это вот все. Короче, спасибо за донат. Я бы на твоем месте не рассчитывал найти среди последовательниц этого тренда кого-то соответствующего заявленным требованиям. К тому же уже давно есть в правом интернете мемес про, так сказать, трайдвайфочек, которые пришли вот, ну и в целом трат трат инфлюенсерок, которые пришли туда, прокатившись на всех пиках точенных, скажем так, жизни и вот этого вот всего, поэтому это ловушка. Беги. Вопрос в том, как, конечно, черный компьютер Dell относится к GTA 5 на PS1. Угу. Нравится, как у него не хватило его, типа, каких-то телег даже на 6 минут ролика. Librarium, конечно, смеется над такими конфликерами. Играет графику на ультра-ультра низкие настройки, даже не как у меня. Мне кажется, что играть в это невозможно. Даже г... Добра, надо, Дмитрий. Ну, я-то оставлю его, но могут блокнуть, а могут и не блокнуть. Тут ее уж как бы не... Лишнее бабло. Давай сюда. Спасибо, Григорий из чата. Одноевренник. Раньше тебя донатил несколько раз. Смотрю, тебе около пяти лет. Спасибо про видео о мальчике Ахмеде с часами. Хорошее было видео, но не мой текст, но хороший текст. Заметил, что с каждым годом становишься все консервнее. Возраст или злость. С любовью от братика украинца. Всех благ и мирного неба над головой. Спасибо. Ну, слушай, на самом деле, это хороший вопрос. Типа, реально становлюсь консервнее или нет. В некоторых вопросах я бы сказал бы, что становлюсь более либеральнее. Но вместе с тем я становлюсь более циничным. Просто, потому что все больше я хуй не вижу. Даже не то, что циничнее, апатичнее. Потому что все больше понимаю, насколько мало мы на что-то можем повлиять в рамках каких-то глобальных вещей. Поэтому какой-то резон рвать жопу или ожидать чего-то большего как бы реалистично особо нету. Даже не уверен, становлю себя консервативнее или нет. На самом деле, примерно на том же месте остаюсь. Если так глянуть по ключевым вопросам, типа... Да, с каждым годом становлюсь все более либеральным, когда барбер спрашивает, как стричь. Да, все больше красного циника, смотрю, оттуда и цинизм. Да, да, я, так сказать, одинокий волк, одинокий вертолет, который парит над лабиринтом. да, я повидал всякое... Мне, так сказать, уже похуй нахуй, похуй нахуй. О, спасибо Фрэнку. GTA 5 на PS1, и как насчет вот этого? GTA 1 на PS5, ой-ой-ой. Кстати, наверное, можно запустить, по-моему, она есть в сторе. Так он все-таки нейросетевой, просто помню, его довольно давно кидали этого турка, когда еще как бы нейросети даже близко не были на таком уровне, и типа он просто всегда выглядел, конечно... Что? Так, я заинтригован. Либрарин бы назрал 20-минутное вступление с истории серии, затем бы истории PS1, затем описание видоса, а потом размышления об Украине и Холокосте. А также рассказе о том, как он ходил, диск покупал, и у него там по дороге хулиганы отжали, он деньги копил, пошел другой купил. Тебе раньше пара фемок могли пару тейков до Ора довести, а теперь ты можешь часами терпеть донаты про Малдерскейт и собаку. Да, стал просто более либеральным, когда парень моей жены купил мне Нинтендо Свитч после вазектомии. С каждым годом я становлюсь либеральнее, потому что все больше и больше смотрю либрариумы, это накопительный эффект. Я не знаю, Рэд Байтон сказали, что турок. Ну и кто сказал, что турки не белые так-то? Ну они там разные бывают, но вот те, которые из Персии пришли, у них реально суперсветлая кожа и голубые глаза. У него, походу, очень мощный бьюти-фильтр стоит, как у той пожилой Эморенский. С пожилой Эморенский всего 26. Она просто как-то парадоксальным образом, будучи молодой, красится и выглядит как пожилая. Ну что ж, друзья, а на этом мой видеоролик уже подошел... Это реально мистер Кэт. ...шел к концу. Всем огромное спасибо за этот просмотр. Не забывайте поставить лайк под это видео, а также подписаться на мой канал, если вы тут впервые. Поставлю лайк, типа... Ебать. Все равно я не смогу уже открутить назад 3,3 миллиона просмотров, поэтому ахули, а что бы и не поставить лайк... Нет. Тогда мне это будет рекомендовать. Не надо ставить лайк. Конечно же, не забывайте... Уже смотрели, не мракобес, на прошлом стриме. ...про мой паблик ВКонтакте, ссылочка на него есть... Да, дядя Бой, спасибо. Дядя Бой. Как там... Давайте глянем быстренько, как делал мистер Кэт. Насколько я знаю, пока что это прикол, Райт Баттон, но как бы... Мне кажется, даже если бы современный Эдап сделал вазиктомию, это была бы типа последней или предпоследней из его проблем. Верт, как думаешь, этот трейлер новый, кто показывает реальную графику или будет как с играми Ubisoft? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там видно... Ну, причем видно, что это движок прокачанный еще, да, дальше RDR2, то есть, не, это все точно in-game. Как бы... Ну, на самом деле, там ничего супер-такого нету, учитывая, как выглядел и шел RDR2 на сраной PS4 и еще более сраном Xbox Vania, поэтому, учитывая, что это явно уже делается только под современные консоли, ну, по крайней мере, эта версия в трейлере, будет, будет, просто охуенно, если не в 25-м году выкатят еще и версию типа для первого Switch'а и PS4. Не, ну, типа, 30 фпс с просадками, а то и 25 фпс с просадками, как обычно, идет GTA на консолях, типа, абсолютно. Ну, может быть, будут небольшие трюки и типа дальность прорисовки будет чуть поменьше, в консольной версии, а сейчас-то не показали ультра-иск компа, в котором стоит 2,40-90 в слай, но типа нет, это точно совершенно настоящая графика. Как бы здесь вопросов вообще никаких нету, это точно. Спасибо, Кристина Финкбад. Вот ты смотришь, что бабуню по GTA, лучше бы спросил у чата, хочет ли кто пройти Baldur's Gate, потешной компанией четырех долбоебов на стриме. Вот чего я не понимаю, когда ты уже заведешь тянку и будешь стремить с ней, чтобы она рассказала нам про твои проблемы с кишечником. О том, что я обсираюсь постоянно во всех смыслах. Извинения перед Нипой и другом. Да, да. Тем более у Сишки отращивать тебе не привыкать. Все так. Кому зло. YouTube.чет. Да еб твою мать. Вы равно подчеркивание кодизм ноль. Кодизм ноль. Спасибо. Если кто не в курсе, только что были названы события, которые произошли с Айдабзом, и это только вершина вершин айсберга, того, что делает с ним его женщина, чья голова имеет форму груши, и которая до того, как присосаться к Айдабзу, пыталась присосаться к Лифи, которого Айдабз вроде бы канонично победил, но, в общем, бля, это, ну... Когда смотришь на Айдабза, начинаешь думать, нет ли случайно реально Господа Бога, который как бы наказывает Айдабза, потому что это слишком как-то... Слишком многослойная пытка то, через что он проходит. Типа, это просто, ну... Нарочно не придумаешь ту пытку, в которой он живет каждый день. И как будто бы какое-то высшее существо это все срежиссировало. Так, я собака-то, собака, я собака-то, собака, я собака-то... А, я понял. Спасибо, Кристина Финкпад. Нет. Спасибо за предложение, но пока что желания поиграть в Baldur's Gate 3 на стриме пати из четырех долбоебов нет. Типа, я никому не мешаю солидаризоваться и вместе это делать, но... Мне... Мне не хочется. У меня нет желания побегать в Baldur's Gate 3 пати и скольки угодно, долбоебов. Сейчас Aidabs снимает ролики про игрушки для выдавливания прыщей. Камео у унылого? Я записал камео и забыл про это? Что? Не, Рики, не хочу. Спасибо, но не. Я, может быть, когда-нибудь свое сделаю. Потому что у меня тоже есть что прогнать. Когда-то я был фанатом Aidabs. Еще до контент-копов мне очень-очень-очень нравился этот... Kickstarter-крэп. Божественный контент. И поэтому, да, для меня это прям вот как-то не очередная история из интернета, а прям, типа, кумир, пал. Конечно, Крити. Ну, Итан Клайн... Да-да. Итан Клайн... Сука. Итан Клайн вроде бы не куколт. Он как бы просто лох, чмошник и довольно бесталантный, унылый хуесос. Но как бы он вроде бы не живет в том аду, в котором живет Айдубс. Вот и началось все на самом деле... Когда началось? На самом деле началось все еще во времена контент-копа. Когда он последние два контент-копа делал как-то очень долго, контент перестал выходить, он пытался еще держаться за Kickstarter Crap, начал снимать типа, что стало с теми или иными проектами, но как-то видосы стали слишком редко и начали выходить вот эти вот безумные видосы, где он занимается полной хуйней шизовой. То есть, по-моему, тогда он еще даже с Анисой не встретился. Или встретился, или подождите, он же с ней, по-моему, ездил еще к этой, к Тане Мангау. Мангус. Короче, я не знаю, но... Айдабс не тот, что был раньше. не смотрел Тони. Да не знаю, ну, типа, я знаю лор Сэма Хайда, но его видосов я почти не смотрел, поэтому не могу даже составить мнение. Ну, прикольный чувак, только он, правда, реально довольно, довольно большой расист, неиронично. вот. А ты, Григорь, а ты что думаешь? А ты смотрел? А видосы мои... А мои видосы смотрел? Что думаешь про мои видосы? Конечно, Токио. И текстурки я там тоже неиронично обсуждал. Ну, кого ты меня держишь? Реакция Мистер Кэт на сериал Фрэлт. Не, мне не получается так, как он. Старфилд. Чужой в игре Старфилд. Скайрим. Все жены в игре... Не, ну, слушайте, 14 тысяч просмотров все еще. 19 тысяч просмотров. Во, Танки и семья Мистер Кэт Баттл Сити. Мальчики, девочки, всем привет. О, господи. Я... Не... Меня зовут Иван. Сегодня необычное видео. Я вместе с Аллочкой буду проходить старенькую прикольную игрушку Баттл Сити. И готовы, готовы сражаться. Ой, ой. Мало. Это очень хорошо, кстати. Видно? Бонус. Непробивной. Кто в меня? Кто? Ну, кто? Ну, ну... Одну у тебя есть? Как-то многовато общего у уютного семейного канала Нефедова и канала Мистер Кэт становится. Здравствуйте. Это мой новый турболет. Склей на игру. Гэк-те. Опять начинаем. Едем. 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 Засыпаем. Засыпаем. Ха-ха-ха-ха. Гэк-те. Не, я что-за комиссара не видал. Напомни, как-то позже, пожалуйста. Да-да, Лёша Пчёлкин, рэп-обзоры на игры. А ещё у него внешность и голос реально похожи на мистера Кэта. Комментируем, блокируем, ай-ай, глядь, больно, глядь, ай-ай, я забался, да ну пизду, я тут тупую игру, дегенерата пошли нахуй все, игра опять мне не понравилась. Ставлю, эй, обратная скобка, делити на 10, давайте лучше пограем в нормальную игру под названием караоке. Ха-ха-ха, и нам пограют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Похож на обман Похож на обман Похож на обман Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok 500 дней лета Дневник Не туда понесло Гарри Поттер Гарри Поттер 2 Гарри Поттер 3 Гарри Поттер 4 Гарри Поттер 5 Гарри Поттер 6 Гарри Поттер 7 Первая часть Гарри Поттер 7 Вторая часть Спасибо, Григорий Спасибо Мост в терабитию Зеленый слоник и аватар Забыл еще 5 бутылок водки Голова и зеленый слоник Да А главным героем будет женщина И вообще игра Сындук Не хочешь ли ты извиниться? Кстати, вот этот вот логотип Который нарисован Знаем, что в любви карты Где можно телепортироваться А главным героем будет женщина И Вот этот вот логотип выглядит По-моему, куда более симпатично И как-то Во-первых, это я понял, что меня смущает Во-первых В логотипе новой GTA По крайней мере визуально Выглядит меньше черной обводкой Понимаешь, что там логотип на черном фоне Но там как будто бы меньше обводка Вокруг букв И по-моему, там написание По-моему, там G большое А не маленькое Короче, они как будто бы Слегка изменили Поиграли со шрифтами Классического написания лого Вот И, короче, это как-то Выглядит прикольнее А там, ну, хуйня какая-то Шутка была бы смешней Гарри Поттер 4 Гарри Поттер 6 Гарри Поттер 7 Ты пропустил Гарри Поттер 5 Ты полез проверять Ты улыбаешься Вообще, игру отменили В последнее утверждение Можно реально поверить Особенно, если почитать Что от игры ждут ее Многочисленные Малолетние фанаты А как и будет персонаж Я бы хотел Чтобы было 6 персонажей Городов 6 На каждого персонажа А я бы хотел Чтобы Гарда Назывались так Бритиш Сити Вай Сити Людендорф Москов Сити Париж И старый город Район Саши А ведь теперь этот Влад Взрослый, совершеннолетний Член общества Сан Андрес А что, крутая идея Вай Сити Например, идеальный город Для какой-нибудь там Доктора Ху Людендорф Тут явно за Люду Играть надо будет Видимо, он имел ввиду Людендвор А Сан Андрес Город Санька Санек между прочим Уже вырос И смотрит стримы Убер маргинала Вот этот вот Сашко Который все игры устанавливал Не нахер такое Сделайте все Как в реальной жизни Допустим Первое Убил человека Забрали в тюрьму на... Ха-ха-ха-ха На один день Второе Убили тебя Убил двоих Сел на морфий Отпустили Ну, как в реальной жизни Думаете, что по новостям так много криминал Так в GTA же всегда, когда тебя убивают Либо арестовывают, таймскип происходит Всякой старой платины С 2012-2016 годов Вроде коны 2012 Истории похожих на Will Not Divideus Если бы ты начал делать такие ролики То я был бы Больше, чем подчеркивание Меньше, чем Ну, кони я не буду, про это уже сделал Великолепный интернет-хисториан А про He Will Not Divideus Я думаю его ремейкнуть и очень сильно Расширить и рассказать чем-то Короче Это великое событие Как будто бы заслуживает Примерно часового большого ролика Но когда это будет, хуй пойми Вот Но только He Will Not Divideus Все остальное Это как-то Ну, просто смотреть чужие пиздатые ролики И потом переделывать их под свой Как-то смысла нет А He Will Not Divideus Я наблюдал Почти в прямом эфире И типа это Это другое Салют вертолетский Эра кринж стендапов на стримах закончилась? Нет Знаешь, где существование стендапов будет комедийно? Конечно, знаю Они вроде как даже и не кринжовые Особенно относительно всех остальных Не закончилась эра кринжовых стендапов Продолжим Но сегодня тематические стримы в честь GTA Лол-челам за трейлер GTA 6 на стриме банят стрим Оу Ну, значит, возможно, скоро попрощаемся Да потому что каждый день люди из тюрьмы выходят и воскресают Физику поправьте! Парень, кажись фо... Молодой человек просто просит нормальную эйфорию, как в GTA 4 Я в Минске был на стендапе Бэтканины Ой, какие смешные шутки у Сындука Это физика, это он в школе тройку получил Ой-ой-ой-ой-ой-ой Тут никто не... А пацан просто хотел возвращения эйфории Справит Фак ю, Россия А получил сериал эйфория про шлюх и наркоманов Ой-ой-ой-ой-ой Забавно, если это предсказание сбудется А вот сейчас обидно было Ты лалка, пиши по-русски! Эй, пожалуйста, делайте в рта 6 зомби-доблаторию, в котором делают зомби И хочу продолжение легендарного Карла Джонсона Ничего не могу сказать, кроме как охлади-ка свое траханье И когда будете желать продолжение рта... Продолжение рта Сан Андрес, добавьте на собаку-медведь-кошку и других зверей А ведь добавят Ощущение, будто сами животные это и пытались написать Разработчики! Ведь... Хы-хы-хы-хы... А, да, ты... Идите возможность ловить покемонов в игре! Иди в... В жопу! Сам иди! Если не будет покемонов, то игра получится отстойной! Какие покемоны? Они меня сильно задолбали. Покемон Голд тоже говно. Все покемоны говно. Хотя покемоны классные. Может и добавят. Шутки шутками, но не самих покемонов, но какую-нибудь бесполезную коллекционную дрочь обязательно добавят. Биполярное расстройство. Да, весь современный мир подстроился под этот видос. Какой пиздец. Ну, слушай, Григорий, на Питерса мне всегда было с большего похуй-нахуй. И тот видос, который есть про него, там везде сказано, что это не мой текст. Потому что на Питерса мне даже тогда было похуй-нахуй. Поэтому в целом мне как бы... В плане, что мне стало еще чуть больше на него похуй-нахуй. Глобально мне мнение не поменялось. Насрать на Питерсона, честно говоря. Здравствуй, Илья. Происходит юморок. Видосу семь лет. Этим летом видел сын Дука в Туле. Подошел к нему, просил сфоткаться и сказал, что всю жизнь на Ютубе только его и тесака смотрел. Ха-ха-ха, ссыка. Хорош. Да что не такой, Лорин? Неправда. Питерсон был куда менее... Ну, типа, я всегда любил простые вещи. Типа, вот, приколюхи там всякие. А Питерсон, он не по приколюхам. Он по унылому гундошенью о том, как все плохо. Типа, поэтому... Перфомансы Майла мне больше нравились. Оно такое, да. Люди GTA 6... Люди GTA 6 видят на консоль. Спустите, пофиг на Питерсона. То есть одного человека с выжженными наркотой и мозгами, ты два стендапа смотришь. Это только для начала два. А на второго пофиг. На консоль... Сука! Консоль нових поколения. Ну да. Это буквально так. Пацан даже не владея русским языком, в ситуации кое-что-то понимает. И действительно, GTA 6 выйдет на консоль нових поколений. Отлично, Сергей. Пиксел Дэвил молодец. Типа, прям... Роспект. Комментариев, окей? У меня есть предложение. Хай, сделают карту по всей планете, чтобы победить не только в Америке, но и в других городах. Это вовсе неплохо, но затянет разработка надолго, но она... Она и так долго займет. А го, стой, я вам говорю. У, видеть свой дом, где ты в реале живешь, это круто, господа! Я тоже, я тоже надо чем думал. Ответчик GTA 5. А где истец GTA 5, ой-о-ой-ой? Ты прямая мысль читаешь. Такую игру будут делать около 50 лет. Нужны... Будут миллиарды долларов, чтобы воссоздать это. Следовательно, цена будет около миллиона рублей. Ну, у нас есть 50 лет, чтобы накопить миллион на покупку шестой GTA. Хотя, насрать, ее ж все равно спиратят. А пока давайте взглянем на трейлер новой GTA, созданный с учетом просьб фанатов. Ты лалка, пиши по-русски! Сделайте все, как в реальной жизни. Физику поправьте! Котсось! Вы все лохи! Котсось! Вы все лохи! Котсось! Такую игру будут делать около 50 лет. Нужны будут миллиарды долларов, чтобы воссоздать это. Иди в жопу! Сам иди! Иди в жопу! Сам иди! Котсось! Хочу продолжение легендарного Карла Джонсона. Котсось! Котсось! Разработчики! Котсось! Котсось! Понимаю, Григорий. Что ж, я сам... Кимона, говно! Возможно, тебе стоит посмотреть записи старых стримов, в принципе. Особенно вот у меня есть... Интересно, но кака! Йоу, спасибо! Стримы по просмотру старых видосов из 16-го года. Вот там, возможно, много будет отвечено. Ну что же, GTA-отходы номер 5. Spectre Channel. Бесконечно. Да. В данном видеоролике присутствует огромное количество обсценной лексики, поэтому, убедительная просьба, съебать в закат всех недалеких, славоумных и впечатлительных. Мне совершенно нет никакого дела до того, будут ли задеты ваши чувства или нет. И я готов послать нахуй абсолютно каждого. Рома Жёлт. Не знаю, как вам, а я лично могу бесконечно смотреть на то, как жалкие опущенцы пытаются хайпануть, выпуская кликбейтное говнище на тему GTA. Несмотря на то, что на дворе уже середина 2019-го, Дауны... Ну а? ...решительно не унимаются, продолжая клепать свои низкокачественные поделки, чем неслабо добавляют мне работы. Наш сегодняшний пациент позиционирует себя, как GTA-знатока. Да, это литер ли GTA-семецкий. Однако то, что он говорит и показывает, выдаёт в нём жуткое ебанько, слаборазбирающийся в выбранной теме. Итак, поехали! Всем привет! Одной из самых популярных рубрик на моём канале было выявление сложных миссий в серии GTA. Но так получилось, что во всех GTA-шках я уже разобрал все миссии на самые сложные и самые лучшие. Аж для GTA San Andreas выделил когда-то два видеоролика. Но дело в том, что в итоге три недели назад я заготовил одну идею для ролика, которую вы видите прямо сейчас. И в этом видео я хочу сделать своё своеобразное субъективное мнение на то, какая GTA всё-таки в серии является самой сложной и хардкорной для обычных геймеров. Сразу скажу, в этот раз мы... Во-первых, я сразу проигрункал, потому что очень похож стол для учёбы на мой стол для учёбы. У меня тоже он был в раскраске украинского флага, только у меня угловой. И без подставки для Моника. Но в целом, да, типа этот... Эп, это сертифицированный стол для учёбы. Конечно, Максим, вы уже и на стриме посмотрели, и обсудили, и помандили. Мы не будем смотреть все 17 минут оригинального высера, потому что мне откровенно плевать на игры из 2D-вселенной, и на парашу, выходившую исключительно на консолях. Меня интересует... Что такое? Неужели на этом прекрасном столе для учёбы не нашлось места для консолечки? Не интересует только вселенной эпохи 3D, и четвёртая часть, что вышла уже во вселенной HD. Всё остальное, пускай плотно скомкает и забьёт себе в очко. Итак, теперь поговорим про HD-шную часть, GTA 4 и её дополнение. На самом деле, GTA 4 довольно простая игра в плане геймплея. По сути, стрельба наконец-таки стала нормальной. Персонаж не умирает от пары выстрелов с особых оружий. Правда, единственное, что я бы отметил, мне не особо нравится управление транспортным средством... А жаль, на самом деле. Типа, реально, вот, ну... А какой смысл? Если ты никогда себя не чувствуешь особо в опасности, то какой вообще в этом смысл? Тетвёртая часть. Вот, как говорится, на это спустя уже несколько минут даже геймплея ты даже не обращаешь внимания. Даже сама система кулачного боя в GTA 4 мне очень сильно симпатизирует. Даже сама система кулачного... Импонирует. ...боя в GTA 4 мне очень сильно симпатизирует. Ну и, конечно же, если вы провалите задание, вы всегда можете начать его снова через телефон. Ну, Григорий, у меня целых два видоса с развернутым мнением по фильму Барби даже. Даже не знаю, что к этому добавить. ...то есть вам даже не придётся ехать на маркер заново. И вот, что самое интересное. Благодаря тому, что в четвёртой части наконец-таки внедрили нормальный сотовый телефон, вы можете даже вызвать госорганы, если вам необходимо их транспортное средство. Я один заметил, что он несёт несвязанную хуйню. Вы просто вдумайтесь. Чел утверждает, что GTA 4 простая игра. При этом начинает рассказывать про стрельбу, не раскрывая суть, резко перескакивает на своё отношение к управлению авто, потом внезапно говорит, что ему нравится ближний бой, затем сразу перескакивает на телефон, а потом на вызов служб. Мало того, что эти элементы... По факту, лороведу GTA не интересны 2D GTA San Andreas и пятёрка, и DLC к четвёрке. Ну и плюс, типа, Stories и China Town. Остаётся третья, Vita City и ваниль четвёрка. Не так-то и много. Да? Геймплей никак между собой не связаны. Так ещё и нет раскрытия заглавной темы. Видео, напомню вам, называется, какая часть GTA самая сложная. А дурачок просто перечислил, что ему нравится. Ну он в защиту дурачка, дурачок говорит о аспектах сложности всех игр и говорит, насколько четвёрка в целом вылизанная и приятная для прохождения. Поэтому она не подразумевает сложности, как будто бы изначально. Нет, и на этом всё. У меня складывается впечатление, что сценарий ему писал либо второклассник, либо Геннадий Горин, потому что взрослый человек без отклонений такую бессвязную хуйню никогда бы не выдал. Аналогично хочу высказаться по поводу GTA Vice City. На самом деле я... Да не Vice City, это Vice City Stories. ...когда считал Vice City более упрощённой версией третьей части. То есть естественно... Сука, а какой пидорас, блядь, где, откуда... Я просто пару раз это слышал. Какой-то ёбаный мудак откуда-то где-то сказал публично, наверное, какой-нибудь игражур или типа того, что Vice City — это упрощённая тройка. И я реально пару раз, это довольно редкое, но тем не менее существовавшее реально мнение, что-то, мол, типа тройка, а потом сунь в Андрея, так сказать. А Vice City — это такое, типа DLC — говно, хуйня. Джеймс боготворит тройку и четвёрку, Vice City называет нормальной, Сан-Андреас и пятёрку проклинает. После третьей части, ну, они решили сделать полноценную игру, где внедрили все эти новшества. Стоп! Я чё-то не понял. Мне показалось, или ты только что выдавил из себя, что GTA Vice City — это упрощённая версия третьей части, куда при этом разрабы внедрили все невошедшие плюшки и фишки? Ну, вообще да, типа. Реально, особенно если ты играешь в порядке выхода, ты видишь, насколько они вот постепенно всё развивают, и типа в Vice City уже много чего появилось относительно трёшки, а потом и в Сан-Андреас. Понимаешь, что это вообще-то взаимоисключающие параграфы, или нет? Можете съездить провериться на предмет слабоумия? В Vice City хочу выделить очень слабую полицию, поскольку это видно, когда у вас накапливается примерно две звезды. Допустим, полицейский в Vice City начинает стрелять из пистолета буквально 3-4 раза, после чего уходит на перекур, давая тем самым игроку шанс сбежать от них. И где, блядь, ты это показываешь? Я в натуре не раздупляю, в чём... Ну, чё-то такого не припомню. Помню, у меня стабильно полиция в Vice City всегда убивала. Ну, самая жёсткая полиция в тройке. Современные лороведы даже проводили эксперименты с документами в руках, показывали, что типа геймплей на самое прикольное в этом плане тройка, то есть это реально злой неприятливый город, который против тебя, и там копы вообще не шутят. Ну, а потом с каждой новой частью всё более и более лайтовые копы, но в Vice City всё ещё нормально копы дают защику. Проблема сопоставить видеоряд со своим же, блядь, собственным сценарием. Допустим, я никогда не играл в эту игру. Я сейчас типа тебе на слово поверить должен? Или что? Как же он... На карте так же сама карта присутствует в самой игре. В общем, Vice City это самый обычный среднячок в плане сложности. И вот мы с вами наконец-таки добираемся до трёх игр, которые я всё-таки решил включить в этот список. И первый идёт GTA San Andreas. И знаете, что я вам хочу сказать? Здесь, наверное, хардкорность обуславливается именно большой локацией. Огромная карта, огромное количество миссий и огромные возможности. Здесь, наверное, хардкорность обуславливается именно большой локацией. Ммм, большой локацией, значит. Огромными возможностями, значит. Нихуёвым геймдизайном, да? Ни огромным количеством багов и ломанными скриптами. В перестрелках, к примеру, отметить ничего нельзя. Полиция... О, звучит неплохо, Иван. Что, блядь? Тоже довольно слабовато в San Andreas. Чуть сложнее, чем в I-City, но гораздо медленнее, чем в третьей части. С перестрелками абсолютно никаких проблем не возникает. Первая четверть игры проходится очень просто. Даже легендарная миссия с поездом уже давным-давно всеми игроками проходится. Либо через прыжок на мотоцикле на этот самый поезд, либо же люди просто сверху вниз спрыгивают на него, убивая всех багасов. Мне кажется... Либо можно просто ехать рядом с поездом, как тебе и говорят. Или у всех, типа, современная версия ПК Саньки сломана. Или он только что высрал из себя одну и ту же хуйню двумя разными предложениями. Опять же, где Сань... Давай сюда. Спасибо, тот же Григорий. Второй любимый видос «Прошая Лабафа». Вспомнил, что последний стрим, который смотрел, был в 21-м, проведя манию, знатно кайфанул. Еще серия арт-хаусных стримов про жирного, тупого и мерзкого рыжего, ебатька. Э, тут произошла арка. Короче, теперь это два уважаемых человека, которых я котирую и че творчество жду. Жирный, тупой, мерзкий рыжий. Уважаемые люди, лобнинские ретроголовые. Но да, если ты последний раз смотрел стрим в 21-м, тут довольно сложно понять этот таймскип. Понимаю. Это соответствующий видеоряд. Ты же рассказываешь о самых сложно проходимых местах в игре. Почему ты, блядь, показываешь перестрелку с форели? Тебе это... Что было, то и вставил. Эта миссия сложная показалась. Чаще всего в Сан-Андересе все трудности создаются самим игроком. Если, к примеру, вы пошли на задание без полного запаса здоровья, без полного запаса брони или не имея в своем арсенале ни одного огнестрельного оружия. Логика, блядь, 10 из 10. А ничего, что подобную хуйню можно адаптировать вообще к любой игре. Чаще всего все трудности в GTA 3 создаются самим игроком. Если вы пошли на задание не с полным запасом здоровья, не с полным запасом брони или не имея в своем арсенале огнестрельного оружия. И вот, наконец-таки, мы с вами добираемся до самой хардкорной части, как я считаю. А, ну... GTA с геймбой колором. Это GTA 3. И я не говорю то, что она совсем непроходимая, сложная, невозможная, невероятная и так далее. На самом деле, GTA 3 я проходил очень много раз. И... В четверке полиция пытается остановить, а в пятерке стреляет. Сразу эта фишка типа в лейкопы жесткие. Ну, в пятерке, конечно, бесит очень сильно, да, что тебя типа стреляют в башку, когда ты в тачке, и тебя убивают даже в бронике. Честно говоря, все разы, когда я ее трогал, она мне казалась самой сложной в серии. Начнем с того, что это драйвовая и экшеновая игра. Вы постоянно будете находиться под ареналином, проходя задания абсолютно на любого работодателя. Несмотря на то, что GTA 3 является моей самой любимой игрой в серии, именно из-за своей безбашенности как раз, я все равно категорически не согласен с этим болваном. Первая четверть основного сюжета игры довольно медитативная. И в основном посвящена покатушкам и разводу дырок разного калибра. И лишь после неудачного покушения с планированным коварным тухлым дедом, игра кардинально меняет темп и значительно поднимает градус безумства. В процессе своем, конечно, мы выполняем последнее задание, но как только начинается стрелять, вы узнаете всю корявость третьей части. К примеру, давайте вспомним последнюю миссию на D-Ace, когда нам нужно орудовать бейсбольной битой. В GTA Vice City Томми мог бегать вместе с битой с зажатой клавишей L-CAM, чтобы в любой момент нанести удар оппоненту. В третьей части для того, чтобы орудовать бейсбольной битой, вам необходимо стоять на месте. И в BC, и в той самой финальной миссии на D-Ace'а вам нужно просто стоять АФК и ждать, когда к вам подойдут пурпурные девятки. Но шанс того, что именно вы их можете отделать крайне мал, ведь их все-таки довольно много. Ха, смешная предъява. Особенно учитывая, что вместо описываемого процесса ты опять показываешь какую-то хуйню. Особенно учитывая, что достаточно лишь занять правильную позицию с битой, как враги легко набиваются на шашлык. Особенно учитывая, блять, что изначально ты втирал про кривизну стрельбы, а в качестве примера привел миссию с использованием бейсбольной биты, которая вообще-то является, блять, оружием ближнего боя. Но как только начинается стрельба, вы узнаете всю корявость третьей части. Ну, слушай, Шварц, все бесконечное лето лежит, что у Сторожа, что у вертолет в эфире. Семецкий тоже. Ну, кроме эпизодов, которые я только на бусте залью. Ну, типа, у Сторожа есть все всегда. Все вообще есть у Сторожа. Просто нужно, конечно, будет поискать иногда. Семецкий, типа, ну, короче... Вроде... Есть надежды? Ну, давайте вспомним последнюю миссию на Ди Эйса, когда нам нужно орудовать бейсбольной бейсбольной... Понял, понял. Поправляю при этом одной рукой. Может и можно, но ты нам этого все равно не показал, а маслова я тебе после всей твоей вышесказанной хуеты все равно не верю. Хотя я с удовольствием бы посмотрел на эту картину в твоем исполнении, учитывая совершенно неадекватное ФБР, шипы, выезжающие из-под фараонских пяток, и отсутствие всего остального транспорта на улицах, в связи с чем тебе даже машину нормально сменить не получится. Вот хули ты выебываешься? В GTA 3 даже на двух звездах розыска у полиции нет никакой пощады. Именно на двух звездах они начинают доставать пистолет. Доставать пистолет? Нихуя себе! Что, прям боевой? Как же ты, бедный, справился-то с таким хардкором? А вообще, если на то пошло, разве в GTA Vice City фараоны на двух звездах не доставали огнестрельное оружие? Что, совсем нет? В отличие, допустим, от войсы, где они выстреливают 3-4 пули, а затем уходят на небольшой перерыв, а потом продолжают стрельбу по игроку, в этот раз они могут выпустить абсолютно всю обойму в тебя. Им не важно, у них нет никакого ограничения, и это только я говорю про две звезды. Итак, GTA 3, две звезды. Поехали. Блин, GTA 3-то-то всего захотелось поиграть. Что, совсем без пауз стреляют? Уёбок! А представьте, что творится дальше, когда оружие у полиции становится... Как же он с помощью фактов и логики его попускает? Да, ещё лучше. Ну, естественно, если вы получаете 5-6 звезд, готовьтесь к полному уничтожению вашей пятой точки. Аналогично сложными являются и враждебные группировки, которые будут появляться по ходу прохождения третьей части. То бишь, к примеру... Ураши за комиссар. Если вы захотели... Смотрю перед сном. ...кта 3 на 100%, но вы об этом задумались только к середине игры, можете смело начинать сначала. На каждом острове у вас будет своя враждебная группировка, которая не даст вам спокойно ездить. И если в случае с какими-нибудь рядами они будут просто стрелять из пистолета или бежать к вам сбитыми, то, к примеру, мафия Сальваторе Леоне ходит с дробовиками, которые наносят огромный урон, по-моему. А колумбийский картель ходит с калашами. Из всех банд, перечисленных этим холопом, хлопоты доставляют лишь солдаты семьи Сальваторе, обитающие в Портленде. Потому что солдатам картеля выдают автоматы лишь после финальных титров. К тому же, как я уже разбирал в одном из своих ранних видосов, автомат Калашникова, представленный в GTA 3, это одно из самых неэффективных видов оружия, представленных за всю историю игр вообще. Грубо говоря, это узишка, с которой можно стрелять лишь стоя на месте. Какие сложности такие враги могут составить? Да, он уничтожает его тезисы своими доводами. Жесть. А ваша тошнальгия случайно не Наруто? Главные герои становятся старше и вместо того, чтобы как раньше ребячиться, следует каждый своему пути. Один помогает народу своей деревни, пока второй познаёт себя в часовом филлере. Также в GTA 3 нету карты. Да, если это GTA 7, то где его в NS? Но вот здесь, к сожалению, минус комьюнити GTA, там нет женщин, кроме Даханыч. Поэтому вопросы все к Даханыч. И вам практически ничего не помечается на радаре. Да какой экс? Ну кто верит в какой нахуй консольный экс? Ну типа экс максимум на год. Ну как бы понятно, что я буду год наслаждаться этим отборнейшим ПК нытьём о том, что ну как, в 25-м году можно не выпускать на всех платформах? Ну как же вы не понимаете, что чем больше платформ, тем больше людей сможет насладиться вашей игрой? Типа я буду этим наслаждаться, конечно, явно куда больше, чем самой игрой, но нет, GTA 6 выйдет на компе. К сожалению. То есть вас знакомят с игрой один раз, и если вы что-то не запомнили, это дальше уже будут ваши проблемы. К примеру, Paint Spray показывают только один раз в Портленде, дальше вы должны дать его локацию досконально. Чего, блядь? Дать его локацию досконально? Ну ладно. Допустим, чел заленился переписать косяк, и на самом деле имеет в виду, что локацию нужно знать досконально. Но, блядь, в чём проблема запомнить-то? Ну типа вот реально, наверное, единственное светлое по-настоящему в GTA 6, это ПК-боль. Тем более как раз за это время уже выросло поколение, которое забыло, что GTA всегда выходит сначала на консолях, и вот типа чистая, девственная, не скисшая ПК-боль ревью-бомбинга GTA 5 в Стиме отзывами, что типа «Почему GTA 6 нету в Стиме?» А потом, когда она выйдет, она ещё не пойдёт у людей на бомжатских i9-12500, к тому времени уже доисторических. Ладно, я шучу. Выйдет, и, короче, она, скорее всего, будет плохо идти на 1060 на 3 гига, и вот тоже будет «А почему у меня GTA 5 на 1060 идёт, а GTA 6 не идёт? А почему GTA 6 весит 300 гигов? У меня, блядь, СССР на 64 подсистему. А почему так нахуй?» Вот это будет хорошо. Вот это реально прям с оптимизмом, с уверенным, светлым взглядом в будущее я жду этой отборной ПК-боли. А на игру как-то похуй. Ну, Русика не будет, но там уже люди наловчились, короче, нейросетками Блиттер Лизаныч переведут. Правда, там, скорее всего, античит будет банить за Русик. А, ну вот уже GTA 4 на телефоне запускают, да. Нет, не брекобес. Наоборот, зачастую GTA 5 шла, а четвёрка нет. Год будешь 30 фепосов кушать бодипозитивные текстурки Крэйзи-мамашки, кек-пек. Ну да, Тони, но... Посмотрим... Да не, нормально они оптимизируют. Ну, типа, как показало, мне кажется, GTA 5 и RDR 2, типа, ну, Рокки нащупали вот эту вот... Грани между оптимизацией для всего железа и визуальным качеством. Поэтому, типа, оно будет нормально выглядеть, нормально идти. Но на 10.60, хотя... Не, ну типа, как-то GTA 6, мне кажется, запустится на 10.60, учитывая, на чём запускали пятёрку в своё время. Типа, как-то она запустится. Особенно на ПК. Ну, блядь, где ещё она может запуститься нахуй на 10.60, кроме ПК? Дурак, блядь. Ну, в общем... Да мне ж на самом деле насрать. Как будто бы... Как будто бы к 2025 году я планирую проапгрейдить хоть как-то свой компьютер. Типа... Если вы думаете, что я не собираюсь сидеть на 6.600 RX до 2025 года, то подумайте ещё раз. Я... Это же дело не о том, как она будет идти, а о том, что будут писать дети в интернете. Это как принимать ванны из крови девственниц. Типа, после определённого момента в жизни только вот такие вещи позволяют тебе хоть немножко почувствовать себя всё ещё живым. Типа, всё остальное уже не торкает, но вот в такие моменты нет-нет, да и вот какая-то искорка в душе просыпается и типа такой... Найс. Да, XBT будут мандить, я уверен. Хорошо будет. Я не знаю, Хэйта. Правда, не знаю. Нет, я не буду покупать Xiaomi на снэпдрэге. Пейн-спрей на первых двух островах располагается чуть ли не напротив точек, где вы сохраняетесь. А в Шарсайде покраска вообще нахуй не нужна, потому что там не так много миссий. И к тому же по их завершению с вас всегда снимают весь розыск. Вот чё это опять за нытьё? Да, старые игры требовали от вас не только нажатия кнопок, но и некоторых мыслительных процессов. Слишком сложно? Ну, играй себе дальше за скриптованные рельсы. Я тебе добро даю. Аналогично так? Да, Арториас, там всё прям хорошо будет. Прям реально очень хорошо. Прям прекрасно будет. Типа, я уверен, что GTA 6, вот, особенно потому что, если GTA 4, условно говоря, была игрой взрослых людей, то на GTA 5 буквально выросло поколение целых зумерков. Ставочка, я думаю, сыграет. Инвестиция отобьётся по эмоциям. Ну, посмотрим, не бракобес. Не, ну если типа отвалится, понятное дело, что-то другое куплю. Социальность, которая, как мы помним, всего лишь социальный конструкт. Так точно. Спасибо большое, Блеб. Спасибо. Надеюсь, тебе понравился наш первый раз. Да, и, конечно же, я уверен, что будет небольшой нищий бомбёж про отсутствие PS4-версии. Конечно, если она реально будет отсутствовать. Потому что... Ну, ладно. В 25-м году, наверное, всё-таки будет. Но у меня такое чувство, что вот где-то был план выпустить GTA 6 по году, так в 21-м, в 22-м, и типа с PS4-версией. Да, возможно, в GTA 6 в 25-м познакомится Лёша и Банан нового поколения. То есть, ну, это реально начало новой страницы, друзья. Давайте смотреть в будущее с города поднятой головой. Также с амунацией. А с островом Стоунтон вам, конечно, тоже показывают амунацию по эндспреи, буквально 2-3 миссии. Но затем, если вы забыли... Ну, для меня пока что главная интрига будет ли GTA 6 на втором свитче. Потому что мне кажется, ну, типа, ну, как будто бы всё к этому подводит. Учитывая безумные продажи первого свитча и желание Rockstar продать всё и везде, и то, что второй свитч вроде должен быть, как бы, ну, даже более-менее норм по мощности, как бы, ну, мне кажется, будет. Может быть, не сразу. Где-то дело находится, то ищите уже сами. А в Шарсайдвейле вас вообще не знакомят с картой. Более того, район Пайк Крик я практически не знаю совсем, потому что я там вообще никогда не был в третьей части. Помните, я говорил о том, что, к примеру, в финальной миссии в Сан Андресе вам постоянно распихивают кучу аптечек, брони и так далее. Так вот, финальной миссии в GTA 3 вам необходимо фактически безоружным явиться на дамбу, где сидит карта... Блин, я все еще не могу найти классный смешной монтаж, где чувак пытается пройти финальную миссию GTA 3 на летучем танке. Я даже не помню, это на русском видос или нет, но, как бы, видос был очень смешной. Там смешная нарезка всех его попыток и финальная удача. 2025-й XBT будут. Ну вот, настроение испортил. Представьте, что будет эксклюзивом Rockstar Launcher с серверами на ноутбуке в подсобке. Ух, какое зарево. Да. Ну, к сожалению, доктор Шварц это невозможно. То есть, так-то я бы, конечно, кекнул, но этого, к сожалению, не будет. Вооруженный АК-47 М4. Так еще и Каталина с вертолета будет мешать вам пройти эту самую миссию. Слава пельменям! Он наконец-то додумался предложить... Слава пельменям! ...своей болтологии соответствующий видеоряд. Ну, а теперь давай по буквам разберем все... Записки долбоеба. Смотри, как мамка его заходит в комнату, а сынок сидит с пакетом из KFC на голове с тетрадкой, на которой написано записки долбоеба, скетчи снимает на веб-камеру. ...писанное. После начальной катсцены миссия начинается с того, что прямо перед тобой валяется пистолет с 48 патронами. Что, недостаточно? Тогда убей трех врагов, находящихся на земле, и подбери их УЗИшки. Что, и этого недостаточно? Тогда убей первых четырех врагов, что создают заслоны, и подбери своих хладных трупов, калашников и АЭР-ку. Я говорю АЭР-ка, потому что в игре нет карабина М4, и никогда не было. Что, и сейчас... АМ-16. ...недостаточно. А что, если повернуть голову в кусты... Что тебе по тельняшке, ты не сынок, а как минимум муж, а то и бацит. ...направо. О, гляньте. А здесь лежит снайперка. Нашел эксертина? А что, если с ее помощью застрелить пятерых... Нет, там был не обзор. Ну, по крайней мере, то, что я смотрел. Не знаю, Шварц. Я не думаю все-таки. Как бы слишком много раз мобильники попытались в настоящий гейминг и обосрались. Ну, я уверен, что там будет какое-нибудь мобильное приложение Компаньон для GTA Online, возможно, с какими-то мини-играми, естественно, донатом. Но именно портирование настоящей пятой GTA на телефон, ну, типа, все-таки это будет стоить денег, но в итоге... Ну, не. Маловероятно. Хотя, с другой стороны, мобилы — это арм, и свитч — это арм, и поэтому, в принципе, версию для свитча, походу, вообще можно особо не меняя выкинуть на мобилы, на лопате. Ну, хз, хз. Все это строится на довольно абсолютно, как бы, фантомном предположении, что будет свитч-версия, поэтому дальше и посмотрим. Будет свитч — не будет. Надеюсь, для ПК будет коробочная версия с 10-ю блю-рейами, чтобы не качать с диджитал-холопами. — Самых тяжеловооруженных врагов, и тем самым немного облегчить себе жизнь, что и теперь оружие. Ну вот, кстати, мне кажется, наиболее реалистичным вариантом порта на телефон является вариант, что GTA Online реально вот будет Fortnite-оподобной. изначально она делалась такой с нуля, именно реально для изначального сразу релиза, типа вот только онлайн, релиз на телефоне, сразу с кроссплеем, сразу вот все вместе. И это, кстати, звучит довольно реалистично. Тебе недостаточно. Что, и теперь все еще слишком сложно? А что, если я скажу тебе, парень, что я неоднократно нахрапом проходил данную миссию, используя лишь бронированный патриот и огнемет? Ну, типа, патриот этот по игре в принципе применить больше негде, и вполне логично заюзать его в самом конце. Как бы хочешь, стреляй, хочешь ломись на пролом на броневике, никто тебя за это в принципе и не осудит-то. Это вот опять же про необходимость включать голову. Поэтому XBT и написано в шапке канала включаем голову. Аналогичная ситуация с перестрелками. Давайте вспомним миссии на Дональда Лава под названием Эскорт и Приманка. В миссии Эскорт картель вооружен М4, самое мощное оружие в данной игре. Ну, вообще, как бы, среди этих видосов можно разглядеть, насколько другим раньше был геймплей GTA. Когда у тебя миссия реально вот прямо тебя ебут, вот, но в игре действительно есть много неочевидных каких-то фишечек и механик, которые позволяют тебе начать ебать в ответ. То есть, та же классическая темка, когда ты где-то находишь какую-то крутую тачку и хранишь ее в гараже для той самой миссии. Как на релизе GTA 4. PS 5X йоксы не такие народные, как PS 4 Slim с джойстиками за 200 баксов. Большинство все еще сидит на GTH 1063 и РХ 5600. Увы, зумеры перекатились в подпивас Никлов и вместо FIFA хуярит в F2 по форме... Ну, это правда. Ну, слушай, я не знаю. Я не знаю. Может и повторит. Ну, во-первых, во-первых, моя только что сформулированная теория, что GTA 6 онлайн делалась изначально типа под кроссплей с мобилками, ну, звучит реалистично. Как бы, учитывая вообще вес GTA 5 онлайн, как бы, а почему бы и нет? Я думаю, Рокки сами прекрасно знают, где их сидит основная аудитория. Во-вторых, все-таки это GTA 6. GTA 5 в свое время и GTA 4 продало просто гигантское количество консолей, и поэтому, как бы, ну, как люди в 13-м году на излете поколения массово покупали PS3, так типа, и что сейчас не пойти? К тому же, ну, в 25-м году мало вероятно, но, может быть, даже и проискает какой-нибудь произойдет. Ну, вряд ли у Sony, конечно, но у Xbox вполне себе. И да, не забываем, что GTA 6 будет идти, в том числе, и на серии SS, который стоит, как бы, уже по праздникам 250 евро. Ну, понятно, что успеха она не повторит. Тех денег, которые заработала пятера за эти 10 лет GTA 6 не сможет просто заработать. Вот. Либо сможет. Если это не сытно, изначально будет, как бы, синглплеер так, где-то по боку, а по факту, это будет сразу кроссплатформенный, кроссплейный, мультиплеерный проект. Как бы, реально, кто знает. так что не выпускает на серии SS? Типа, движки современные Rockstar отлично скейлятся от слова скейли, ой-ой-ой. И поэтому им, в принципе, ну, не сложно. То есть, это все нормально масштабируется. Ничего страшного, Иван, спасибо за все. Банжо Казуи, нет, конечно же, ну, не играл еще, не успел наверстать, это же для Nintendo господ. Ну, типа, надо будет поиграть? На 360-ом боксе есть, а, не только, на всех современных боксах есть эти качественные ремейки, ну, не ремейки, ремастеры, классических Банжо Казуи, вроде как, этот жанр так-то я уважаю, вот, но руки все не доходят. Как зумер заявляю, что для зумеров уже и колда, это душнилова для миллениалов. А что тогда уважают зумеры? Как там, Battle Beat Online, что как там? Какие там зумерские игры сейчас, кроме Fortnite и чё? Доброе утро, Дима. Baldur's Gate 3. Roblox. Да не, Roblox старый, Roblox, это типа, начало десятых. А, ну, гейши-то, да, ну, опять-таки, в гейши-то, по-моему, играют уже довольно взрослые женщины, с твиттера, типа там, половозрелые. Вот пиздит ведь и не стесняется. Если бы картель был вооружен AR-ками... Зумеры уважают слово пацана и бить друг друга ножами. Да ваш сраный фургон не проехал бы и одного квартала. Ну, вот Ханкай, наверное. Вот зацените, пожалуйста, сколько времени требует... А, ну так вот, я про механики GTA, что типа, реально, насколько раньше была другая GTA, и насколько это было интереснее, когда ты вот... Тебя все ебут со всех сторон, и ты пытаешься найти какие-то подходы, чтобы хоть немножко начать ебать в ответ, и насколько это вообще по-другому ощущалось. И насколько вообще все современное рокстаровское это просто кинцо, где ты едешь, слушаешь экспозицию, убиваешь трех бомжей, которые вообще не сопротивляются почти. А, все еще в Майнкрафт играет? Ничего себе. Я думал, дети уже устали от Майнкрафта. Чтобы развалить это говно из ARK. Топ-зумеров без рофлов. Fortnite, Counter-Strike, Dota, Roblox. Но что, если предположить, будто бы разрабы умышленно занизили урон от ARK, конкретно для этой миссии, чтобы ввести меня в заблуждение? Давайте посмотрим, чем на самом деле вооружены представители картеля. Вот это поворот! Также хотелось бы... А, окей. Ну, возможно, как бы... Да, наверное. Печально, что там не ремейк, конечно, но ремейк у меня скачан на мой прошитый 360-й бокс, который мне привезли некоторое время назад, поэтому я буду в... калитотоношный вовремя. Только что закончил Дед Космос. Интересный шутан. А вот Resident Evil 6 тупое говно тупого говна. Get some help. А, вот Бравл Старс я не могу вспомнить. Ксид до последнего задания еще раз. Заплатив таксисту всего лишь 9 долларов. В третьей части, естественно, такого нету. Приплюсуем сюда еще одно незнание карты. К примеру, есть миссия на Мушке, на Рея, последняя. Представляете, каково было в первый раз проходить эту миссию и добираться до моста Шарсайд Вейл, когда ты узнаешь, что там находятся ЦРУшники по обе стороны моста, вооруженный М4, и стоит вам подъехать к ним буквально на 1 сантиметр поближе, и они сразу же изрешат ваш автомобиль насквозь. А ведь в те времена карты действительно не было в третьей части. И если вы не знали про подземный переезд, вам необходимо было проходить эту миссию либо с читами, либо постоянно переигрывать ее, убивая всех ЦРУшников с помощью снайперской винтовки. Все правильно. Предполагается, что ты должен ехать через туннель, расположенный неподалеку от... Ну да, типа, одна из главных причин, почему опять современный сеттинг, потому что Rockstar уже не хочет уходить от телека, мобил и прочей этой хуйни. Типа, вон они и так попытались из Дикого Запада в RDR 2 сделать какой-то анал-карнавал, где, блядь, было все. А потом еще и по финансам сильно это не отбилось по ожиданиям. Поэтому я-то понимаю, почему современный сеттинг, но от этого грустнее, менее грустно не становится. Типа, я просто представляю, если бы они хотя бы вот толику какого-то безумного дроча на детали и атмосферу из RDR 2 вложили вот в новую GTA Pro 80-е, там, типа, про... Да про любой, блядь, город 80-х. Не обязательно Майами. Там или 70-е, окей, пускай уже 80-е были, 70-е. Нью-Йорк 70-х, например, вот. Примерно то, что было Warriors, там, вот, кокаин, возникновение порноиндустрии. Вот это вот все. И то есть, ну, вот, насколько это было бы там, или Лондон, какое они могли бы отгрохать. Вот, а вместо этого у нас тверкающие жирухи в ТикТоке. База Фил и Кэссиди. И суть такова, что если следовать миссиям в хронологическом порядке, предложенном разрабами, то задание по перегону бронированного лавовского фургона через этот самый туннель проходится до доставки продажного копа в аэропорт. Ладно, я понял. Тут лорный спор вообще о том, как проходить финальную миссию. Я верю. Давайте больше. Брое налить. Лишь разработка которых начнется. Я верю, что ты лоровед трешки. Молодец, бро. Вот, реактивный ГТАшник. Как я понял, на него большие надежды у всех. Думайте, что хотите, но я всегда орал в голосину при виде попыток разных обиженных выбиться в люди посредством впаривания таким же дурачкам своего безобразного говноконтента. Каждая попытка этих юродивых прыгнуть выше собственного чуба вызывает у меня исключительно едкий хохот. Ведь как глаголил в свое время Тайлер Дерден, как перья не цепляет цепленка местальщик. Наш сегодняшний подобный как раз относится к той самой категории юродивых, которые ныне заполонили Рунет чуть менее чем полностью. И тем страннее мне признаться видеть, что он далеко не такой популярный, как его... О, кстати, да. Еще один пункт для бинго-предсказаний GTA 6. Будут камео современных звезд настоящих. Это сейчас очень популярно. Мне кажется, Rockstar не смогут пройти и будут реально камео в сингле, чтобы потом реально продавать. Ну, вот как сейчас в Фортнайте Питер Гриффин и Солид Снэйк. Вот это вот все. Скажем так, менее талантливые коллеги. При его данных ему уже давно пора сидеть в кресле женихана давай поженимся или фристайлить на каком-нибудь очередном рэп-баттле. Ну ладно, хватит трепать языком, поехали. Ах да, чуть не забыл. Не удивляйтесь, если местами будет казаться, что у него футажи перескакивают слишком резко или реплика ссылается на кадры, которые вам не показали. Питывать ушами его сексуальную дикцию это примерно то же самое, что слушать охуительные истории поэтому я вырезал примерно третьего бессмысленной хуйни, оставив лишь самое конкретное. Миссии в GTA являются визитной карточкой бандитства игр с е... Я даже включу обратно нормальную скорость, чтобы послушать этот морфер. И бандитство покойников GTA в первую очередь оценивают именно ка... А в GTA Online уже есть камео от реальных рэперов. Оу. Оу. Ладно, теперь вопрос. Если я зумерок, пожилой зумерок, бумерок, у меня есть Xbox Series X, а в гейпасе есть GTA, могу ли я без лишних капиталовложений пройти весь какой-то сюжетный контент, который есть в GTA Online? Или мне нужно будет какую-то хуйню опять покупать? Геймпас проплачен. Вот в чем вопрос. Могу ли я, у меня есть кореш тоже с Xbox, можем ли мы просто сесть и нормально пройти вот все то, что там за 10 лет навалили? Нет. Да. Мнения разделились. Да скины мне насрать на скины, я хочу миссии. Продали-ка ты онлайн реперками верту, жесть. Спасибо, Шабалдинский. Да, как про реперков-то услышал. конечно, за Ксиминога там можно поиграть. Так, ребята, и за славу-то, небось, Мерлоу. А кто не захочет-то? Я тут решил режим сна восстановить, постараюсь под утро не лечь спать. Надеюсь, ты мне с этим поможешь, Шабалдинский. Вот тебе пиздат и тьяк нам с паузы. Спасибо, Шабалдинский. Не, я просто вспомнил, у нас с другом, с которым мы проходим игры в коопе на иксбоксах, уже начинают заканчиваться триплэй-игры с онлайн-кооп-компанией. И тут я вспомнил про то, что вообще-то на лопате выдали типа GTA полноценную пятерку. И как бы... Когда-то мне, по крайней мере, было любопытно взглянуть, что же там такие за ограбления есть в онлайне, но у меня тогда было только прошитое PS3. Кстати, реактивному GTA-шнику сейчас 28, он на стриме часто глянчит бабки на комплектующие для своего бомж-пк, который врубается прямо во время стрима. Прямо как Дмитрий Киселев. Чтобы начать квест, нужно купить ангар, коуп-бар, а они стоят много миллионов. А, блядь. Думайся, это мной из-за первого класса не будет. В Яндексе в рекомендациях под описанием Rare Replay есть игра Rape Lay. Японский симулятор из насилований заставляет задуматься. Ага, часть медицины доступна сразу, а вторую придется заниматься гриндом, покупать бизнесы. У реактивного GTA-шника однажды очень жестко залагал комп, и стрим начался с того, что он орет и бьет по монитору отверткой. Тормосянский комп называется на ютубе. О, спасибо. Это деду надо. А, вот, все, понял, нашел. Коопные резиденты пройдены уже. Окей. Продолжаем погружаться в роль в лор реактивного GTA-шника. ...заданий, а уже потом обращают внимание на другие аспекты. Ну, нихуяся, гангстер-эпер за кадром. Я вот решительно не могу понять, почему каждый дефективный черт норовит заделаться контент-мейкером. Я, конечно, и сам не претендую на премии лучшей дикции 2007-7, но, тем не менее, по сравнению с этой вороной аж гордость некую испытываю. И отнюдь не за то, что могу говорить как человек. Вовсе нет. Все мы по природе своей отличаемся. Все мы имеем некоторые дефекты... Окей, Арториас, ну, посмотрим, насколько у нас получится вообще сколотить какую-то банду и делать это вдвоем. ...экты и недостатки. Ну, сука, неужели утипанят никакого понятия, что прежде чем лезть в контент, неплохо бы сперва исправить свои логопедические косяки. Я искренне горжусь, что будь я на его месте, я никогда, слышите, никогда не полез бы к микрофону, не выправив это гавканье в нормальную человеческую речь. Ну, а теперь давайте вернемся к его самому первому изречению. Миссии в GTA являются визитной карточкой бандитства игр серии. Открыто заявляю, что чел несет ебучую хуйню, потому что каждая игра из серии GTA в первую очередь ссылается своим открытым миром. Убери открытый мир и любая игра серии была бы обыкновенна посредством 3D-экшн. Да, и ваут... ваут пройден, и в Тейксту тоже пройден. GTA 3 стал своеобразной революцией в индустрии. Ну, еще не все, но почти все. Именно благодаря... Даже Dead Space 3 в Коопе пройден. ...му неподражаемому на тот момент Open World, ибо ближайший конкурент в лице Driver 2 хоть и давал возможность кататься по городу... Хейла уже почти все пройдены, поэтому реально мы намели. ...бродить по нему пешком. Конкуренции совершенно не выдерживал, потому что делать в городе было решительно нечего. Значимость миссий не только в GTA, но и во многих играх в принципе вы же сюжетные задания самые интересные... Не, все в Сивс... Не, 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 не. Здравствуй, Хелик. ...несное, на последнее место я... Да играйте в гейшит импакт вместе будет очень романтично. ...поставил сюжетные задания в GTA 4. Ни декого не секрет, что именно в этой игре выдаваемые миссии являются наиболее слабыми, если рассматривать интересность их прохождения. Неплохо было бы пояснить, что в миссиях является тем самым критерием, отвечающим за интересность. Что для тебя является тем самым значимым фактором? Продолжительность? Динамика? Экшон? Разнообразие способов прохождения? Почему я вообще... А в Saints Row 3 можно компанию в коопе? Ну, кстати, можно перепройти тогда сань... Святого этого, Святой Рэд, потому что я его последний раз... О, спасибо за рекомендацию, реально можно в Saints Row побегать. Во время просмотра должен такие вопросы задавать. Не, фулс, не играл. Для меня NFS мёртв уже больше десяти лет, типа мне уже похуй нахуй на него очень давно. Сам придумал идею для данного топа. Так аргументируй, ёбище. Несмотря на это, поначалу четвёртую... Армия в ту не хотим, армия в ту слишком какое-то поебанное. Да, проходить даже интересно. В первой четверти прохождения... А, дайнлайды в коопе есть. Кстати, спасибо, дайнлайды. В принципе, можно. Здравствуй, Ладикки Сулькин. Имеется относительное разнообразие... Если играть на двоих, называется собачий кайф. Я за Данич. То нас просят отвезти бухого романа до дома в самом начале. Потом свидание с Мишей. Драка с албанскими гополями. Есть даже нестандартные диоклассические ГТА задания. Зарискировать электронный ящик в интернете. Чего и близко нет в 3D в Сиеной. Потом выдают миссии, где нужно ехать на грузовике. До отказа набитым взрывчаткой. Вот в который раз убеждаюсь в фимозности ГТА комьюнити. Из 88 миссий, представленных в ГТА 4, это чепушило называет интересными то традиционное тягомотное говно, от которого любого нормального человека просто блевать тянет. Подвозить бухого романа? Играть в боулинг с безмозглой шлюхой? Регистрировать e-mail? Это по-твоему интересно? Он же по-моему сказал, что это наоборот неинтересно. У тебя, блядь, хромо... Ну, фир-3, да, вот. А сом, сколько? На первых порах четвёрка старается радовать разноплановыми заданиями. Получается, это у неё хоть индяйно, но в разы уста того, что... Из-за тебя у меня опять режим по пизде. А раз смотрю и расскажу, значит я собака, ты собака. Хотя нет, это не то. Жив-то-ничо-чо-упячка-упячка-упячка. Шичло-попячется-попячется. Попячется. Сани реальные диетические фрукты. Один без соли. Свобода, равенство, упячка. Балетечка. О-ло-ло. Балетечка. О-ло-ло. Да. Это именно оно, Элориан. Yep. Ну вот Кейн и Линч. С Кейн и Линчем проблемы. Первого Кейна и Линча нету по обратке. Второй по обратке есть. Но я хотел бы оба пройти. Но Кейн и Линч, они проваляются буквально за вечерок, поэтому... Не, ну Дайн Лайн. Вот Дайн Лайт хорошая темка. Вот можно Дай Лайн побегать. Дайн Лайт, господи. По-моему, даже у него кореша он есть на аккаунте уже. Ой, Эверкук-то я пытался, чё-то не зашло. Вы увидите в дальнейшей части прохождение. Примерно ко второй-третьей GTA 4 начинает скатываться в рутину однообразных заданий. По мере прохождения сюжета игра начинает делать упор на однообразных перестрелках. И чем близо вы будете доходить до финала, тем больше... Четёрку мы уже прошли. Мы изначально с ним сели, так сказать, собрались пройти все серии, все части Хейла в коопе. И как бы у нас игры вроде Хейла богатый, четвёртый Хейла и ЭДСТ проходятся за два захода. Просто типа вот в один день начали, на следующий день закончили. И вот мы вот уже половину пятёрки прошли. То есть там ещё вот один вечер созвонится, и пятёрка будет пройдена. То есть реально хольцо заканчивается. Не придётся расходовать финн. Не, Кёрст Крусейд впервые слышу. Это есть на Иксбоксе? Нет, чтобы наспеговать его в тела многочисленных неприятий. Сорян, Игорь. Но думаю, найти человека для онлайн-прохождения Хейла не так сложно. Вы только гляньте на эти изысканные речевые обороты. Вот, кстати, именно с ним мы играли в новых Battle Tots, ещё с одним чуваком. Там же как раз мультиплеер на троих. Можно сделать. Вот мы втроём играли в новых Battle Tots, и вот так мы и пришли к выводу, что это хуйня говна. Сам придумал или репетитора нанимал. Лучше бы ты нанял пару халуев, чтобы тебе вправили челюсть. Потому что мне аж напрягаться приходится, чтобы понять, что ты там прокаркал. А вообще, GTA 4 примерно ко второй... В Castle Crushers мы вот, кстати, с ним играли ещё 10 лет назад. Типа... Первые какие-то лан-пати на PS3 ещё. Свои трети превращаются в отличный 3D-экшен, в котором благодаря физике и баллистике действительно интересно стрелять. К тому же многие задания можно проходить самыми разными способами. Я, например, перепрохожу четвёрку каждый год с момента её выхода. И до сих... Пиздец. До сих пор нахожу какие-то необычные пути прохождения миссий и интересные геймплейные фишки, о которых даже не подозревал ранее. Например? Прохождение наибуя сильно заметен... Да, Филу понравилось. Пиксель Дэвилу понравилось. Творческий кризис рок-старов. Конечно, Рэббит. Создание основных заданий. Ведь на последний... Ну вот Бро Форес ещё, да, из вариантиков Бро Форес. В 10 миссиях нам ничего, кроме перестрелок и бесконечных убийств, почти не дают. Тише, тише, успокойся. Не захлебнись там, смотри. Зачем так волнуешься? Никто тебя за твой говноконтент пиздить не будет. Максимум по щеке потреплют, да в руки нас сут. Это ж не смертельно и почти не больно, так что расслабься. Игра превращается в симулятор безбасного хитмана, где вместо тихой работы мы крошим десятки противников, и это не есть гуд. Благо, хоть сюжет и концовки спасают четвёрку от полного фэйла и скучной рутины. Как? Как концовки могут... А я не люблю лего-игры, поэтому даже если бы там был онлайн-кооп, я бы такой... Эх... Спасти игру от скучной рутины. Если скучная рутина, потом... Лороведы реактивного GTA-шника. Что ещё у него можно глянуть? Из такого, из максимально проклятого. Две последних трети сюжетных миссий, которые... Неша за комиссар, не проходи. Хронологически идут до этой самой концовки. Это типа... А, кстати, есть же, да, по обратке Дабл Эйджент. И там есть отдельная коопная компания. Да. По-моему, в Теории Хаоса тоже есть отдельная коопная компания, нет? Да, есть ещё одна игра, где можно играть вдвоём. Это World of Tanks во взводе. А по моей ссылочке... Играл, мучился такой от скуки. А потом бац, увидел концовку и резко забыл всё плохое. На четвёртой строчке у нас расположилось GTA 3. В третьей GTA. Миссии берут своей безбасностью и хардкорностью. И, пожалуй, в этих... Вообще, конечно, да, забавно, что, ну... Я жил во времена, когда в GTA играли абсолютно все. Все знали GTA и все, типа, любили GTA. Это вообще не обсуждалось. Но почему-то таких интересных личностей я не встречал. Типа... Единственным контент-мейкером по GTA, которого я знал, это был я сам. И я делал машинимы по Сан-Адреас под Арию. И, в принципе, и нормально было. Нормальной машинимы сейчас не стыдно показать людям. Какой годнота. Вот. Типа, вот эта вот вся культура какого-то проклятого GTA-контента, она вот мимо меня абсолютно прошла. Да, в Warface можно побегать. Не-не, в Far Cry 5 там хуёвенький кооп. Там, типа, у второго аккаунта вообще ничего не сохраняется, поэтому в пизду. Мы об этом думали, но нет. Пятый Far Cry отметён. А, и Скотт Пильгрим, опять-таки. Скотта Пильгрима мы играли ещё лет 10 назад, когда он вышел. Типа, ну, такое. Слишком хардкорный. Мы не фанаты битмапов, чтобы там в 3 погибели сосать у всех. В аспектах сюжетных заданий у GTA 3. Да и не фанаты Скотта Пильгрима. Не отнять лидерство среди всех. А, в Снайпер Литах есть кооп. Ага. В третьем Far Cry есть кооп. Ага. К игр с Ильей. О, в Rage. Вот, кстати, Rage я бы перепрошёл. Правда, конечно, консольная версия будет выглядеть не очень. В общем, наверняка запоминаешь задания с эпичным подрывом рыбного завода Трят. Да что у него за мания, блядь, к тупым и скучным покатушкам с бомбой на борту. В четвёрке ему нравилось грузовик гнать по прямой. Теперь вот и в третью ему это нудятина по душе. Может тебе пойти, наконец, сделать обзор на дальнобойщиков? Пошёл ты нахер, козёл! GTA 3 может удивить примерно четвертью своих миссий. Остальные задания являются пусть не менее безумными и отбитыми на всю голову, но выполнять их не так интересно, как наборы беспредела перечислены... А, в Space... О, у него Space Marine есть на аккаунте. Вот это хорошо. Ха. Не, мы на боксе, Денис, на боксе. Окей, Блэклист. Но Блэклиста на аккаунте вроде нет у него. Но должен признать, что миссии в GTA 3 всё же неплохие, и они на голову выше, чем в GTA 4. Но восприятие их прохождения портит серый город с вечно дозривой погодой. Уверен, если бы серый Liberty City заменили на какой-нибудь более солнечный город, мы бы смотрели на миссии в GTA 3 совсем иначе, и смогли бы их даже поебить, и сделать из них пару десятков мемов. Если чего и стоит сделать пару десятков мемов, так это из твоих видосов. Потому что у меня просто цензурных слов не находится, чтобы описать всю ту ебанину, которую ты изр... Реактивный GTA-шник хейтер Сан-Андреса, потому что она собирает больше просмотров, чем остальные видео. И вообще GTA 5 лучше. Она же новее, и графика новая. Ещё и фанат Definitive по той же причине. А, в Space Marine не компания. Не, ну тогда такое неинтересно. Всякие типа челленджи, ты против бесконечных противников, нет, это неинтересно. Хотелось бы именно, чтобы вот полноценную игру по сюжету пройти в коопе. Вот это самое то. Реактивный GTA-шник. Ещё и фанат Айтипедии. И сделал ранее видос про сборку для GTA 5. Есть нарезки стримов реактивного GTA-шника, где он орёт, и возле него проходит его бабка 90-летняя. Либо где он также орёт, пока на его фоне на кровати его младший брат спит. А магика разве есть на консолях? Это же вроде бы ПК-эксклюзив с управлением с мышки. Ровно два вопроса. Один. Как связаны погодные условия в Либерти Сити с восприятием прохождения миссий? Два. Что это, блядь, за термин такое? Восприятие прохождения миссий? Что это за хуйня? Не, в Алдеринге вроде полноценного коопа нету. Там только такой. Мне кажется, инвейды всякие. Инвейды-инвейдики. А, в Warriors есть лан-кооп. Прикольно. Хуйня какая-то. Я, конечно, слышал как-то раз, будто бы аутизм — это новая ступень эволюции. Но чтобы так... Что? Так жёстко эволюционировали. В Твиттере написали. Я вот поэтому, вероятно, и не могу раздуплить, что он имеет в виду. Ну, типа, он эволюционировал настолько, что его шикарные умозаключения могут понять лишь другие полубоги. А простым смертным, типа, меня... Не-не, мы же эти консоли-бляди диванные тупые. Ладно, просто консоли-бляди, так ещё иксбокса-бляди, поэтому тут вопрос всего, что есть на боксе современном. Не, а это недоступно. Середину топа заняла легендарная Вайл-Сити. По сути, Вайл-Сити нам предлагает примерно то за сам... А как найти это недрак? Самая стойка ТА-3, но в бое позитивных красочных тонах манящего плязма города. И чуть... Ну, шестисотый Мерседес розовый. С меньшим градусом безумия. В Вайл-Сити есть немало миссий, где нужно действовать скрытно. И даже... Меродаки из киносферы знают этих актёров из дальнобойщиков. Один спился и помер, а старый сейчас зетник и поссорился с роднёй из Харькова. Выдавать себя за другую личность. Например, миссия с убийством лидера Гайтян, где мы переодеваемся в обычае кубинца. И так же, как и в любой... Мы достигли файлов смерти. Дамы и господа, я вас поздравляю. Окей, я верю, это не школьник. Это не школьник, и это ещё более пугает. Бродерлендс? Не, не проходили. Вот, кстати, можно. Мой как раз кореш-фанат Бродерлендс. Я, правда, не уверен, блядь. Там, во-первых, этот реддитовский юморок. Во-вторых, просто вилкой чистить все циферки вот эти вот как-то. Эх, зэ. Да, МБ-пакет от мира ГТА. Так вот, кому бы все хотели позвонить, да. Да, скуфёнок Кузя. Так, стоп, у него там спадает маска ХК-2000 на наследних кадрах. Ну-ка. А. Кстати говоря, обратите внимание, что в третьей части тоже было несколько миссий, где вам надо было срывать сделки, выдавая себя за участника противоположной банды. Но про них этот... Эээ, гирьки, да. Почти, ну, типа, гирьки... Я почти прошёл, а перепроходить мы с Филиновым забились, поэтому гирьки вне уравнения. Клоун, ни слова не сказал. А ещё обратите внимание на логотип в левом верхнем углу. Этот долбаёк настолько не... Парился, что использовал чужие футажи для своего ролика. В этой части GTA Rockstar... Ну ладно, Ластбулит. Но опять-таки вопрос, чё там с версиями на боксе? Насколько они хорошие? Стары, отлично постарались сделать разнообразные... Не-не, Вольфенштейн, Янгблат, не-не-не-не-не-не-не-не-не. ...честные задания, которые, как минимум, не стыдно смотрятся даже на фоне современных игр. White City, конечно, далеко не такая прососная часть, как та, что была после неё, но, тем не менее, она всё равно берёт защику у тройки. Как минимум потому, что по достижении определённого уровня прогресса... ...реактивный GTA-шник, ещё и Z-ник, часто катался в Крым с родителями, и когда ему задонатил чел из Украины, он его назвал нациком. ...сбрасывает темп, в принудительном порядке заставляет вас покупать разные имущества и заниматься сопутствующими ванилами против продажи мороженого, разбрасывание над городом флайеров на уродском самолёте, унылых лодочных заездов. Разве Dead Rising есть полноценный кооп? Кстати, в четвёрке, да? В четвёрке же, по-моему, завезли коопчик, нет? Шестой резик в очереди. И в этом, в Sunset Everdrive нету коопа? Ещё из лора реактивного GTA-шника, его серия спидранов кончилась на DLC для GTA 4 за малого количества просмотров. В четвёртом... Ага. Вот это классно. Вот Dead Rising в коопе, мне кажется, прям хороший экспириенс. ...на время и прочее... В Darkness 2 есть отдельная кооп-компания, господи. Типа один управляет левым щупальцем, а другой правым. Неимоверно тупого говна. Бля, прикольно. Вот это я второй Rising перепрошёл. Конечно, в коопе там, наверное, вы постоянно будете проёбываться, и все вокруг будут умирать, но в этом же и смысл. Ну, Portal 2 — это понятно, да, Fallout 76. В ролике, как я играл в GTA San Andreas, реактивный GTA-шник рассказывал историю, как его друг удалил его стопроцентный сейв, и он за ним бегал с ножом. Ещё реактивный GTA-шник — дикий фанат Тревор. Он обсасывает этого персонажа и игру, но фанни-факт в том, что он GTA 5 даже не прошёл. Когда он стримит, ему им в донатах кидают спойлеры. Сука. Окей, спасибо. Друзья, вот Dying Light, Dead Rising и Sniper Elite — это прямо выглядит как то, что стоит погонять в коопчике. Прямо будет хорошо. В колде в третьем Блэкопсе вроде есть кооп. Ещё где-то. Уже банально за эту бредовую геймдизайнерскую идею дебильная Vice City не может стоять выше максимально сбитой и лишённой каких-либо проседаний третьей части. В тройке вся занудная ботва приходится на самые первые пять миссий, которые пролетаются минут за десять. А дальше игра уже темпа не сбавляет. Чую, что сейчас малолетние олдфаги снова залопят своими писклялыми голосочками по той причине, что я поставил их ненавистную GTA 5 на второе место. А тебе самому-то лет сколько? Я сейчас не про паспорт, я про умственное развитие. Даже если бы я резко эволюционировал в аутиста и внезапно забыл всю твою вышесказанную хуйню, уже один тот факт, что в твоём топе GTA 5 находится на почётном втором месте, а сунь в Андрея на первом, одна хуйственная не дал бы мне усомниться в том, с каким малолетним кончем я, в общем-то, прямо сейчас имею дело. Многие говорят, что в HD вселенной Rockstar разучились делать интересные миссии, отдав приоритет совсем другим вещам, таким как проработка деталей до самых незаметных мелочей. Проработка деталей? Ну, это правда, так оно и есть. Да, в Батл-Сити есть кооп. Один экран, четыре джойстика, восемь-восемь бит. Какой ты совсем дегенерат на видео, просто пиздец. Ещё и четвёрку не уважает, а кооп из Студит Райзинга 2 как минимум. В Митим, вероятно, тоже. Ещё Ласт Планет 2 с копом за цене. Охуйная тема. Третий Дед Спейс можно в коп заглянуть. Под пивко пойдёт. Третий Дед Спейс как раз пройден на прошлой неделе. И, конечно, да. Это могла бы быть очень хорошая игра, но, видно, электроник Артс выкручивали яйца. И, конечно, в общем, в итоге мы третий Дед Спейс допробегали уже с чувством, поскорее бы, блядь, эта хуйня закончилась. То есть, главный пранк третьего Дед Спейса, это когда тебя за игру, типа, раз там, ну, чуть ли не 10 раз тебе подкидывают дополнительную миссию, которая обставлена там по сюжету. То есть, ну, это выглядит как полноценный хороший контент. Но, ну, если в космосе, где ты начинаешь, там дополнительные миссии ещё нормальные, то на замёрзшей планете дополнительная миссия, ты ты каждый раз идёшь по одинаковым, одним и тем же коридорам в одинаковую, одну и ту же комнату, и в конце получаешь сундук с говном. Вот. Только каждый раз у этого разное сюжетное обоснование. Потом каждый раз, так сказать, иллюзия выбора, каждый раз ты всё равно идёшь в одну и ту же сраную комнату. И вообще неважно, типа, под каким предлогом вас туда заманивают, всё равно, как бы, комнатку зачистить придётся, пока сундук спускается на лифте. И, в общем, да. Конечно, очень печальный конец истории, вот, всей этой Дед Спейса. И, как бы, да. Эффективные вы наши менеджеры из Electronic Arts. То, что они сделали с мёртвым пробелом, это просто пиздец, типа. Да, чё, третья часть довольно успешной серии космо-хорроров. Ну, это будет кооп-игра с внутриигровым магазином. Ну, и сюжет, конечно. Там сюжет, это просто, ну... Эти сюжетные ходы, ходы, эти диалоги. Ну, короче, в коопе, в принципе, можно пробежать до Дед Спейс 3. Конечно, под конец надоест, но разочек, наверное, должно хватить терпения у всех. Единственное, что, конечно, не ведитесь на ловушку, не идите на дополнительные миссии. Это самый ебаный филлер. Вот, игра и так сильно растянута. А так, в принципе, разок пробежать можно. Могу порекомендовать, но только в коопе. Вертолёт, ещё раз привет. Скидываешь из-за контентича с реактивным, как ты и просил. Спасибо большое, Шики. Это мы смотрим. Кого пить лодовое ягодное, пить можно. Ну, конечно. Супер, дешман, ПК под GTA 5 и RDR 2 за 18 тысяч рублей 20-20. Так. ПК сборки-то мы уважаем. Помните, как мы смотрели обзор чувака на мод GTA San Andreas на день победы? Парад победы в GTA San Andreas. Да, было время. Год назад, например. Полтора, полтора года назад где-то. Особенно в GTA 5 она на уровне, ага. Чё ещё расскажешь, опущенец? Однако миссии в GTA 5 очень хороши, но немного не в том смысле, в котором вы привыкли воспринимать хорошие задания в GTA. Приведу пример. Скиф и Дэв вызывают троицу героев на похищение... Вот тебе ещё ж из-за контента ты собака с бутылкой от крышечки. И-и-и-и-и, спасибо большое. Спасибо. Крышечка. Крышечка, крышечка, крышечка. 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 Оба персонажа улетают прочь, отбиваясь от вранских вертайотов. Видите, какая интересная... У него ещё есть дополнительный канал по НФС, он называется Шепелявый. ...задумка, шостная структура и отличная реализация у этого задания. Всё, что я вижу, так это тотальный беспросветный фимоз головного мозга у Дундука, бубнящего за кадром. Вся эта псевдосложная структура миссий абсолютно одноразовая, ввиду отсутствия какого-либо игрового челленджа. В любой непонятной ситуации игра заботливо переключит вас... Короче, в FullWall заходишь в гайды Steam, гайды GTA 3, находишь... Там есть гайд, называется GTA 3 Classic Reborn. Гигантская статья, там, на русском языке, в ней есть ссылка на Яндекс.Диск с готовой сборкой, портативной, где, типа, всё уже установлено, так сказать, не вырезано, не перекодировано, всё накачано, устанавливаешь, играешь, вот. ...на другого персонажа, после чего миссия... Чего даже не устанавливаешь, распаковываешь архив. ...завершится чуть ли не сама собой, не оставив после себя ни малейшего послевкусия. Это работало бы, если бы игра была кооперативной, ибо лишь в этом случае подобная замороченность позволяла бы вашей банде прочувствовать весь дух слаженной команды. Ну вот, кстати, да, типа, это абсолютно легитимная претензия ко всем современным играм Rockstar, это просто одноразовое кинцо. И даже вот перепроходя первый RDR спустя, типа, 13 лет, всё равно второй раз это кинцо уже как-то особо не заходит. Типа, я реально, я с лета не могу себя заставить сесть и допройти наконец-то компанию первого RDR, хотя уже в конце я уже попал там в этот, как этот большой город назывался. Ну, короче, финальный акт, но типа, блядь, как же мне заебало слушать экспозицию со всех сторон. ...на работа и чёткого распределения ролей. А когда ты... Вроде нельзя варан, вроде Classic Reborn на Steam Deck не шла, но это было где-то год назад, то есть может быть уже идёт. Есть какая-то другая сборка хорошая трёхмерных GTA для Steam Deck, но не помню, как она называется. Ты сам себе и чтец, и жнец, и на кожном тромбоне игрец, всё, что... Нет, конечно, хейт. Я никаких ссылок никуда не даю. Чувствуется, так это неимоверное раздражение. Из-за излишней затянутости и абсолютно не работа... Blackwater, да. Ну, вот есть, да, альтернативный типа Sourceport, но я не знаю, насколько там хорошо или плохо. Как бы... В принципе... Мне кажется, и варианты, где патчами в оригинальную версию возвращают контент, тоже норм. Так не на Steam-овскую, а вместо Fools. Я говорю, открой статью, почитай, там всё написано, там не вместе, а вместо. Ты просто качаешь архив, распаковываешь, играешь. В этом архиве уже есть вся игра, да? В гайдах Steam'а лежит ссылка на архив с игрой бесплатной. Сходящей механики присутствия. Это когда все протагонисты вроде присутствуют на миссии, но им уделено по минимуму времени. И целостность самой миссии попросту рушится, из-за постоянных перескакиваний с одного двуногого барана на другого. В GTA 5 прекрасные миссии, но у них есть две проблемы. Во-первых, они почему-то не особо запоминаются. А во-вторых, их не особо тянет перепроходить во второй раз. Поэтому я отдал пятёрки из второе место. Блять, вы видите? Он... Вам сам говорит, что здесь миссии не запоминаются, их не тянет перепроходить. Так с какого хуя он тогда игру в топ-2 заносит? То есть ты сидишь такой на жё... Русяич недоволен тому, что вы не оценили Акари Нофф Тайм. Ты думаешь, вот вроде миссия понравилась, а вроде и не помню, что там было. Да и перепроходить как-то не тянет. Чай тупая Америка. Ты понимаешь вообще, что это так-то тройное противоречие, уёбок ты ебаный. Двойное отрицание. Но чемпионом сегодняшнего топа стала ГДАС. Ещё не заказал Алекс, но уже есть план. Да, чуваки. Несмотря на то, что я об этой игре за последние месяцы высказывался... Охуеть! Вы тоже видели, как машины перегораживающий путь просто-напросто взорвались, стоило двум уголькам лишь коснуться колёсами сходня автовоза? Вот как такое говно в здравом уме вообще могло попасть на первое место? А, ну да. Автор топа ебучий дундук. Едем дальше. Я не могу не признать, что у неё самые интересные запоминающиеся или играбельные миссии во всей бог... Почему его шепелявость так хорошо сочетается с Морфером? Гатый сильник, да. Я сам до сих пор гадальность... У него реально пропадает карьера человека, типа... Раньше такое показывали, знаете, в этих телевизорах, которые в автобусах. Вот, там всякие скетчи. До этого ещё на телеканале Перец такое было, ну а сейчас такое в Инсте показывают и в ТикТоке. Озвучки смешным голосом. Как бы, мне кажется, в нём пропадает великий актёра звучания всратых скетчей. Это рецепт, который Rockstar Games использовали в далёком 2004 году. Вроде бы по разнообразию и наполнению миссий, ГТА сам не сильно ускакал от Вайсити. Но это нисколько не мешает нас воздаться очередным уже фиг с... Нефть... Нефть... Я даже и произнести так немного... Нас... 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 Золотая лимитированная женщина, обратите внимание. Предзаказная. Платный скин золотая женщина. ...которым по счёту... Блядь, вот вы просто взгляните, что он показывает. Я думаю, здесь какие-либо комментарии будут лишними, и вы сами понимаете, с каким недоразвитым животным мы прямо сейчас имеем дело. Хотя, пожалуй, нет. Не хочет оскорблять животный мир таким отвратительным сравнением. Я знаю, Верн. Там ещё есть тепелок. Я думаю, здесь какие-либо комментарии будут лишними, и вы сами понимаете, с каким жалким биомусором мы прямо сейчас имеем дело. С Кузей. Пошёл нахуй, Кузя. Тебя здесь не уважают. Никто тебе не будет звонить. Но всё же попробуй посмотреть до конца. У Сандреса есть харизматичные персонажи, способные с первой минуты навсегда засесть в голову. Хороший сюжет. Несколько городов, которые нас поочерёдно перекидывают, и всё это в совмещении с незабываемой атмосферой, качественными и с любовью сделанными миссиями с самого разного тока, превращают основные задания в главную физку Сан Андреса. Все перечисленные геймплейные новшества лучшим образом повлияли именно на миссии. Какие нахуй перечисленные геймплейные новшества? Где ты их перечислил, блять? Ты сказал, что в игре харизматичные персонажи, хороший сюжет, несколько городов и незабываемая атмосфера. Какое отношение весь этот суповой набор имеет к геймплею безмозглый ты пень? Так более того, всё эту субъективную ёбань я, например, могу отнести к GTA 4. Что там, нет больших городов? Или может сюжет там хуже? Ну что за тупой пёс просто? Есть буквально песня про большие города. Это пиздец. Не знаю, удастся ли в GTA 6 рокстарам создать такие же изумительные миссии, как в GTA 6. Но давайте верить, что у наших любимых разработчиков это получится. Чуваки, вы не серчайтесь, что я расхвою Сан Андрес. Конечно, я не горд. Я никогда не говорил, что буду его хейтить. Я негативно отношусь только к её фанатам, которые перекочевали из Майнкрафта. Бля, пацаны, я больше не могу это слушать. Я честно пытался в анализ, в логику, но этот чел просто наглухо отбитый бес. Я больше хуйни не слышал с тех пор, как работник конвейера, ёбнувший с жалпом гранёный стакан технического спирта, заявил мне, что когда его еле откачали со вздувшейся поджелудкой, бухнины тут ни при чём, а панкреатит у него от нервов. Так что давайте, блять, пока я не взорвался от этого даунского чириканья, лучше перейдём сразу к выводам. Как вы и сами, в общем-то, могли заметить, наш сегодняшний подопытный имеет довольно слабую связь с реальностью, и просто стабильно извергает из себя потоки разной несвязной хуйни. Во время просмотра оригинального видео у меня сложилось стойкое впечатление, что пацан попросту забыл принять свои волшебные пилюли и вошёл в состояние духовного бунта. Но вся проблема в том, что анализом духовных бунтов в нашей стране обычно занимаются санитары, а у меня, к сожалению, подобных полномочий нет. С другой стороны, как я говорил в самом начале, подобные слабоумные легко находят себе место на эфире... Не, показали немножко Unicorn, можно что-то глянуть. ...где подобно карликам с комарохом веселят народ своими великолепными перформансами. Искренне желаю данному персонажу бросить YouTube и начать лепить горбатого исключительно с голубых экранов зомбоящика. Так... Ура! Давай быстрее б***ь запускайся тв**ю гадёвучая нах**ь! Давай быстреееей! Быстреееей быстреееей быстреееей! Тормасенский комп б***ь! Улебан х**ев! Супер тормосян, блядь! Ебучий твой лёган, блядь! Друзьяй! Забудайте, блядь, блядь, тормосян ебучий! Быстрее! Быстрее, блядь! Куда выходит, если вы победите, заведите мазу с тормосянкой, ебучий! Армянский компьютер, блядь! Блядь! Армянский компьютер, блядь! Ебут хренов! Говно ебаная и компьютер! Пиздец, суха! Давай послеть новостям! Давай послеть, суха! Ну-ка её кончить, блядь! Суха! Ебут хренов! Блядь, блядь, сука! Теперь у него на стриме ещё и стрим пошёл в повторе. Да, наконец-то его немецкого мальчика пересняли в ВСЖ. Блядь, блядь! Вот ебочий компьютер! Снял, блядь! И завес! Завес он, блядь! Завес, сука! Глюкан странный! Слева за этого он открылся! Блядь! Сука! Навизу его! Блядь! 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 Пиздец, сука! Думаю, будет риплет! Тебе рассказывали о том, что реактивный GTA-шник в своё время... Блядь! На школьника трольно пытался нанять киллера. Собирал донаты на это, наивно полагая, что через сторону идёт кого-то. Как Этипедия буквально давно. Кстати, да, напоминаем, что Этипедия как-то раз угрожал расправой через Даркнет своему обидчику. Блядь! А есть нарезка про школьника и киллера и донаты на это? Блядь! Настроения нет! Время из-за этого глюкана кончено! Что ему не нравится? Комп загрузился, как мы видим. Пиздец! Господи, этот тормозян, блядь! Гипертормоз, блядь! Он только сейчас все удомения начал прогрузать! Сука, блядь! Стормозянская! Давай, блядь! Давай, блядь! Давай, блядь! Давай, блядь! Не знаю, Стивен какой создан. Вот у Ключа... Ключа, блядь! Кулича! Easter Cake Hardware. Вот у него недавно, по-моему, последний видос вышел. С советами по железу. Вот он там называет несколько топов за свои деньги ССД. Здорово, Лэрс! Как тебе, срач придворного Дауна, свалившего в Японию и командера, который стебится над ним и выделывается жильем за 1500 арендованным, отчего у придворного Дауна жопы горит, ибо он живет в комнате 8 на 8 метров без отопления и нормального спального. Где это... где? Где это можно найти? Все, что я видел из этого, это фразу в видосах командера, типа про 8 на 8. Где можно посмотреть фидбэк придворного Дауна? Пожалуйста, где это найти? Где это? Мне это нужно! Мне нужно это! В Твиттере, ага. Тогда я это изучу, наверное, на досуге. И, наверное, на следующем стриме я поделюсь с вами. В клюве принесу. Потому что, как говорила моя мама, в большой семье клюв не щелкает. И прилетала к нам в гнездо с червем. Не стоит, Ларс. Это какие-то странные модели. Кинескоп 16 на 9, то только с композитом и 60 герц. Это что-то очень странное. Возможно, это какие-то вообще промышленные диспле... Короче, не стоит оно. Не надо тебе. Сони. Что-то не то. Что-то странное. Доброе утро, Шкарлупка. Так, быстрее загрузайся! Вы в камнище! Быстрее! Ммм, блин, пиздец! Тормастиан сраный! Ну, чуваки, я на протезении этого стрима этого термастиана ебосить буду! Пиздец, блядь. Нет, 360-й бокс, либо кинескопный монитор компьютерный. У тебя же как раз есть. 360-й бокс, подруби к одному из своих Ильям, и будет тебе все как надо. Вот, кинескопному телевизору бокс 360-й уже не надо подрубать. Больше, чем в половине игр слишком мелкие детали будут. Только в самых ранних оно будет нормально смотреться. Ой, спасибо, шуки. На Линуксе вашем GTA 4 есть? Есть. Ну, самое крутое, что это реально стрим, то есть это запись стрима, и вот здесь живой чат отображается. И вот он в такт музыкальной песни подбивает отверткой по компу. Да что с переходниками срань? Тебе нужен просто VGA-кабель для бокса и гендер-ченджер, типа, и все. Вот. Или, чтобы более элегантно, этот, купи КВМ, компьютерный с VGA. Вот. КВМ и VGA-кабель для бокса. И нормально все будет. И самое лучшее качество картинки. Так что рекомендую с этим. Вот тебе, инсулкарай, на прощание пойду спать, мой сладкий бутылка в собаке. Бутылка в собаке. Крыжечка в тебе. Мур-мур-мур. А стоп, бутылка в сунь, Андрей, уже. Спасибо большое, Альфач Андрюш. Спасибо. Спокойной тебе ночи. Пускай тебе приснится нетормознутый компьютер. Нормально, Юникорн. Ну, типа, на кинескопе вообще хорошо, но в целом норм. Пойдет. И после этого вы говорите, что GTA не делает детей жестокими, а сериал «Слово пацана» не возрастит новое поколение гопников? Игра, блядь, не спускается, заебись. Самое крутое, что это был стрим все это время. Он реально, он запустил стрим, и вот пять с половиной минут происходило это, после чего стрим закончился. Пиздец. Пиздец. Да, нормально, Иван. Ну, типа, Most Wanted на 360-м боксе считается лучшей версией. Я как бы его заценил сам. И там как-то, ну, ну, типа, ну, не такие сильные отличия, как я ожидал. Но да, типа, формально Most Wanted на 360-м самый графонистый. Армянский компьютер. Армянский компьютер. Тормасьян. Ну, слушай, Игорь, нет, шпаковые НМС-это не мои далеко даже близко эксклюзивные файлы, так что тут не надо, не надо. Вот если бы он затошнальгию начал и за фурей шарить, тогда уже да. Армянский компьютер. Чё, чундук чоню это, Этлас? На удивление, у такого файла смерти, как реактивный каташник, есть очень лояльная аудитория. Ну, в основном, это либо школьё, либо какие-то аутисты. Иди нахуй, зуба, ебаная! Кому за это давить, башню? Сядь его очередь! Сыскрее! Сыскрее, беть! Ну, как уходите из дефилы, побудите, сомей, не помню, сняла, сядь ты! Ебаный! Армянский компьютер! Армянский компьютер. Вот поэтому Кома и уехал из Армении. С компьютерами были проблемы. Союз, друзья! В народе давно закрепилось мнение, что GTA 5, одна из самых требовательных игр во вселенной, которую... Нет. ...сможет потянуть из дорогущей ПК, и мне несчастному склоннику не хватает целых 100 тысяч рублей, дабы у меня появилась возможность сыграть в самую актуальную часть автогонщика лишь на минималках. Ох, блин. Я бы голыми руками притусил тех фантазёров, что распространяют эти лживые слухи. ТОП ПК за 100к для GTA 5? Мда. У неё за низкие требования, ну ё-моё! В её требованиях вообще указано... ДОСу два года, то есть он в 2021 году разоблачал миф, что GTA 5 нужно ТОП ПК. Хе-хе-хе-хе. Он тоже хейтит Раилюху. ...с вопросом. GTA-шник, почему ты показываешь всего полторы сборки ПК, а не одну, две и любое количество целочисленных сборок? Почему именно полторы? Полторы. А дело в том, друзья, что я сначала сделаю сборку для супер-бичей, у которых едва на сплебусь 250 долларов на весь ПК, чтобы они хоть как-то смогли сыграть последнюю GKE, а уже потом, путём минимального апгрейда, прокачать... Ох, я с нетерпением жду, конечно, контента реактивного GTA-шника по поводу GTA 6 и её эксклюзивности для консолей. Эм, эту сборочку до относительно жирной EGTA 5 и RDR 2 заняты голованы. Не буду больше оттянуть, переходим к самой сборке. Соберём мы у нас изначальный бомб с ПК на базе одного из самых доступных процессоров на рынке, AMD Aton 200GE. Его стоимость в моём местном ДНС 3500 рублей. За свой копейственный ценник, данный процесс имеет нереальные фичи. Два ядра, четыре потока, почти не уступающих аналогичному гиперпню и вполне неплохое видеоядро. Да-да, у этого бомб с камня есть видеоядро, которое, в свою очередь, тянет многие не очень приводительные игры, включая GTA 5. И, как догадались понимающие в железе зрители, видеоядро этого атлона нам полностью заменит видеокарту. Если говорить в числах, то справляется нас видеоядро с пятым автогонщиком, выдавая от 30 до 40 кадров на минималках Full HD. Что? Не впечатляет? Вспомните, что вы играете на видеоядре процессора, который стоит ничтозные три с половиной косаря. За эти деньги вы получаете два в одном. Видеокарту и процессор. У него ещё и фильм по игре Бетон Салдиер есть. Семь лет назад снял скрытый неоценённый гем. Спасибо. Так. Блин, я всегда... Я с детства хотел поиграть в Бетон Салдшер. Почему и с этим персонажем я начинаю находить какие-то новые пересечения? Блин, видос скрыт. Ладно, здесь не за логин. ВК. Спасибо. Ах те, легендарный Зивон с отвальным L3 кэшем. Для GTA 6 он должен накопить на армянскую PS5. Кстати, в Армении, правда, нет Xbox'ов, только Sony господство. Ну, как минимум, один бокс есть. Кома кому-то продал свой бокс в Ереване, поэтому... Ну, ладно, этот видос не настолько проклятый, как я думал, типа. Он реально просто советует какую-то бомж сборку. Ну, ок. Лучше посмотрим про киллеры. Найм-киллера 70 тысяч. По названию... Дело предстоит серьезное. Мы должны в течение ближайшего часа найти киера, который прикончит хейтера от Зака. Стоп. Отмотаем немножечко назад. Звук из хедлайн Майами. Итак, ребят, с чего все началось? Все началось вчера. Я создал пост, в котором вознамеривался вернуть формат прохождений. Я долго объяснял, что этот формат для меня тяжелый, что эти ролики мне очень долго и трудно создавать. Эти видосы отнимают у меня дофига сил, времени, энергии и все такого. И где-то в середине поста я дал знать своим подписчикам, что если они мне задонатят 5000 рублей на патреоне, то я сделаю 18-ю часть прохождения GTA 5, которая, между прочим, будет длиться один час. Оставшуюся часть поста я объяснял, почему для меня это так важно. Ладно, я может потом попробую. Я думаю, мы сегодня не последний день его смотрим, не последний раз. Помощь донатов. И вы знаете, вот стойка где комментариев пошел. Так, так, так. Давайте пост почитаем. Озрождение формата прохождения GTA. Вы, наверное, знаете, что в середине прошлого года объявило закрытие формата прохождения. Основными причинами этому какому решению послужили низкие просмотры, отсутствие любой монетизации, ролики, м-м-м, вообще убыточность формата и все это на фоне огромной трудозатратности на каждый выпуск. Какая трудозатратность на прохождение игры, которую ты уже прошел сто раз? Примерно последний год существования прохождения, я не зарабатывал за данным формата ни копейки и все выпускал. Все выпуски создавались на голом энтузиазме. Конечно, кто слишком грамотно пишет для такого поехавшего чувака, та-та-та-та-та. Вы скажете, много GTA-шников и гел. Но поймите, что когда на моем канале рядовое видео, длительностью в 10 минут, на создание которого я трачу всего 5 часов от силы, собирает по меньшей мере в 2 раза больше просмотров, чем ролик с прохождением, и кроме просмотров еще приносит какие-то деньги, то при таком раскладе глупо поддерживать формат, на который уходит 10 раз больше, та-та-та-та-та. Поэтому, чтобы уровнять окупаемость прохождения, прохождение хотя бы по финансовой части, с другими видео мне не хотим, получать с них по минимуму по 5 тысяч рублей. И если иметь в виду эпизод длительностью в 1 час данный формат, то это очень трудно создавать по кунару. У меня это так важно. Итак, голосовалка. Мы готовы сдонатить 5 тысяч рублей на 18 серию прохождения GTA 5. 5 тысяч это слишком много. Мы не заплатим ни рубля. Делай прохождение, как раньше, и страдай. Или мне интересны прохождения. У него особые прохождения были. Он делал серии типа GTA физрук, где косил патентешный сериал с Нагиевым, катался на гелике и рпшил. Охуенно. После этого поста, конечно, я писал с Ратунактин эти прохождения, кому они сдались. Ну, видимо, эти люди не понимают, что мои прохождения уникальны. Среди всех прохождений и подобных прохождений, как у меня... Ну да, за GTA физрук, конечно, и 5К не жалко. Найти нигде нереально. И вот, ребята, большинство проголосовало, что они не готовы мне не заплатить ни рубля за поддержку... Ну, слушайте, 17% готовы заплатить 5К. Формата прохождений. Ну, хорошо, подумал я, идея провалилась. И уже в сервере поста, который я пауковал примерно через несколько часов, я заявил, что формат прохождений окончательно мёртв. И вот тут начался полный пиздец. Дело в том, что... Сейчас я вам найду какой-нибудь такой комментарий, который описывает всю суть. Вот, вот. Комментарий от Майкла Десанта. Только бабки тебе и нужны. Раньше всё было качественным, как положено. Видео ты делаешь для подписчиков. Вот что, деньги делают судьбе. Вот что, деньги делают судьбе. Ага. И, видимо, это чел совершенно не в курсе, что я подключил монетизацию на свой канал аж в 2000, мать его, в 15-м году. Здоровейший. И я уже почти 5 лет со своего канала имею доход. Но, заметьте, что в 15-м году мой контент был ещё совершенно другим. Тем самым качественным контентом, который вы все так любите. И в 16-м году, когда он начал плейроу добавлять в свой видос, рекламировать каналы, мой контент от этого хуже не стал. Эх, а помните чувака, который в стихах рекламировал каналы? Интересно, что с ним сейчас. И который тоже обозревал... Он же тоже был GTA-шником, он приводил доводы, тезисы и доводы в пользу того, чему может научить GTA, по-моему. Я по-прежнему делал очень годные видосы с прохождением GTA-сайев, и все были рады, все были довольны. Хотя, по мнению этого чубика, я уже тогда порадался. Возвращаюсь к предыдущему донату. Иван Алексеевич, вот писать ситуацию, звонит тебе какой-то довою на стриме. COVID-19 в GTA San Andreas, блядь. Мы нашли призрака Райдера ночью, блядь. Вот он, качественный контент по GTA San Andreas. Как его звали, Last Bullet? Не помнишь? В одном из роликов он просил, чтобы девушки озвучивали в его прохождении GTA 3 женских персонажей. Никто не отписал, и они с другом начали озвучивать женских персонажей сами. О-о-о. Да, шутки шутками, кто-то ему и 10к кидал, так-то. Что бы ты ему ответил? Ты бы ему ответил, эй, эй, здоровый чувак, я так, я так... Точно, Куконосов. Да, Куконосов было. Спешная фамилия. Блин, с тех пор новых видосов не появилось. Я рад с тобой пообщаться, ты охуенный, чел. Я рад, что ты мне позвонил, ты просто классный, сопщик. Ты классный, чувак, ты охуенный, ты позвонил мне на сниме, вау, вау, не спя к тебе. Его один чел с женой смотрит буквально. Надеюсь, она от него не уйдет к GTA-шнику, а то слишком проклят. Иван Алексеевич, тут, возможно, есть две адекватные реакции. Ибо мне бы просто не отвечать на тифонные звонки этого выродка, но с вероятностью, что Козлина тебе позвонит. На, Куконосов его друг, прекрасно. Ибо ответить на его звонок и послать его нахуй. И после этого он тебе звонить перестанет. Я выбрал второй вариант, ты поверишь, что это вполне адекватная реакция. По поводу носков. Ребята, носки это первоапрельская шутка была. Это была заранее заготовленная первоапрельская шутка. Правда, я, признаться, в этом забыл. По какому-то странному стечению обстоятельств. Поэтому вы не думаете, что я на этом фильме на скидку буду, если это первоапрельская шутка была, ребята. Как я понял, Яшка Лайт это какой-то enjoyer вот этого нижнего GTA-контента, который это все нарезает и монтирует. Удовольствие. Давайте, давайте вот, дядя мой, дядя мой. Идем за мной, все расскажу. Блин, я поражаюсь легко. YouTube мне подкинул рекламу NextRP. Господи, как можно играть в мультиплеер в GTA Sunrise в 2020 году, когда, когда, когда он есть GTA Online, GTA 5 RP? Это что-то пиздец, мать. Мультиплеер в Санрес, когда ты, когда ты сдохнешь, когда ты прослешь, он умрет уже наконец. Мы начинаем. Наверное, вы мечтали увидеть игру про Россию, и вот она, NextRP. Да, блять, где перед роликом? Google, предложили рекламу, Google, Google показал рекламу NextRP. Ну, блять, рекламируется. Это чё за капец, ребят? Походу, NextRP через пару месяцев захвалит мир. Коу, мэй! Ты коу, мэй! Ты коу! Ты ел! Так, где начало арки с Кидлером? Вот, конечно, хотелось бы узнать. Да, ничего себе. Ничего себе, какой козёл этот... Игорь Макаров. Я думаю, что этот Игорь Макаров фамилию взял от меня, а имя Игорь. Он взял от Игоря Иллоново, моего главного админа в паблике. И... И моего близкого человека. Вернее, партнёра по каналу. Я на секунду отвлекусь, когда мне доболюбина звонит по телефону, сейчас дозусь, когда-то сука позвонит, что бы я пошёл её нахуй. Найм киллера 20 рублей. Ай! Отлично! Все уже, а-ля аулю, кукуха едет. Вот тебе деньги на лечение, удача заработать на кешбеках и раскрутках счетов. Да нет, мы искали этого кеера, этого... Конечно же, перед нами мейзубок. Мы замочим. Будем убивать эту суку. Вот сука ебаная... Уже 60 рублей. А так вот, так сказать, копеечка к копеечке, вот зёрнышко к зёрнышку, и вот, глядишь, и 70К будет. Да, я, получается, реактивный файлосмерточник. Твоюга. Ничего, он сдохнет. Оно, оно, оно подохнет. Это твольюга, блять, сраная. Заебала она меня со своими смс. Тволь ёбаная. Я, правда, так и не понял, кого именно и за что он решил убить. Типа, того, кто сказал, что 5К за час GTA это мало, или кто, или что, но... Я внимательно слежу за развитием событий. Ничего, оно подохнет. Оно подохнет. Оно ещё пожреет об этом. Итак, ребята, это просто какой-то пиздец. Меня один хейтер просто, блять, заебал. Он на мой телефон каждую минуту отправит смс. Я целую... Что с GTA 5 мы в каком-то смысле вернулись во времена, когда более графонистая версия выходила на консолях. Ведь рейдрессинг в GTA 5 есть только на PS5 и SEX. Ну, графоны GTA 5 такие. Вещи такие. Мало совместимы. В некотором роде мы действительно вернулись, или даже, можно сказать, не покидали эти времена. Потому что Rockstar старательно сквозь все годы, поколения и эпохи пронесли принцип, что они кое-как более-менее норм сделали для консолей, далеко не самой мощной ещё обычно. А на остальных, даже куда более современных и крутых платформах, ну, шо-то работает, на остальное, в принципе, похую, блядь. Что мы будем, блядь, эффекты партии, да, насрать вообще. И в итоге, как бы, что в GTA 4 куча всего просто на ровном месте порезано в ПК-версии, что в GTA 3, что в GTA Vice City. Ну, вроде, в San Andreas, блядь, в San Andreas они тачки зачем-то вырезали многие. Типа тачки, которые стоят на карте в интересных местах, где они как бы очень хорошо подходят. Ну, короче, в этом плане по-настоящему крутыми ПК-версии у GTA были только вот в самых первых частях. Вот первая плюс эпизоды и вторая GTA самые крутые на ПК. Типа у консолей, по-моему, единственное отличие у Dreamcast-версии выше битрейт в радио у GTA 2. Во всем остальном ПК-версия лучше. Даже была 3DFX Voodoo-версия первой GTA-шки и эпизодов для нее. Вот. После этого Rockstar поняли, что, так сказать, на ПК уважаемые люди не сидят. И для консоли господ начали все разрабатывать. А ПК-шникам ну, что-то скинули из барского стола, ну, и насрать. Он как-то спалил телефон, хейтер начал звонить ему в разные моменты на стримах. GTA-шник порос этого умирал, потом принимал звонок и орал. Ему параллельно истории с прохождениями спа мелчал в личку, звонил на мобилку, вот и порвался над надгол с киллером. Все понял. Очень мог жнуйте, собака каждую минуту мне смс-ки отправляет. Это пиздец, блядь, какой-то. Охайо газаймас. Кома. Что, говорят, ты развязал лорную войну с придворным дауном из-за... Если ты настоящий кома, а не домаш, балуются с утра. С придворным дауном первую лорную арендную войну... Это, блядь, просто ужас. Это просто, блядь, ужас. Это невыносимо, блядь, терпеть. Я уже не знаю, что с ним делать. Думаю, убить его. Да-да, по новой смерти эта мразь и заслуживает. Да-да, снова на МКРа. Будем убивать эту мразь. Объявляю эту подонку войну до тех пор, пока он... Пока... Пока твань не сдохнет, я буду... Я буду с ней воевать. Чтоб он, ну, траванулся своим заедом. Ебан хуев. Вот, ребят... Ебан хуев. Это... Это подонок меня каждую минуту отправляет смс. Завтра... Где это можно прочитать, Кома? В твиттере где? Я хочу... Хочу насладиться первой лорной придворной арендной войной. До последних 12 часов не было ни минуты покоя, чтобы он мне не отправлял смс. Это пиздец. Так не только, Рома, не только у Саньки. Трёшки и Васьки тоже есть всякие прикольные визуальные элементы, что на PS2, что на боксе, которых на ПК нету. Я забыл заблокировать, я его не могу. Так он отправляет... Вот, вот, шуський телефон вебирует. Это... Это твань мне смс отправляет. Сука, ебаная. Вот сейчас... Вот... Для GTA-шника звонки на стриме это уже причина для казни. Так же, как и компьютерный мастер за своей семьёй должен гореть в аду за отформатированный жёсткий диск. Ну, конечно, и они же мы удалили скорее всего все GTA установлены и сейвы. Да, повезло, что Абдулям дорогу не перешёл. Смотрел его видос на стриме, потом он реагировал на то, как я смотрю. У него на канале стрим висит, так что-то вроде реагирую на... О! Это выглядит как что-то, что нужно застримить. Стримерская многоножка. Сейчас пройдёт несколько десятков секунд и вы услышите вибрации телефона. Это значит, что тот сука снова мне смс отправит. О! Слышали? Слышали? Сейчас я специальный телефон к микрофону поднесу. Если предыдущий персонаж был киселём, то это Dollar Store Big Brain. Ладно, Big Brain никогда такой хуёй не занимался. Камон. Чтобы вы слышали, что это мразь. Мне смс... Это какой-то, я не знаю, Володя Медведь икс ванамас. И шиёт ганду. Да. Слышали. Уву. Чтоб твой люк отторванусь. Да, чё это ему звонки на стриме не нравятся? Это же её каразен экспириенс в реальной жизни. с ней. Он мне предлевал в духе «А вот мне место зачем нужно? У меня восемь квадратов и не нужно больше. А у него там понты просто армянские. Это у армян так принято просто. Зачем ему столько места? Хуенно, блядь. Ой, хоть ты прямо сейчас начинаешь. А долго это заняло времени? Сколько это... Огласите, пожалуйста, хронометраж этого видео? Доброе утро, Илья. О, ебан, хрен. Вот. Это мразь. Тим Вагов. Зас... Вот. Это... Я тебя могу засудить за твои бесконечные смс или сделать кое-что похуже. Мразь. Тим Вагов. Заспам ему яичку, он, чтоб на сука совесть, чтоб к этой суке совесть пришла. У, ебан, хлина. Я желаю ему смерти, чтоб она сдохла. Эта тварь ебаная. Биг Брейн вроде бы Гамазу смерти не желал. И не собирал 70 тысяч на киллера на Гамаза. Вычтите его телефон, вычтите его родителей, я хочу с ним связаться и сказать, какой сын у, ебан. Узнайте родителей этих ублюдков. Узнайте этих ублюдков. Переверните там все вверх дном. Но накажите, накажите этих мразей. Чтоб его родители от пиздьи. Чтоб он в тюрьму демоэтак сел до два ебаная. Вот тем ренем еще плюс 20 рублей. Да пошел ты нахуй со своим перду Несом. Не на что я проходил эту дряхую старую ебаную игру. Иди нахуй со своим перду Несом. Не будет ее бойся. Не будет бойся. Прохождение перду Неса на моем канале. ебаная. Ебан ты ху блять Оскар будь ты прокает со своим перду Несом поганец. Вот убейте эту мразь Тим Вагов чтоб она сдохла эта ебучая суга. Вот вот только сейчас на номер без смс отправить у него видимо студио пахнет зайным гдаст обозрился на него и трат на него свою аудиторию. Сыт сын гад когда ему страшно. Мурика ебан хренов давайте я сейчас сброшу в чат его срешу пускай пускай он сядет на смс видимо обосрался от страха гандон ебучий вычислить номер этой суки вычислить его родители вычислить где он живет я в тот миг найму киллера на эту суку сейчас я скачаю браузер самого лучшего киллера который доступен за 80 рублей минус комиссия донейшн алерца зайду в даркнет и мы будем да когда я буду также реагировать на вопросы полосы зайду в даркнет бля это все лучше и лучше так нанять киллера вот он снова значит так сука я тебе даю последний шанс ибо ты прекращаешь мне спамить ибо ты очень об этом пожелешь я спущу на тебя всех своих собак да я вышел в даркнет с этим вопросом это урод даже не представляет какая опасность на него надвигается фанат гта смотрит плюс ступецо все диагнозы налицо отлично ты охренел я к тебе без оскорбления и просто написал вопрос а ты мне смерти желаешь я думал ты нормальный человек и только к хейтерам относишься плохо ты пердунезник а к пердунезикам я не ядно ядно без всякого уважения пердунезикам так все пердунезники покиньте стрим никакого уважения пердунезникам не нужно узнать их нужно хейтить нехрен бы у меня спрашивать про пердунез в самый неподходящий момент ты прекрасно это знаешь у меня бомбит о пердунез и все оно мне задало этот вопрос я думаю что-то что-то сука получило хотя бы да я понял пердунезники это фанаты сан-андреза ну уже не смотрит а нет шабе как раз же вернулась ну короче да я думаю школа блогеры для него занимали важное место в его жизни заканчивать если если тебе тоже придется покинуть ты же англюсик через него учил я напоминаю что я польский собрался учить через сан-андрез еще раз охуеет я запущу еще один стрим где мы еще бой с золским методом наказываем эту суку сейчас мы ему сделаем что-то вроде выговора я вам показал что выговор тебе неофициальный ведь я знаю ты пацан нормальный то этот валь меня доканывает отправляет мне бесконечные рассылки я тебя хейчу спокойной ночи неоса ты знаете кто это сука и что эта тварь сохраним кончная мразь которую когда-либо видел видел этому чулку реально будет хана если дальше шатанет рыбаться окей ребят на этом стриме я заканчиваю очень надеюсь что сука угомонится и перестанет нагреть но если она не угомонится то кирдык в общем с вами был реактивный битал всем удачи пока бай я на грустной ноте это все закончил конечно total пюду нездик дес в магазине манавось внимание цель этого клипа пародии на тимати баклажан поддержать сарказмом автомобиль лада седан автоваз делает лучшее авто в мире они первыми в мире создали супер автомобиль седан баклажанового цвета который имеет буквально все для лады седан нет ничего невозможного помните об этом при просмотре клипа дабы вы его не сочли за наркоманский бред приятного просмотра не забудьте поставить он самый томас а ты знаешь других нет нам это не надо кошмар что они сделали с моим мальчиком что они сделали с моим пердунезом любимым боже мой офигенный клип я давно не видел такого злеща говорят его значок mortal kombата в санке приехал у вас в интурус на гастроях дабы дать концерт уже на следующем ну не на следующем следующем но типа короче будут еще отходы колдей но сегодня пожалуй к придворно-даунской войне переметнемся пока она еще доступна в интернете надо бы встретиться с ними мало ли кто-то захочет в японию переехать на полу поспать отблагодарить его за гиб баклажан мне сейчас звонят друзья из каигу и ну я охуенный повезло тебе иисус то и тут они нафиг сейчас кеймурас рует этим гордом совсем скоро я с ним встречусь бейнхерос то сейчас Тимати деет свою славу с Серегой ходящий поющий коун Серега сильно нагадил кеймурас и тому сейчас легко но надеюсь сейчас Тимати в хорошем настроении и он сможет мне дать автограф вот тот самый ролплей мне бы хотелось вам порекомендовать мужбокс паблик в котором много топовых треков просто заходи в группу и наслаждайся песнями в общем подписывайся если хочешь слушать самую крутую музыку ведь остальные группы не 100 по сравнению с нами ссылку на этот зачет паблик я оставлю в описании зачетный зачетный паблик блин как же давно этого не слыхал ну а мы продолжаем короче мадок у него Тимати если я правильно понимаю мы должны этому вас препятствовать и дать ему разу шанс на вызывание во время поймав его во время плеска сейчас я распугаю его хейтеров пистол мы должны его вовня поймать дабы Тимати упал на коробке в кузов нашего грузовичка нас друг неуклюзов ходит по краю крысы и в любой момент он может совершить прыжок мы должны держать грузовичок на видос видос 16 года позиции с тимой ебать так у него 226 тысяч подписчиков этого видоса 634 тысячи просмотров типа а туда ли мы и зашли господа да на экране то самое слово пацана да находился прямо над кузовом с коробками и так Тимати совершает прыжок нам необходимо чтобы он упал прямо в кузов на коробке и у нас это получилось да приземление было злоским но зато это смягчило удар нас друг не погиб Тимати удалось выжить но сейчас он в очень холеновом состоянии мы должны предельно аккуратно избегая аварии отверстики ему раза в госпиталь состояние здоровья Тимати отобразно в виде индикаторов правой части кто в 16 году смотрел ролплей про Тимати в GTA San Andreas в 16 году уже пятерка на любом корче шла кто это смотрел снова пердузетника так дети дети ёпта дети играли или это нищие дети наверное ну потому что как бы 16 год ребят 16 год уже второе переиздание вторая версия пятерки вышло его жизнь и теперь Тим раз поверил себя после выпуска из больницы он пообещал сделать CJ своим мы ну больше всего удивляет аудитория этого Евгена в 16 году и наказать всех врагов которые от нее унес славу мы ему в этом разуме скриншот с пятерки серега его творчество в особенности фейб баклажан который вернет Тимати на имп рэперской эстрады но сперва он должен восстановиться физически пройдя лечение в больнице миссия получили огромный респект после того как Тимураза выписывают из больницы он вернет свой бизнес и наделет задницу Сереги который его подставил но это все потом а сейчас я попрошу тебя поставить лайк этому шедеврайному видосу про Тимураза а так же посмотреть ты зови хотя бы три причины почему в твоих видосах не такой же саундтрек мои видосы про Серегу в этих роликах ты узнаешь каким образом Серега подставил Тимати и присвоил себе его славу твой рэп это полное говно блин реактивный гэтажник это буквально главный герой нового мультика свалки куда же он пропал такой шедевр бы вышел это правда свалку жаль видео называется gta sa прохождение номер 29 ёбаная каталина меня ну такая охуенная психопатка которая успокаивается из тогда когда начинают её трахать на вопрос а трахал бы я её если не хуй что нет я бы эту стерву усы блеслил и снайперки иди сюда сучка теперь эта сучка будет трахаться с моим бензопилой и пойдёшь на корм собакам ёбаная психопатка он проси боюсь не буду размахивать своим членом да нихуя себе вот кстати на стекле макс пейн это отсылочка ребята отсылочка это ёбаная стерву решил грабнуть заправку да она вообще ебанутая с такими амбициями как у неё надо грабить не заправку а став квартиру газпрома ну представьте тихий рабочий день в газпроме заходит такая катейна с гранатометом наводит его на мэн да написано через 2н как въебанных история 28000 на этом шедевре опасался от страха катейна берет все акции видит 100 миллиардов рублей и думает как все спитить до последней копейки и она такая смиряет из гранатомета в стену на 45 этаже скидывает это какой-то стендап с него все деньги прыгает с паршутом заплывет инкассаторов чтобы они погрузили все деньги в машины тратит все баллоны ядерное оружие чтобы уже в следующий раз ограбить не банк а захватить весь мир итак сейчас нам нужно отвезти этот гребный камаз с гребным бензином на ебаную станцию до инновойщиков у меня вопрос нахуя ей нужен этот бензин у нее сегодня день разведения ей не хватает денег на союз и она решила подзечь бензин и устроить самый охуенный феверк я тоже евген ничего не понимаю пока не знаю доктор шварц я не уверен хочу ли играть во второе анальное пробуждение потому что эти ебаные скримеры блять дни разведения только самым охуенным размахом а как она будет отмечать свою следующую днюху украдет военную технику и устроит парад странно что у этого не 5 миллионов просмотров а всего лишь 28 тысяч потому что это выглядит как тем более 9 лет целых назад 9 лет назад это считалось эталоном интернет-юмора вот но у этого почему-то всего лишь 28 тысяч просмотров хотя видос называется ебаная каталина как это все хейтят кстати каталину как будто разыгрывает сценки с игрушками сидя на полу и озвучивая попеременно всех героев только это ролик пакта сана ангерсон от песклявого психованного дегенерата армению не ногой блять отличный вывод как на 9 мая спасибо большое а через 2 года сбросить ядерную бомбу на соседнюю деревню за эти которые просто послали ее нахуй из-за того что у него и по радио кстати реально неиронично Трофим играет по по голосу узнается и попаям с украинскими флагами и танкисты орая слава украине и бомбия все дома как в Донецке да блять это каталина вообще выходит диванутая стерва с этой ёбаной погодите это реально каталина служила в Азове опасно иметь дело а точнее должно быть этому хуесосу нужен наш бензин грузоперевозчиком? да ты вообще ебанутый до свидания ёбаная сучка желаю чтобы я отрахал какой-нибудь вонючий бомбс настолько вонючий чтобы ты сдохла от его запаха после чего он из тебя сделает туалет и будет срать на твой труп миссия выбрана подписывайтесь на канал ставьте лайки сдите новых роликов всем ухуенной удачи и пока итак альтернативная альтрайтовская снежная королева точнее белоснежка с джиной корана здравствуй павел конечно выглядит как что-то по каналу холмарк да комнатная война бут сейчас сделаю небольшую музыкальную паузу 360 рублей что-ли сняли на канон 600 боже они реально снимают свою белоснежку свою альтрайтовскую белоснежку на канон 600 д что если мы снимем порно-пародию без порно без порно сам фейри тейлз кантю под на это чуле и у них тоже белоснежка черная у них тоже белоснежка да это во вселенной широко короче музыкальная пауза и потом первая придворная лорная война дорогие друзья